Продолжение следует... На момент ее гибели являлись действительными студентами Уральского политеха, группа была сформирована в туристской секции спортклуба Политехнического института, в которой большая часть группы числилась ее членами. Один из погибших членов группы состоял в правлении спортклуба УПИ, являлся ответственным за спортивно-туристическую работу. Также группа была частично обеспечена туристским инвентарем и снаряжением из фонда турсекции. Также частичное финансирование группа получила в правкоме университета по 100 рублей на каждого участника. По этому ряду причин, группу Игоря Дятлова стали называть «погибшей группой студентов-туристов Уральского политехнического института». Игорь Дятлов являлся руководителем группы в том браковом походе. Перейдем к подробному знакомству с членами погибшей группы, дабы все знали, кто есть кто, и имели возможность узнавать и отделять каждого члена группы на общих снимках из того похода, которые будут предоставлены вашему вниманию. Датлов Игорь Алексеевич родился 13 января 1936 года в Первоуральске, Свердловской области, студент 5 курса радиотехнического факультета УПИ, специальность радиотехника. В 1957 году председатель факультетского совета студенческого научного общества СНО, в 1955-56 году член бюро турсекции УПИ, председатель квалификационной комиссии, член сборной команды Свердловской Саяны, 1956 года. В 1957-58 годах был избран председателем турсекции. С января 1959 года работал на профильной кафедре ассистентом на полуставке. Руководитель группы отчислен из института с 1 марта 1959 года в связи со смертью. Калмогурова Зинаида Алексеевна родилась 12 января 1937 года. В 1959 году студентка 5 курса радиотехнического факультета УПИ, специальность радиотехника. Член бюро турсекции УПИ. В 1955-56 годах член и председатель квалификационной комиссии турсекции УПИ. В поход отправилась, отпросившись с преддипломной практики на радиозаводе в городе Каменск-Уральский, которую начала проходить 15 января 1959 года, отчисленной из института 1 марта 1959 года в связи со смертью. Дубинина Людмила Александровна родилась 12 мая 1938 года. В 1959 году студентка 4 курса строительного факультета УПИ. Специальность городское строительство. Член ВЛКСМ с 1952 года. Отчисленная из института 6 мая 1959 года в связи со смертью. Дорошенко Юрий Николаевич. Родился 29 января 1938 года. В 1959 году студент 4 курса радиотехнического факультета Уральского политехнического института. Специальность автоматика и измерительные приборы. В составе правления спортивного клуба УПИ отвечал за спортивно-туристскую работу. Отчислен из института 1 марта 1959 года в связи со смертью. Голеватов Александр Сергеевич. Родился 16 ноября 1934 года. В 1959 году студент 4 курса физико-технического факультета Уральского политехнического института. Староста группы. Отчислен из института 6 мая 1959 года в связи со смертью. Слободин Рустем Владимирович. Родился 11 января 1936 года. В 1958 году окончил механический факультет Уральского политехнического института по специальности технология машиностроения. В сентябре 1958 года поступил на должность конструктора Свердловской НИИ химического машиностроения, который был ориентирован на разработку нестандартного оборудования радиохимических производств. Проработав 4 месяца, попросил отпуск за свой счет, чтобы пойти с ребятами из турклуба УПИ в поход. Кривонищенко Георгий Алексеевич родился 7 февраля 1935 года. В 1957 году окончил полный курс обучения в Уральском политехническом институте по специальности промышленное и гражданское строительство с присвоением квалификации инженер-строитель. Туристический стаж с 1954 года имел значки ГТО 1-2 степени, турист СССР, третий разряд по туризму, второй разряд по туризму, окончил курсы инструкторов при Свердловской горсекции туризма и в 1957 году ему была присвоена квалификация младший инструктор по туризму. В 1955-1956 годах член бюро турсекции УПИ, председатель агитационного комитета турсекции. Тибо Бриньоль Николай Владимирович родился 5 июля или июня 1935 года. Выпускник строительного факультета Уральского политехнического института 1958 года по специальности промышленное и гражданское строительство. Работал мастером в общестроительном тресте номер 89. В 1955-1956 годах член аттестационной комиссии турсекции УПИ. Золотарев Семен Алексеевич родился 2 февраля 1921 года. Имел многочисленные спортивные и туристские звания, значки ГТО, второй степени, турист, альпинист СССР, судейские категории, по легкой атлетике, по спортивным играм, по лыжному спорту, по плаванию, стрелковому спорту. Спортивные разряды, второй стрелковый, лыжный спорт, легкая атлетика, второй разряд по горному туризму, второй разряд по водному туризму. В 1959 году отправился в поход третьей категории трудности для оформления очередного спортивного звания. Мастерский разряд по туризму, лыжному туризму, который был ему необходим для карьерного роста в сфере планового туризма. Юдин Юрий Ефимович родился 11 апреля 1932 года. В 1959 году студент УПИ, член туристской группы Дятлова, из-за болезни сошел с маршрута. В 1959 году студент 4 курса Уральского политехнического института инженерно-экономический факультет остался в живых. Из проекта похода, составленного Игорем Дятловым в декабре 1958 года, виден немного другой состав участников похода. По некоторым причинам, ближе к началу похода, данные товарищи не смогли принять в нем участие. Остальные участники имели достаточно большое количество походов в своих арсеналах, то есть не были неопытными новичками. От 4 до 9 походов разной категории трудности. Практически все участники группы были друзьями, тесно общались в повседневной жизни, были схоженным коллективом, что означает неоднократное хождение вместе в походы разной категорийности. О том, что такое категорийность маршрута, как это оценивалось, будет в данном эфире чуть позже. Единственный человек, так сказать, новичок в группе Дятлова, был Семен Золотарев. Новичок в группе, но не новичок в туризме. 20 января 1959 года группа Дятлова была пополнена 11-м членом, которого Игорь Дятлов внес именно 20-го числа в список группы в уже подписанной членами маршрутной комиссии протокол утверждения маршрута и состава группы. Это видно по цвету чернил. Подпись Дятлова, дата и фамилия Золотарев записана явно одной ручкой в один день. Кто и как настоятельно порекомендовал Игорю Дятлову, Семена Золотарева в группу осталось за кадром из дневника участницы похода Людмилы Дубининой. Этого Золотарева никто не хотел сначала брать, ибо человек он новый, но потом плюнули и взяли, ибо отказать не откажешь. Таким образом, нас как было 10, так и осталось, ибо Славика не отпустила фактбюро. Биенко Владислав Николаевич, по некоторым сведениям, был не отпущен в поход и отправлен начальником стройотряда УПИ в Пермскую область на заготовку леса, тем самым избежав горькой участи, ибо отказать не откажешь. Кому же не могли отказать молодые образованные студенты в просьбе взять с собой в поход неизвестного, намного превосходящего их по возрасту, туристическому опыту человека. На этот момент, возбужденная впоследствии по факту гибели группы Дятлова следствие, никакого внимания не обратила. По данной записи Людмилы, характеризующейся людьми, знавшими ее как человека острого на язык, имеющего смелость говорить правду в глаза, усматривается некоторое давление с чьей-то стороны, со стороны которой невозможно было отказать. В этом будем разбираться. Пишите свои мысли, друзья! Коротко о запланированном маршруте группы Дятлова. Из города Свердловск, ныне Екатеринбург, группа должна была добраться на поезде до станции Полуночная и... Из Полуночного планировалось добраться на машине до поселка Бизжай. Именно Бизжай был по плану отправной точкой лыжного выхода группы, он же был и конечной точкой маршрута. О начале движения по маршруту и окончании движения группа должна была дать телеграммы либо открытки в утвержденной маршрутной комиссии сроки. Телеграммы о выходе группы на маршрут не поступало, но, изъезжая, были отправлены письма. Сколько и тем писем было отправлено, до наших времен дошли только два письма Игоря Дятлова своему брату и письмо Рустема Слободина, вероятно, своим родным. 26 января 1959 года, 10 часов утра. Привет оседлым свердловчанам. Вчера благополучно доехали до поселка Бизжай. Сейчас на спецмашине едем в исходный пункт 2-й Северный. Погода хорошая, тепло, 10-15 минус. Все в порядке. Виноват, что не успел попрощаться, убегался. Всего хорошего. Рустем Слободин. Здравствуйте все. Сегодня 26-го, выходим на маршрут. Доехали хорошо. 12-го, 15-го февраля заеду в Свердловск. Домой, наверное, не заеду. Поэтому пусть, непонятно, Шура или Юра, занесет к нам в комнату Бирюев для поездки в Пензу. Оттуда вернусь 5-го, 7-го марта. С приветом, Игорь. Маршрут от Свердловска до поселка Бизжай немного отличался от запланированного маршрута Игорем. Напрямую проследовать из Свердловска в полуночное поездом у дятловцев не получилось. Объединившись в Свердловске на вокзале с идентичной по составу туристской группой под руководством Блинова Юрия, добрались двумя группами на поезде до города Серов. Проведя в этом городе весь день, провели беседу в местной школе со школьниками. После добрались до города Ивдель, вероятно, на поезде. Переночевав на вокзале Ивделя, следующим утром на нанятом совместно с группой Блинова автобусе добрались до поселка Вижай, где тут же разделились с группой Блинова, оставшись на ночлег в гостинице. Группа Блинова уехала в сторону сотого квартала Вижайского лесничества, откуда выходила на свой маршрут. О какой причине на данном отрезке маршрута было столько перекладных, понять трудно. Первое, что приходит на ум, экономия денег. Из поселка Вижай группа Дятлова выехала на попутной грузовой автомашине, следовавшей в сторону определенного поселка на маршруте группы 2-й Северной. Но конечным пунктом для автомашины был поселок лесозаготовителей, первого лесозаготовительного участка Ивдельского энерголесокомбината. Этот участок находился между поселком Вижай и неживым поселком 2-й Северной, в который нужно было попасть в группе Дятлова. По причине прибытия в поселок лесозаготовителей в районе 16 часов, а в это время года в тех краях уже темнело, группа Дятлова приняла решение остановиться в данном месте на ночлег. Показания свидетелей даты в дневниках участников группы не дают точного понимания, сколько дней группа пробыла в поселке 41-й квартал. На следующий день, либо через день, начальником участка группы Дятлова была выделена санная повозка с лозчиком, который проводил группу по реке Олозьва до поселка 2-й Северной, в котором они остались на очередной ночлег. На следующий день, известный уже нам Юрий Юдин, ввиду резкого ухудшения здоровья, с его слов у него воспалился седалищный нерв, сошел с маршрута, вернувшись обратно тем же путем в поселок заготовителей, а после в поселок Вижай. Группа Дятлова продолжила свой путь по реке Олозьва, а далее, свернув на реку Ауспе, направилась в сторону перевала между высотами 1079 и 880, согласно утвержденного маршрута. Больше живыми ребят никто не видел, кроме них самих, и порядка пяти фотоаппаратов, имевшихся у участников группы. 26 февраля 1959 года одной из многих поисковых групп, организованных Уральским политехническим институтом, а именно группой Слобцова-Бориса, была обнаружена палатка группы Дятлова с вещами внутри. На следующий день, 27 февраля, в полутора километрах от палатки, были обнаружены два тела участников группы. Это были Кривонищенко и Дорошенко. Тела были полуодеты, находились у небольшого, непрогоревшего костра под большим кедром. В этот же день, прибывшим на место кинологам с собакой и еще одной группой поиска, под руководством Карелина Владислава, были обнаружены тела Зинаиды Калмогоровой и Горядятлова, находившиеся на удалении 500 метров от кедра. В течение недели поисковых работ было обнаружено тело Рустема Слободина, находившееся между местами обнаружения тел Калмогоровой и Дятлова. Тела Дятлова, Калмогоровой, Слободина были одеты в верхнюю одежду, в отличие от тел Кривонищенко и Дорошенко. Поисковые работы на месте происшествия длились до начала мая месяца. 4 мая в результате протыкания снежной массы в 50 метрах от кедра руководителем поисковой группы, студентом 5 курса физико-технического факультета Уральского политехнического института Аскинадзе Владимиром, в 4 притоке реки Лозьва был обнаружен труп Людмилы Дубинин из материалов уголовного дела. На склоне западной высоты 880 от известного кедра в 50 метрах в ручье обнаружены 4 трупа, из них 3 мужчины и 1 женщина. Труп женщины опознан, это Дубинина Людмила. Трупы мужчин опознать без поднятия их невозможно. Все трупы находятся в воде. Они были раскопаны из-под снега глубиной от 2,5 метров до 2 метров. Два мужчины и третий лежат головами на север по течению ручья. Труп Дубининой лежал в противоположном направлении, головой против течения ручья. В последующем судебно-медицинской экспертизой было установлено, что у нескольких участников группы Дятлова имелись многочисленные переломы, травмы головы, несовместимые с жизнью. Отсутствовали глазные яблоки. У Людмилы Дубининой отсутствовал язык. Предварительное следствие длилось 4 месяца. В период с 26 февраля по 28 мая 1959 года имело постановление о продлении срока расследования от 30 апреля 1959 года в связи с необнаружением 4 погибших членов группы Дятлова. Дело было прекращено согласно статье 4 пункт 5 УПК РСФСР за отсутствием состава преступления 28 мая 1959 года. Следствие по данному делу было проведено безобразно. При определении механизма происшедшего за основу определения были взяты домыслы и предположения участников поисковых работ, допрошенных в качестве свидетель-эксперт, то есть на основе частных версий происшедшего, не применяя к аргументам контрверсий, типичных версий, применяя метод индукции, установив признаки отдельных фактов и предположив их происхождение. В деле отсутствуют обязательные для такого рода расследований документы, что может косвенно подтверждать инсценировку, подлог и изъятие документов в интересах следствия. Выявлением подобных фактов я и занимаюсь на данном этапе исследования. Приглашаю вас, дорогие друзья, в свою компанию. Подписывайтесь на канал. Далее будет еще интереснее. В фонде памяти хранятся негативы пленок группы Дятлова. История их попадания в фонд, говоря современным языком, очень мутна. Но люди, следившие за фондом, утверждали, что эти негативы являются оригинальными. Сами фотоснимки и их порядок с хронологией событий не совпадают, что может говорить о неоригинальности негатива. Сами материалы, вылившиеся в сеть между 2010 и 2013 годами, соответствуют нумерации страниц, что может свидетельствовать о том, что сканирование уголовного дела производилось с оригинала дела. С большой вероятностью можно утверждать, что фото пленки группы Дятлова были отредактированы следствием в 1959 году путем изготовления дубль негативов с оригинальных пленок группы, потому как отпечатанные снимки группы, имеющиеся у многих участников тех событий, указывают на то, что группа Дятлова начала фотографировать только в городе Серов, и то, сделав в Серове несколько снимков, что нелогично. На снимках запечатлены только моменты прохождения части маршрута от города Серов до момента выхода группы на реку Ауспе, что косвенно свидетельствуют о том, что кто-то заинтересованный оставил только эти снимки. Часть снимков были добавлены с чьих-то чужих негативов для подгонки фактов по делу. Думаю, вкратце я объяснил, кто есть кто, как было дело, что произошло, что я пытаюсь добыть. Как мы рассматриваем фотографии из похода группы Дятлова? Отношение к этим снимкам простое. Для нас это набор красивых видов мест, по которым проходил поход, памятные фото о времени, местах и людях, участниках тех событий. Но с фотографиями группы Игоря Дятлова все не так просто. Вспомним о том, в какой поход вышла группа. Поход был в места, по которым не было проложено ни одного зимнего туристического маршрута. Проложить такой маршрут должна была группа Дятлова. Соответственно, по прибытию обратно в Свердловск, для будущих групп и их руководителей, кем-то из группы должен был быть написан отчет с указанием всех ориентиров на маршруте, о том, как, на чем можно добраться из одного пункта до другого. Описать особенности местности, местного населения. Указать варианты, где можно остановиться на ночлег и отдых и прочих тонкостях относительно данного маршрута. С этой же целью велись дневники похода. Многие группы описывали свои походы в стиле художественной литературы, сдавая живописные рассказы в свои турклубы. Группа Дятлова, как продвинутая молодежь, пошла немного дальше. Судя по фотографиям, их отчет представлял бы собой информационно-логистическую инструкцию, подкрепленную визуально ориентирами на местность, то есть серией снимков, а точнее серией технических снимков. Так что идти по их инструкции можно было уверенно и со знанием всех особенностей мест. Сегодня этим занимаются дорогостоящие проводники. Жаль, что ведут они туристов к месту гибели, а не к месту отдыха. В общем, все фотографии, которые нам позволили увидеть, можно разделить на три группы. Первая группа – это технические. На них запечатлены ориентиры для будущего отчета. Вторая группа – это личные фото. Третья – видовые пейзажные фото, которые были сделаны, вероятно, для себя и продвижением маршрута. Давайте перейдем к техническим снимкам. Доминанта В архитектуре господствующее в архитектурном окружении здание или сооружение. Из 177 снимков, которые целиком относят к пленкам группы дятлов, имеется изображение одной доминанта. Это гора Хой-Эква. На пленке номер 2 – два снимка. На пленке номер 4 – один. Пленка номер 5 – один. Пленка номер 6 – одно изображение. Первым доминирующим ориентиром на пути группы дятлов была именно Хой-Эква. Именно к ней выводит прямое русло лозивы в этом месте. Посмотрите, как ее сняли дятловцы. С трех ракурсов на четыре фотоаппарата. Количество фотоаппаратов, задействованных в съемке, главного ориентира маршрута, обусловлено подстраховкой от засвета и еще каких-то неприятностей, частенько случавшихся при съемке пленочной камерой. Это обстоятельство свидетельствует о важности этого ориентира для дятловцев. Обратим внимание, с какого расстояния ребята начали снимать. Вообще можно заметить одну тенденцию. Практически все места, начиная от поселка Визжай до горы Хой-Эква, фотографируются с неоднократным дублем. Возникает закономерный логический вопрос. Следующими доминантами по ходу маршрута группы должны были быть две довольно внушительные высоты. Высота 880 и высота 1079. Где снимки этих высот? Ведь нас усиленно убеждают в материалах уголовного дела, что группа Дятлова под данными высотами стояла лагеря, даже устроила лабаз. А где же тогда фото самого важного ориентира, седловины перевала, по которой должны были бы идти следующие группы? Есть дублированные фото поселков на пути следования группы, скал по берегу Луизву, горах Хой-Эква. Единственная гора на всех снимках. По данным пленкам, не зная о сути дела, можно сделать уверенный вывод, что люди ходили в поход на гуру Хой-Эква. Визуальные доказательства того, что группа Игоря Дятлова дошла до перевала, попросту нет. Фото группы на фоне высот 880 и 1079, таких как на фоне Хой-Эква или хотя бы просто данных высот, снятых группой Дятлова, никто никогда не видел. И это факт. Есть несколько фото идущих по Ауспии ребят, на которых вдали виднеется какая-то высота. А это именно Ауспия. Узкая заросшая река. Но это может быть хребет Чар-Кану, высота 728, высота 682. В общем, начнем с того, что живыми Дятлова были в районе высоты 1079, вероятно, частично. Субтитры создавал DimaTorzok Загострение внимания на технических фото группы под руководством Игоря Дятлова выводит на мысли о рассмотрении этих фото следствия непосредственно следователем Львом Ивановым. Возникает вопрос, на основании каких снимков он сделал утвердительный вывод о том, что группа Дятлова находилась на высоте 1079 и там же погибла. Для многих людей, интересующихся темой трагедии группы Игоря Дятлова, известен факт несостыковок некоторых материалов уголовного дела гибели группы, таких как недопустимых действий следствия, безобразного состояния материалов. На основании этих фактов даже родилось предположение о том, что это дело не дело, а черновик. Но это скорее больше похоже на некоторую нервозность следователя Иванова по отношению к делу группы Дятлова. Вот официальный документ с росписью прокурора Свердловской области товарища Клинова, прокурора-криминалиста Иванова, начальника следственного отдела областной прокуратуры товарища Лукина, которые согласились с доводами проведенного следствия, чем мы признали все факты, определенные в ходе расследования. С чем же согласились такие большие начальники? Посмотрим. Из постановления о прекращении уголовного дела. Из дневниковых записей, группов маршрута и проявленных фото пленок туристов усматривается, что 28 января 59 года группа шла вверх по течению Лвозьвы. 30 января 59 года группа продолжала движение. 31 января 59 года туристы вышли к реке Ауспи и пытались перевалом пройти к долине реки Лвозьвы, однако из-за низкой температуры и сильного ветра они вынуждены были вернуться вниз и остановились на ночлег. 1 февраля 59 года в верховьях реки Ауспи туристы соорудили лабас, в котором оставили запас продуктов и все излишнее снаряжение. Возвратившись 31 января 59 года в долину реки Ауспи и зная о трудных условиях рельефа высоты 1079, куда предполагалось восхождение дятлов, как руководитель группы допустил грубую ошибку, выразившуюся в том, что группа начала восхождение 1 февраля только в 15.00. Что мы видим из материалов дела? Видим, что туристы находились на склоне высоты 1079, 880, двое суток и за двое суток они не сфотографировали трудные условия рельефа высоты 1079, куда предполагали восходить. Не странно ли? В последующем по лыжне туристов, сохранившихся к моменту поисков, интересно с чего они все взяли, что это лыжня группы дятлова, удалось установить, что продвигаясь к долине четвертого притока Возвы, туристы приняли на 500-600 метров левее вместо перевала, образуемого вершинами 1079 и 880. Вышли на восточный склон вершины 1079. Это была вторая ошибка дятлова. То есть, понимаем, во всем виноват руководитель похода Игорь Дятлов. Следователь Иванов усиленно перекладывает вину на руководителя похода Игоря Дятлова. Это же явно видно. И не только следователь Иванов, но об этом позже. Использовав светлое время дня на подъем к вершине 1079 в условиях сильного ветра, что является обычным в данной местности, и низкой температуры, порядка 25-30 градусов дятлов оказался в невыгодных условиях ночевки и принял решение разбить палатку на склоне вершины 1079 с тем, чтобы утром следующего дня, не теряя высоты, пройти горе Атартен, до которой по прямой оставалось около 10 километров. В одном из фотоаппаратов сохранился фотокадр, сделанный последний, на котором изображен момент раскопки снега для установки палатки. Учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой 17-25 секунд, при диафрагме 5,6 при чувствительности пленки 65 единиц ГОСТа, а также, принимая во внимание плотность кадра, можно считать, что к установке палатки туристы приступили около пяти часов вечера 1 февраля 59-го года. Аналогичный снимок был сделан и другим аппаратом. После этого времени ни одной записи и ни одного фотоснимка не было обнаружено. Но уважаемый Лев Иванов не видел ни одного снимка, подтверждающего то, что группа Дятлова была у подножия вершины 1079. Единственное визуальное подтверждение присутствия группы Дятлова, по мнению следствия, фото непонятно кого, непонятно где. Коротко и ясно, три прокурора подтвердили это. И то, что они, вероятно, не по собственной воле совершили должностное преступление. Ведь на этом фото невозможно никого идентифицировать. При первом взгляде на это фото возникают вопросы, кто эти люди и где они копают ямы. Но, видимо, получив приказ и поддержку сверху, прокуроры холодно поставили точку в этой трагедии. И точку они поставили на высоте 1079 и находящемуся рядом перевал, из этой подтасовки можно понять и приказ, звучавший примерно так, закрепить в районе высоты 1079 все происшествие. Вот и закрепили. И очень даже хорошо закрепили. По сей день все внимание при упоминании группы Дятлова фокусируются на названии Халат Чахль – гора мертвецов. Заметим, что никто не говорит «кедр мертвецов» или «ручей мертвецов». Ведь на момент трагедии у кедра и ручья было больше мертвых людей, чем за последние 100 лет до этой трагедии в тех местах. Если вдруг кто-то бы задал неудобный вопрос о идентификации людей на фото, вопрос по делу мог задать только генеральный прокурор, а он, как известно, требовал скорейшего завершения дела. В 1959 году власти не отводили внимания от высоты 1079 и перевала, а наоборот сконцентрировали внимание на этой высоте. Погибли в районе горы Халат Чахль. Данную формулировку стоит заменить на формулировку «Обнаружены в районе горы Халат Чахль». 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 Зинаида Калмагорова Чем светлее, тем цифра диафрагмы больше, а диафрагма меньше, цвета на пленку меньше, больше выдержка, диафрагма сжатия. Видимо, кто-то из группы, человек знающий, консультировал Зинаиду по фотоделу. Возможно, это Золотарев. Это лирическое вступление прерывается фактом жуткой подтасовки. Для начала разберемся, что такое диафрагма в фотоаппарате. Диафрагма – это устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное к фотопленке отверстие, то есть изменять светосилу объектива, а также устанавливать необходимую глубину резкости снимаемого объекта. Выдержка – это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет, пропускаемый линзой объектива, фиксируется на фотопленке. Вот так работает шторно-щелевой фотоаппарат. Простым языком, на улице светло, цифры диафрагмы больше, меньше выдержка. И наоборот. К чему этот фотоликбез? Переходим к материалам уголовного дела, точнее к постановлению о прекращении дела о гибели группы Дятлова, которое подписали три прокурора. В одном из фотоаппаратов сохранился фотокадр, сделанный последним, на котором изображен момент раскопки снега для установки палатки. Учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой 1,25 секунды при диафрагме 5,6, при чувствительной степленке 65 единиц ГОС, ныне это ИЗО, а также принимая во внимание плотность кадра, можно считать, что к установке палатки туристы приступили около пяти часов вечера 1 февраля 59 года. Однологичный снимок сделан и другим фотоаппаратом. После этого времени ни одной записи и ни одного фотоснимка не было обнаружено. То есть, по диафрагме и выдержке, товарищ Иванов определил не только, что эти неопределенные люди группа Дятлова, но и год, месяц, число и даже точное время съемки фото, даже больше, точную геолокацию места съемки. На такое не каждая криминалистическая современная лаборатория способна. А тут Ивдельская прокуратура в 1959 году, где из транспорта была гужевая повозка с ребристой лошадью, смогла. Можно было посмеяться, но как-то невесело стало. Скажем просто, в пасмурный день на улице диафрагма и выдержка могут быть одинаковыми в течение всего дня. Эти параметры устанавливаются в зависимости от освещенности в месте фотографирования, а не по времени суток. В те времена и сегодня эти параметры определяли с помощью фотоэкспонометра неопытные фотографы. Опытные же могут это определять на глаз. Вот и Игорь Дятлов, вероятно, стоит с экспонометром, замерил выдержку и диафрагму. И его по этим параметрам запечатлели. Не учли, товарищи, еще кое-что. Тень от халат Сяхыла даже в солнечный день. Вот она, снимок сделан между 13 и 14 часами дня от места палатки. То есть в 17.00 в феврале там уже довольно темно. И какой яркий снимок вряд ли получится. Даже не в пасмурный день. А вот фото у останцев 9 утра. Если будет такая погода весь день, то выдержка с диафрагмой будут практически одинаковы. Весь световой день теперь понятно, почему родители и ребят вызывали на беседу. И приблизительно понятна суть разговора. Дело закрыли, потому что закрыли. Редактор субтитров А.Семкин Странность фотопленок группы Дятлова порождает вопросов не меньше, чем само уголовное дело. Отсутствие важнейших моментов похода, таких как путь от Свердловска до Визжая, важных людей, которые курировали поход. Важнейшие точки маршрута горы 1079, на которой погибла группа, по выводам следствия. Хотя, как известно из материалов следствия, группа находилась у подножия двое суток. И за это время не сделала ни одного снимка горы и перевала, которые им предстояло штурмовать. И этот последний снимок неизвестных людей, на основании которого были сделаны некоторые манипуляции по прекращению следствия. Есть люди, выстроившие целые версии на этом фото. Но было ли оно на самом деле последним? Вообще, появление этого фото в деле наводит на ряд мыслей. По информации, размещенной на сайте Дятлов ПАС, это фото было в фотоаппарате Игоря Дятлова, который был приобщен к делу в марте 1959 года. Почему в марте, если все вещи Дятлова были найдены в феврале? Потому что некий поисковик, студент Коськин, взял фотокамеру из палаты и уехал с ней домой. Проявив пленку, Коськин решил провести частное расследование, но чуткие исследователи попросили Коськина вернуть все обратно. Просмотрев пленку, следователи обнаружили это последнее фото. Красиво рассказано, что у Юрия Константиновича Кунцевича в фонде хранятся негативы шести пленок группы Дятлова, которые периодически демонстрируются иностранным исследователям и тем, кому нужно. Так вот, на этих негативах данных фотографий нет или Юрий Константинович их не показывает. То, что демонстрирует Юрий Константинович, это не что иное, как дубль негатива. Возможно, Юрий Константинович и сам не подозревает, что в его сейфе хранятся неподлинные негативы. «Какие ваши доказательства?» – спросят многие. Доказательства – это пятая и шестая пленки. Черные пятна – это и есть следы дубликата. Черные пятна точечного характера – это, скорее всего, плохо разведенные химикаты для проявки и закрепления. Это не следы радиации. А вот следы от оригинального негатива, наложенного поверх дубль негатива, видны отчетливо по перфорации для лентопротяжного механизма. Вот это следы перфорации оригинальной пленки, отпечатавшейся на дубль негативе. Вообще, на всех негативах, находящихся во владении Юрия Пунцевича, имеются такие следы. Факты говорят об изготовленных наспех с обращаемого фотоматериала копий. На пленке номер два можно увидеть, как меняли кадры местами. Только на этой пленке есть кадры, запечатлевшие группу Игоря Дятлова в непогоду, освещенность, ландшафт и последовательность действий людей на снимках 33, 32, 28, 27. Вероятно, события одного дня, даже нескольких часов одного дня. Смещенность поднимающихся группой людей к снимающему говорит о траверсном преодолении какой-то высоты. Фото 32, начало подъема, 33, проход мимо снимающего, 27, спуск, 28, совещание об устройстве лагеря, 29, 30, 31, события в лагере. Пленка по всей вероятности имела 36 кадров, но нас кто-то пытается убедить в том, что пленка обрывается на 34 кадре, загадочном 34 кадре с огненным шаром. Помним, кто всю жизнь рассказывал об огненных шарах и даже в уголовное дело влепил вырезку из газеты. Необычное небесное явление. В 6 часов 55 минут местного времени вечера на востоке и юго-востоке на высоте 20 градусов от горизонта появился светящийся шар развером с видимый диаметр Луны. Шар двигался в направлении на северо-восток. Около 7 часов внутри его произошла вспышка и стала видна очень яркая сердцевина шара. Сам он стал более интенсивно светиться. Около него появилось светящееся облако, отогнутое по направлению на юг. Облако распространялось на всю восточную часть небосвода. Вскоре после этого произошла вторая вспышка. Она имела вид серпа Луны. Постепенно облако увеличивалось. В центре оставалась светящаяся точка. Свечение было переменным по величине. Шар продвигался в направлении восток-северо-восток. Наибольшая высота над горизонтом 30 градусов была достигнута примерно в 7 часов 05 минут. Продолжая движение, это необычное небесное явление ослабело и размывало. Думая, что оно каким-то образом связано со спутником, я включил приемник, однако приемов сигнала не было. А. Кисель. Заместитель начальника связи Высокогорского рудника. 30 января 1959 года. Дневник Зинаиды Калмогоровой. Идем по Ауспии. Айсерн. Что означает холодно. Мансийская тропка кончается. Лес хвойный. С утра солнышко было, а сейчас Айсерн. Весь день шли вдоль Ауспии. На Мансийской тропке стали на ночлег. Кома сегодня не заставили дежурить. И дежурили мы с Рустиком. Сожгли варежки. Вторую фуфайку Юркину. Он ругается все время. Сегодня, наверное, будем строить лабаз. Это последняя запись в дневнике. Из нее видно, что группа шла по Ауспии и встала на ночлег. Вероятно, сегодня, то есть 30 января, будем строить лабаз. Получается, что данный снимок, по версии следствия, сделан недалеко от подножия высоты 1079 и перевала. То есть, где-то за кадром сейчас должна быть высота 1079. Гора высотой в километр. В фотоаппарате на момент съемки прожженной фуфайки имеется пять свободных кадров. Снимающему достаточно повернуться и сделать снимок высоты 1079 и перевала. За спиной мы видим отличную просматриваемость. День пасмурный, но снегопада нет. Редколесие, соответствующее подножью высоты, нет ничего, что могло помешать сделать снимок высоты, кроме того факта, что ее не было за кадром. В дневнике также нет ни слова о большой высоте и переходе через перевал. А ведь это событие должно было быть не менее ярким, чем покорение Атартена. И кто-то хочет сказать, что два фото сгоревшей фуфайки важнее одного снимка перевала, который завтра им предстоит штурмовать. Еще одно интересное совпадение. На негативах, хранящихся в фонде у Юрия Кунцевича, негатив обрезан именно после 31 кадра, а после идут знаменитые кадры прохождения неопознанных людей и загадочного 34 кадра. Ошиблись при разрезании негатива для укладки файл? Не слишком ли много ошибок, совпадений и несуразец для дохлого двухтомного дела? Из этого можно сделать врывок, что не было ни одной фотографии с ребятами на фоне перевала, либо на фоне какой-то высоты, кроме Хой Эквы. Вероятно, поэтому появились вот эти непонятные снимки неопознанных людей. Снимками занимались туристы, как мы знаем, которые ходили в походы. Не их ли это группы были вставлены вместо группы Дятлова? Не их ли это снимки? С вероятностью 80% можно утверждать, что да, что это снимки других групп, что кто-то работал рука об руку со следователем Ивановым, кто-то помогал вставлять свои снимки вместо снимков группы Дятлова. Либо Иванов сам попросил предоставить ему такие снимки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok имеющие непосредственное отношение к уголовному делу. Не только фото и киноматериалы, но и их исходники, то есть негативы. И в одном из томов есть такой конверт для хранения фотоснимков. В этом конверте, видимо, и хранятся эти два снимка и их негативы. Ведь эти фото явились реперной точкой для определения последнего местонахождения группы Дятлова и лежат в основе постановления о прекращении следствия. Но этих фото в деле нет. С 80% уверенности это можно заявлять. На канале «Околонаучная жизнь» есть разбор одного фильма «Гипотезы» канала «Дискавери», в котором гипотеза о том, что группу Дятлова убил снежный человек, так называемый «Менг», превращается в уверенный тезис, принятый впоследствии некоторыми зрителями за фактом. Так вот, в этом фильме есть кадры, когда в архиве Екатеринбурга американский турист и ведущий на пару с российской журналисткой открывают этот самый конверт, вынимая оттуда все содержимое. Так вот, негативов там нет. Никаких. Можете посмотреть это все сами. YouTube запретил моему каналу демонстрацию этих видео в США. Посему, скринны из видео во избежание еще одного предупреждения к имеющимся двум за этот разбор. Эти фото появились неоткуда. В наши дни напрашивается вывод такой, что кто-то вынул негативы фото из этого конверта, находящегося в уголовном деле, и распространил. Вероятно, продал тому, кто распространил. То есть, в 2013 году в конверте для фотоматериалов в уголовном деле группы Дятлова негативов уже не было. Возможно, и этих двух фото тоже. О чем говорит факт копирования негативов фотоматериалов отснятых группой Дятлова? Это говорит о том, что негативы дятловцев были отредактированы и смонтированы так, как нужно. Кому-то было нужно. То есть, то, что не нужно было, просто убрали. А то, что нужно было добавить, добавили. Вот эти кадры. По той упорности, с которой власти привязывали эту трагедию к высоте 1079 и перевалу, и даже решились на монтаж и редактирование негативов, можно понять, что фотографии группы на подходе к высоте 1079, на самой высоте, либо ее подножия физически не существуют. Если бы они существовали, то они все были бы приобщены к делу. Но, кроме двух непонятных фотографий и слов следователя Иванова, никаких доказательств тому, что группа Дятлова была на высоте 1079, нет. Это все лишь подтверждает тезис о том, что группа не дошла до перевала. Отобраны для дубляжа были лишь негативы, отвизжая до успеха. А остальные снимки, вероятно, остались у того, кто делал дубль-негатив. Отобраны были только те снимки, которые демонстрировали движение группы по маршруту. По указанному маршруту подправили только концовку, выдав эти снимки за факт нахождения группы на высоте 1079, тем самым привязав все события на этой высоте, все предполагаемые события. То есть, снимки на дубль-негатив можно было разместить в любом порядке. Факт того, что с негативами производились молекуляции, дает ответ на многие вопросы, а возможно и заставит задуматься. В документах, представленных в деле, сканы которого находятся в сети интернет, есть одно очень интересное и показательное описание за подписями Темпалова и Масленникова. Темпалов – это прокурор, заводивший дело о гибели группы Дятлова. Масленников – это первый руководитель поисковых работ, которые выполнялись непосредственно на месте обнаружения палатки и части группы. Нанесено данное описание на обычные тетрадные листы. Понятно, что на перевале у палатки других бланков у Темпалова не было, но он вроде выезжал на место происшествия. Необычного происшествия, а массовой гибели самодеятельной группы туристов в количестве пяти человек, уже обнаруженных погибшими. Вероятно, он должен был запастись соответствующими бланками. Или Темпалов писал все, как черновик. Ну хорошо, примем эти бумаги верными. Тем более, они подшиты к делу. Разберемся, о чем в этих записях идет речь. Это протокол осмотра места происшествия, составленный 27 февраля 1959 года. В данном протоколе описано место происшествия, количество обнаруженных тел и их положение, во что одеты окружающая обстановка на месте обнаружения тел погибших. Самое интересное начинается на пятой странице. К настоящему протоколу привагаются документы и ценности, которые были предъявлены участниками поискового отряда и взятые из палатки пропавшей группы Дятлова. То есть, относимся к написанному буквально. Ведь это же уголовное дело. Получается, все ниже описанные вещи Темпалову предоставили поисковики, которые вынули их из палатки до прибытия на место прокурора-криминалиста. И как-то странно получилось у товарищей из обкома. По этому делу оставалось только ВМФ поднять. А прокурор прибыл на место в гордом одиночестве, не имея даже подходящих бланков для такого ЧП. Не говоря уж о фотографии-криминалисте с набором линей и фотоаппаратом. Хорошо. Что же предоставили граждане поисковики товарищу прокурору Темпалову? Фотоаппарат зоркий со штативом и разбитым светофильтром. Теперь вопрос. Кто и где его разбил? Ведь это мог быть подвыпивший поисковик, махавший ледорубом по палатке. О чем они радостно рассказывали. Минус одна улика. На этом фотоаппарате отснято 34 кадра. Второй фотоаппарат зоркий. Заснято 27 кадров. На футляре глубокие царапины, ремень оборван. Мы должны поверить на слово прокурору. Царапины, оборван. Где оперативные снимки для понимания? Какие царапины? Как и где оборван ремень? Это улики. Третий фотоаппарат заснято 27 кадров. Где снимки номеров обнаруженных фотоаппаратов? Возможно, товарищ прокурор где-то цифру от волнения пропустить мог. Но это, наверное, мелочь. Наручный компас. Это вообще ерунда. Железнодорожные билеты и автобусные билеты. А вот это уже платежные документы, доказывающие, что группа действительно добралась на транспорте. Из пункта А в пункт Б. Товарищ Темпалов. Где фото этих важных улик и сами билеты, подшитые в дело? Полевая сумка, фонарик электрический, две железные банки с нитками и так далее. Что значит «так далее»? Этот момент показывает, что человек неадекватен в исполнении своих служебных обязанностей. Записная книжка «Слободина». Деньги. Письмо правкома в городе. Деньги в сумме 975 рублей. Дневник Калмогоровой. Последняя запись. 30 января. Протокол маршрутной комиссии. Письмо на имя Дятлова. Маршрутная книжка номер 5 в количестве трех экземпляров. Самое интересное. Банка герметичная. В ней 10 фотопленок. Рулонки на пленке и деньги. В сумме 700 рублей. Запоминаем эту сумму из баночки. Важно. Ничего не сказано о том, отсняты эти пленки или нет. Нет описания. А это наиглавнейшая улика во всем деле. 10 фотопленок. Рулонки на пленке, которую использовали в те годы, как фотопленку. Это было возможно и часто применялось. Не для розжига костра, как часто утверждают. Для костра в тех местах полно бересты. Командировка на имя Дятлова. Карты, кальки и фотокопии в количестве 9 штук. Проект похода, сопроводительное письмо от правкома, паспорт на имя Дятлова. В общем, это было единственное упоминание 10 фотопленок в деле. К этим 10 пленкам из баночки добавляются 3 пленки из обнаруженных на месте на 27 февраля 3 фотоаппаратов. Итого, 13 пленок. Эти пленки увозят с собой прокурор Темпалов с места обнаружения палатки. Данный факт зафиксирован в радиограмме, отправленной Масленниковым в штаб поисков. То есть, на 1 марта следствие имело порядка 468 кадров фотоматериалов группы Дятлова. И ни строчки не посвятило описанию этих материалов. Мало того, в печатной версии данного протокола количество найденных фотоаппаратов уменьшается. А 13 пленок названы принадлежностями к фотоаппарату. Место ночлега представляет из себя площадку, выровненную от снега, на дне которой уложены 8 пар лыж. Палатка растянута на лыжных палках, закреплена веревками. На дне палатки разосланы 9 рюкзаков с разными личными вещами участников группы. Посланы сверху телогрейки, штурмовки. В головах 9 пар ботинок. Обнаружены также брюки мужские, также валенки 3 пары. Также обнаружены теплые меховые куртки, носки и шапка, лыжные шапочки, посуда, ведра, печка, топоры, пила, одеяло, продукты, сухари в двух мешках, сгущенное молоко, сахар, концентраты, записные книжки, план маршрута и множество других мелких вещей и документов. И фотоаппарат, и принадлежности к фотоаппарату. Описание брюк, носок, печки и прочих концентратов – это архиважнее 13 обнаруженных фотопленок. Еще один факт лыжи. Прямо на второй печатной странице дела. Все обнаруженные вещи переданы для описи и сдачи на базу начальнику поискового отряда Масленникову Евгению Поликарповичу. На что и составлен настоящий протокол. Но в этом протоколе мы не видим никакого акта приема-передачи. То, что Масленников принимает, а кто-то ему это сдает, кто-то это Темпалов. Все обнаруженные вещи переданы для описи на базу начальнику поискового отряда Масленникову. На что и составлен настоящий протокол. Но ведь Масленников тоже не лыком шит. Он страхуется и в радиограмме говорит, что все вещи и документы, кроме крок и блокнотов, увез прокурор. А об этой радиограмме Иванов, вероятно, уже принявший командование, еще не знал. Так что 1 марта у следователя Иванова были почти все фото и негативы группы Дятлова. Точнее 13 катушек фотопленок. Вот сказку о том, что вывдели некому было проявить пленки, можно рассказывать в книгах. В постановлении о прекращении дела Иванов цинично указывает на шкурки-корейки. Но ни слова не упоминает о пленках, что явно указывает на то, что эти вещественные доказательства были выведены им лично из дела. Подтверждает данный факт один невзрачный документ, находящийся в деле, только в наблюдательном. В так называемом втором томе, лист 46. Следствием по делу о гибели туристов установлено, что Игорю Дятлову принадлежат деньги, обнаруженные у него в сумме 971 рубль. Отцу погибшего, Дятлову Алексею Александровичу, в прокуратуре области, выдано 271 рубль. Остальные 700 рублей прошу выдать из тех 700 рублей, которые переданы в кассу правкома через Гордо по приходному ордеру на мое имя, прокурор-криминалист Иванов. Мною, Дятловым Алексеем Александровичем, получено от товарища Иванова письмо на получение в УПИ 700 рублей, деньги в сумме 271 рубль, фотоэкспонометр «Ленинград», фотоаппарат «Зоркий», номер 552-426-43, часы «Звезда» на ремешке со стрелками, покрытыми светящимся веществом, коробочка металлическая, покрытая желтой краской. То есть, 700 рублей и коробочка, в которой было 10 пленок, и 700 рублей отдал отцу коробочку желтого цвета. Товарищ Иванов, вероятно, имел непосредственное отношение к редактированию фотоматериалов, обнаруженных на месте происшествия, их сокрытию. Вероятно, теперь это факт. Фотографии, появившиеся в сети, не имевшие отражения на негативах, хранящихся в фонде памяти имени группы, погибшей в районе высоты 1079, наталкивают любознательного пользователя на вопрос, почему негативы фото остались у лиц, не имевших к группе Дятлова никакого отношения, каким образом в их руки попали негативы фотографии из рокового похода. Третьи лица стали обладателями вещественных доказательств по уголовному делу, ведь все фото из того похода должны были иметь статус вещественных доказательств. Но, как мы видим в деле, есть несколько десятков фото. Ни один негатив не стал объектом в этом деле. Все фотоматериалы дела были полностью проигнорированы, а точнее частично намеренно выведены из уголовного дела следователем Иванову. Обнаруженные фотоматериалы на месте происшествия должны были быть отправлены постановлением следователя Иванова на фототехническую экспертизу в криминалистическую лабораторию, которая должна была дать соответствующее заключение по завершению экспертных работ. Все фотоматериалы должны были быть проявлены и описаны в установленном порядке. К примеру, пленка номер один находилась в кассете. Общая длина пленки, пленка марки ГОСТ номер соответствует такому-то количеству кадров. Пленка имеет либо не имеет повреждения, следы склейки, засвечена либо нет, отснятое количество кадров либо отсутствие таковых, негатив пленки и отпечатанные фото с него пронумерованы и прилагаются к заключению по экспертизе. В сети имеется наглядный пример того, как товарищ Иванов четко знал свое дело. Это приложение к делу о гибели группы студентов в районе горы Атартен. Дело по экспертизе номер 199. Постановление о назначении экспертизы 16 марта 1959 года в город Свердловск следователь прокуратуры, прокурор-криминалист прокуратуры Свердловской области Иванов, рассмотрев уголовное дело по обвинению о гибели туристов группы Дятлова, установил, Вечером 1 февраля 1959 года на склоне высоты с отметкой 1079 погибла группа туристов в составе 9 человек. Как установлено, группа внезапно покинула палатку, причем есть основания полагать, что палатка была кем-то разрезана. Учитывая, что установление вопроса «разрезана палатка или разорвана» имеет существенное значение для дела. Интересно, как следователь Иванов установил, что на 16 марта 1959 года все члены группы были погибшими, ведь четверых участников похода еще не нашли, они вполне могли быть живыми. Постановил назначить по настоящему делу криминалистическую экспертизу для разрешения следующих вопросов. Имеются ли разрезы палатки группы Дятлова? Есть ли разрезы? Сделаны ли они с внутренней стороны или наружней? В распоряжении эксперта представить палатку группы туристов под руководством Игоря Дятлова. Производство экспертизы поручить Свердловской НИИКЛ, прокурор-криминалист, младший советник юстиции Иванов. То есть, следователь Иванов предоставляет научно-исследовательской криминалистической лаборатории палатку группы туристов и предоставляет ее по адресу Свердловск, 14, улица Ленина, 22, дробь 1. В прокуратуру Свердловской области следственный отдел направляется акт криминалистической экспертизы номер 199 от 16 апреля 1959 года о гибели студентов, приложение, акт экспертизы, две фототаблицы, вещдоки, заведующий Свердловской научно-исследовательской криминалистической лабораторией Министерства юстиции РСФСР. Кретов. Министерство юстиции Свердловская научно-исследовательская криминалистическая лаборатория Свердловск, улица Ленина, 22, дробь 1. Акт номер 199 криминалистической экспертизы составлен 16 апреля 1959 года. Дело о гибели студентов-туристов группы Дятлова. 3 апреля 1959 года из прокуратуры Свердловской области при постановлении от 16 марта 1959 года прокурора-криминалиста младшего советника юстиции Иванова ЛН для производства криминалистической экспертизы поступила туристическая палатка группы Дятлова, обнаруженная на месте происшествия. То есть поступила палатка по адресу Ленина, 22, дробь 1, город Свердловск. На разрешение экспертизы поставлены вопросы, имеются ли разрезы палатки группы Дятлова. Если имеются разрезы, сделаны ли они с внутренней стороны или с наружней. Производство данной экспертизы поручено старшему эксперту-криминалисту Чуркиной Гея с высшим юридическим образованием и стажем экспертной работы с 1954 года. Эксперт об уголовной ответственности по статьям 92.95 УК РФССР предупрежден. Обстоятельства дела. 1 февраля 1959 года на склоне высоты 1079 трагически погибла группа туристов в составе 9 человек. Группа внезапно покинула палатку. У следствия есть основания предполагать, что палатка была кем-то разрезана. Осмотр и исследование. Туристическая палатка группы туристов под руководством Дятлова, обнаруженная на месте происшествия, представлена на исследовании в беспорядочно скомканном виде. Для восстановления обстановки близкой к обстановке места происшествия данная палатка при помощи и консультации туриста Юдина Юрия была натянута и укреплена в таком виде, как она обычно разбивается туристами на привале, смотреть примерную схему номер 1. То есть товарищ Юдин был приглашен по адресу Ленина 22-1 в криминалистическую лабораторию для дачи консультации по установке палатки. Сшита палатка из толстой хлопчатобумажной ткани защитного цвета. Общая длина палатки по коньку равна 4 метрам 33 сантиметра. Длина одного скоса 1 метр 14 сантиметров. Общая ширина примерно 2 метра. Высота палатки зависит от ее установки. С левого торца палатки имеется отверстие, служащее дверью. Указанное отверстие образовано двумя несшитыми половинками ткани и с внутренней стороны задрапировано белой простынью. С правого торца имеется небольшое круглое отверстие, сшитое в виде рукава и предназначенное для вентиляции. С боковых краев на палатке прикреплены петли с бечевками, служащие для ее укрепления. Бечевки на конце правого конька не имеются. Палатка довольно поношена. При осмотре данной палатки установлено, что на ее поверхности имеются многочисленные повреждения, особенно на правом скосе палатна, образующего крышу, схема номер 1. При тщательном исследовании указанных повреждений установлено, что часть из них, в частности условно обозначенные повреждения 1, 2, 3, имеют совершенно различную картину образования по сравнению со всеми остальными повреждениями, имеющимися на палатке. Края трех поврежденных имеют равные, не вытянутые концы нитей. Идут повреждения под различными углами, нарушая как нити утка, так и нити основы. Все тканые изделия, в отличие от трикотажа, кожи и т.д., несмотря на ровное различие по внешнему виду, исходный материал, толщина, характер поверхности, всегда построены из двух систем нитей – основы и утка, переплетенных перпендикулярно друг к другу. Повреждения, возникшие в результате разрыва, обычно идут по линии наименьшего сопротивления, то есть рвутся либо нити утка, либо нити основы. Такие повреждения обычно очень ровные и имеют прямые углы. Разрез же при любых условиях всегда беспорядочно нарушает как те, так и другие нити под различными углами. Разрезать только либо нити утка, либо нити основы практически почти невозможно. Смотреть схему номер два. В результате вышеизложенного и при исследовании краев всех имеющихся на палатке повреждений, можно прийти к выводу, что три повреждения, условно отмеченные 1, 2, 3, возникли как в результате воздействия каким-то острым оружием, ножом, то есть являются разрезами. Все же остальные повреждения являются разрывами. Повреждение номер один имеет форму в виде ломаной прямой. Общая длина его 32 см. Над ним имеется небольшой прокол ткани в 2-3 см. Углы отверстия надорваны. Смотреть фото 4. Повреждения 2 и 3 имеют ровную дугообразную форму. Примерная длина указанных повреждений 89 см и 42 см. Определить точно длину этих повреждений нельзя, так как с правого края повреждения номер 2 и с обоих краев повреждения номер 3 лоскутые ткани отсутствуют. И не исключена возможность, что они имели свое продолжение дальше. С целью определения, с какой стороны нанесены указанные разрезы, с внутренней и с палатки, или с наружней, было проведено тщательно микроскопическое исследование краев разрезов и прилегающих к ним участков ткани, увеличение с 0,6 до 56 х. В результате проведенных исследований было установлено, что с внутренней стороны палатки, в участках, близлежащих к краям разрезов, имеются поверхностные повреждения ткани в виде незначительных проколов, надрывов нитей, ткани и очень тонких царапин. Смотреть фото 5.13. Все царапины-проколы прямолинейной формы. Выражены царапины в поверхностном повреждении нитей. Нити либо надрезаны наполовину, смотреть фото 10, либо с них просто как бы соскоблен краситель, и видны непрокрашенные частицы, смотреть фото 5.6.11. В углах проколов, с внутренней стороны палатки, в отличие от наружных, наблюдаются как бы продолжения повреждений, которые выражаются в виде тонких царапин, смотреть фото 8.9. Характер и форма всех указанных повреждений свидетельствуют о том, что образовались они от соприкосновения ткани внутренней стороны палатки с лезвием клинка, какого-то оружия, ножа. Все указанное свидетельствует о том, что нанесены имеющиеся разрезы с внутренней стороны палатки. Заключение. 16 марта товарищ Иванов в официальном документе в утвердительной форме заявляет, что все 9 туристов погибли, причем точно вечером 1 февраля 59 года. Время до минут товарищ Иванов не стал указывать. Видимо, так это было важно, что товарищ Иванов забыл за полтора десятка фотопленок, которые должны были быть таким же образом исследованы и приложены в дело в виде фотоальбома за подписью эксперта. Какова же причина того, что товарищ Иванов не сдал фотопленки группы на фототехническую экспертизу? Вероятно, причина проста. Они были проявлены, имели следы монтажа. Эксперт непременно бы указал эти факты. Договориться с экспертом? Видимо, не все были договороспособны. И это лишние глаза и уши, во-первых. Во-вторых, такое деяние уголовно наказуемо. Вот товарищ Иванов и решил просто забыть о экспертизе пленок. Экспертиза палатки была сделана для отвода глаз и галочки. Ведь в деле должна была быть хоть одна подобная экспертиза с фототаблицей, альбомом, где есть масштабные фотографии. В выводах данной экспертизы нет никакого смысла и пользы для расследования. Что установила данная экспертиза? Установила, что полотно какой-то палатки было порезано и сцарапано изнутри. Почему какой-то? Потому что в деле нет фоторазвернутой на склоне именно этой палатки. Именно на склоне с указанием именно таких повреждений, как описывает эксперт Чуркин. Такое фото должно было быть в деле обязательно. Должно было быть описание размеров палатки, описание и схема повреждений, сделанные осматривающим лицом, то есть следователем. Схема должна была быть составлена хотя бы от руки и подписана двумя понятыми. Не эти фото чего-то разбросанного на снегу. Да и какая разница, через какие отверстия группа покидала палатку. На палатке присутствуют как разрезы, так и разрывы. Вопросы, поставленные эксперту следователем Ивановым, сильно указывают на важнейшую цель данной экспертизы. Подтвердить предположение гражданина Иванова о том, что палатка была кем-то разрезана. И гражданин Иванов достиг этой цели, получив исчерпывающий ответ на заданный вопрос. Мало того, что палатка была разрезана кем-то, так и разрезана она была каким-то ножом. Очень важные вопросы, задачи и ответы были получены при помощи этой экспертизы. Отправляя на экспертизу палатку, которая была изрезана, товарищ Иванов, Иванов, наряду с поставленной важной задачей изнутри или снаружи, забывает поставить себе вопрос о тросологическом исследовании палатки на присутствие следов крови. Ведь ее резали, вероятно, когда в ней находились люди, часть из которых уже обнаружена мертвыми. Такой вопрос должен был возникнуть в первую очередь. Палатка разрезана. Кто-то изнутри, либо снаружи, орудовал острым ножом, который квалифицируется в юридических нормах, как холодное оружие. А у следователя не возникает вопроса, пострадал ли кто-то в результате данных действий. Есть ли на палатке, либо внутри нее, следы крови. Видимо, гражданин-следователь знал, что на этой палатке таких следов нет. Посему зачем задавать лишние вопросы? В деле более нет ни одной тросологической экспертизы, кроме этой. Хотя по всем первоначальным находкам, таких экспертиз должно было быть с десяток. Следы, найденные у палатки, должны были быть сфотографированы панорамно. Четкие следы должны были быть сфотографированы масштабно, не так, как это было сделано. Должны были быть сделаны слепки этих следов. Должны были замерить углы на каждой дорожке следов, длину дорожки следов. Следы должны были быть идентифицированы с обувью погибших. При помощи экспертизы должна была быть установлена принадлежность следов погибшим. Все обнаруженные колющие, режущие предметы должны были быть переданы той же Чуркиной на предмет обнаружения на них волокон брезента. Что при обнаружении таковых на ноже, стопроцентно доказывало бы, что события обстояли так, как нам сочинили. Кстати, следователь Иванов официально нигде никогда не говорил о том, что палатку резали дятловцы. Везде, он говорит, что они покинули палатку, не указывая способ. Даже пресловутая шкурка от Корейки, если она была надкушена, должна была стать объектом тросологической экспертизы, потому как по прикусу можно было установить, кто из группы дятлова ее надкусывал. Или не из группы. Также в сети с развитием темы стали всплывать неизвестные фото группы дятлова из анонимных источников. Причем снимки довольно животрепещущие. Взять хотя бы фото, так называемое утро на ауспии. Кто пытается нас в этом названии убедить, почему утро на ауспии, а не привал на лозьве? Кто может уверенно заявить, что это фото сделано именно на ауспии, а не на лозьве? Никаких опознавательных знаков, что это ауспии на фото нет. Это такой же факт из разряда. Найдена лыжня группы дятлова. На ней написано было, что это лыжня группы дятлова. Так же, как и на этом фото, написано ауспии. Фото под названием «Кому сахар», названное так одним исследователем. Данные фото сочетаются по стилистике с фото прожженной фуфайки. И их можно совместить примерно. Здесь ребята на краткосрочном привале изрядно утеплены, пьют чай. Кто-то явно замерз так, что не может вынуть сахар из мешка. И ему на помощь приходит Зина. Вопрос не в том, какой Зина хороший человек, а в том, почему этого фото, как и предыдущего, нет на негативах, которые находятся в фонде памяти у Юрия Константиновича Кунцевича. Ведь эти фото явно из одного похода. Вывод из этого напрашивается один. Факт того, что негативы группы редактировали, они резались и составлялись так, как было нужно. Это так называемые обрезки, вероятно, оставшиеся у того, кто обрезал, монтировал дубль негатива. Почему было решение поступить так? Это решение, вероятно, было идентично с приглашением на поиски студентов, как сарафанное радио. А в этом случае еще и подкрепили свободными фотоматериалами в народном доступе. Вот, дескать, смотрите, ничего необыкновенного. Идут веселые на подъем в гору. После на той горе находят палатку, а под горой мертвых ребят. И фотографии доверили печатать студентам. Ничего секретного в этом деле нет. Никаких ракет, катастроф и тому подобного. А тем более криминалы, слухи о котором разошлись в народе на тот момент. Ведь если бы что-то было секретное, студентам бы не доверили печатать фотографии. По воспоминаниям некоего Бычкова, которые выложены на сайте Дятлов Пас. Иванов позвал их в прокуратуру, где они двое суток печатали фотографии для родственников погибших. Выдержка из воспоминаний. На следующий день Е. Чубаров сказал мне, что нас ждут в областной прокуратуре по адресу улица Малышева, 26. Кроме нас, Женя был приглашен Юра Юдин. Тот, который, сойдя с маршрута из-за болезни, избежал горестной участи. Нас встретил Лев Иванов. Он представился, привел нас в фотолабораторию и объяснил задание. Мы должны напечатать как можно больше фотографий с пленок участников погибшей группы, с тем, чтобы раздать снимки семьям погибших, а также своим друзьям и членам турклуба УПИ. На наш вопрос, зачем, Лев Никитич сказал странную, как нам показалось, фразу. Кое-кто хочет представить, что случившееся – результат неправильного руководства и распри в коллективе. В фотолаборатории было знакомое нам оборудование – увеличитель ванночки, красная лампа, пинцеты. Лежали бумажные пачки проявителя и закрепителя, а также пакеты с фотобумагой формата 9х12. Юдин с нами работал недолго, только первый прогон всех пленок. Мы же печатали фотографии два полных дня. На некоторых пленках, вслед за походными фотографиями, шли кадры трупов, сделанные теми, кто находил погибших. Эти кадры мы не размножали во многих экземплярах. Так, два, три. Что мы слышим от товарища Бычкова? Мы слышим свидетельство того, что на негативах походных пленок были кадры как с живыми, так и с мертвыми членами группы Дятлов. Что говорит о том, что негативы были смонтированы для их выхода в широкие массы. И еще одно свидетельство дает гражданин Бычков – свидетельство наличия в Свердловской прокуратуре собственной фотолаборатории. Это не удивительный факт, но возможности изготовления дубль-негативов там, вероятно, имелись. На снимках были походные будни. Вот они радостные позируют на привале, вот идут под рюкзаками. На последних фотографиях видно, как уже в сумерках они выравнивают площадку и ставят палатку. Женя Чубарев взял себе целый комплект, включая трупы. Я ограничился четырьмя фотографиями, на которых были запечатлены знакомые мне люди в самых радостных позах. Остальные снимки Ж. Чубарев передал в турклуб. И у кого-то после этих воспоминаний еще возникнут сомнения в том, что студентов, как на поисках, так и при печати фотографии, использовали как сарафанное радио. О чем еще это воспоминание говорит? Говорит о том, что товарищ Иванов целиком и полностью контролировал все, что делалось с обнаруженными фотоматериалами. Были выделены и отпечатаны фото, которые освещают указанный маршрут. Не более фотографии с трупами не могли непосвященным ничего сказать. В мае, когда вынимали четверку из ручья, на теле одного из погибших находился фотоаппарат. Так вот, этот фотоаппарат следователям Темпаловым в описании места обнаружения и описания трупов не указан, а он есть. Интересно, пленки из него вынули до того, как он попал в ручей. Через освещенные обстоятельства и факты, вероятно, отчетливо просматривается текст задания, данное следствию, основными пунктами которого были Пункт 1. Привязать все случившееся к высоте 1079. Пункт 2. Избежать выявления материальных и каких бы то ни было следов, указывающих на, возможно, криминальный характер происшествия. Но это как предположение, конечно. Вот что еще указала эксперт Чуркина в деле о экспертизе палатки. Палатка группы Дятлова, обнаруженная на месте происшествия, представлена на исследовании в беспорядочно скомканном виде. То есть, до экспертизы эта палатка повидала немало. Можно предположить, что некоторые порезы она могла получить по дороге от перевала до лаборатории. Беспорядочно скомканный бит замечания эксперта указывает на факт того, что эта палатка до экспертизы нигде не растягивалась. Теперь становится понятно, что никакой ленинской комнаты с растянутой в ней палаткой, проворным следователем, швеей бабой Надей, не было и в помине. Какие экспертизы были проведены в рамках уголовного дела о гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова? Судебно-медицинская экспертиза, криминалистическая экспертиза, гистологическая экспертиза, физико-техническая экспертиза, радиологическая экспертиза, судмедэкспертиза, комплекс мероприятий, цель которых сводится к установлению тяжести телесных повреждений пострадавшего. Гистологическая экспертиза, самостоятельная часть судебно-медицинской экспертизы, целью которой является микроскопическое исследование частей внутренних органов потерпевшего. Криминалистическая экспертиза, вид судебной экспертизы, которые исследуют следы, оставляемые людьми и вещами для решения идентификационных, диагностических или ситуационных задач, поставленных следствием. Физико-техническая экспертиза. Объектами экспертиз, которые проводятся на основе физико-технических методов, являются орудия преступления, органы и ткани трупа, потерпевшие и подозреваемые, их одежда, обувь, а также материалы следственных и судебных дел. Микроскопическое исследование вещественных доказательств одежды, предполагаемых орудий преступления на микрочастицы крови и прочие микроисследования. То есть, следователь Иванов все-таки искал микроскопические следы крови на одежде и предполагаемых орудиях преступления. По всей вероятности, эти следы были обнаружены. И этому есть косвенное подтверждение. 84 пункт в описании уголовного дела. В нем указывается постановление о назначении физико-технической экспертизы. 86 пункт указывает на наличие 7-страничного заключения эксперта. Странное заключение. Огромное просто. Сравнительно с заключением эксперта Чуркиной по экспертизе Палатки, занявшего четверть страницы. По всей вероятности, это полная экспертиза с заключительным выводом эксперта. Посмотрим на этот 8-страничный документ. Страница 370. Вот что находится на обороте 369-й страницы. Указательная запись. Листы дела 370-378, как не относящиеся к делу, изъяты и хранятся в особом секторе обл. прокуратуры. Прокурор Иванов. 10 июля 59-го года. То есть, через два месяца после закрытия дела, гражданин Иванов изымает из дела 8-страничную экспертизу, помещая ее в особый сектор хранения, с великолепной формулировкой, в кавычках, как не относящуюся к делу. Что в рамках дела гибели группы Дятлова исследовались объекты из другого дела, но такое действие должно было быть отображено несколькими документами и наличием смежного дела с одними и теми же подозреваемыми по двум делам и наличием предметов, орудий преступления, следов и так далее. Что впоследствии вело бы к объединению этих дел, но таковых документов в деле нет. Какой вывод напрашивается из вышеизложенного? Экспертиза дала положительный результат. На исследуемых объектах с вероятностью 100% были обнаружены частицы крови, ибо нет другой причины прятать эту экспертизу за семью замками. Еще данная экспертиза проводит исследование ранений внутренних органов с целью определения орудия, причинившего ранения. Данная папка с восемью листами, вероятнее всего, сегодня находится в особом секторе хранения архива прокуратуры. Отделена данная экспертиза была для того, чтобы ни у кого из проверяющих следственную работу прокуратуры не возникало лишних вопросов. А если и возникли бы вопросы, то за разрешением ознакомиться с этой экспертизой нужно было обратиться к начальству. Понятно, что такое разрешение вряд ли кто дал бы. Еще и по шапке получил инициатор. Я слышал, что Юрий Константинович Кунцевич тоже очень хочет взглянуть на эту папку, если я правильно его понял. Так что вот такие огненные шары. Что смущает в экспертизе палатки, проведенной в Свердловской криминалистической лаборатории экспертом Чуркиной? Смущает отсутствие масштабного фото развернутой палатки. В лаборатории масштабное фото – это фото какого-либо объекта дела с применением специальной измерительной линейки. Есть материал дела по экспертизе палатки, оформленный как положено. Есть масштабные фотографии порезов, соскобов, проколов, царапин. Все с печатями и подписями эксперта. Есть схематичное изображение палатки с указанием мест повреждений. Схему, которую делали при помощи линейки, отнюдь не пару минут. Но вот масштабного фото палатки нет. А оно должно было быть. Исходя из тщательного исполнения работ экспертом Чуркиной, которая фиксировала такие мельчайшие детали, помечая все стрелочными указателями. Все сделано как положено для того, чтобы при рассмотрении дела судья, адвокаты и участники суда смогли наглядно убедиться в том, что именно на этой палатке имеются указанные повреждения, именно в указанных местах. Вместо масштабных фото мы видим вот эти фото. Фото общего плана растянутой палатки, имеющей многочисленные повреждения. Внимательный зритель Энди сразу же отметил в комментарии факт того, что на схеме у Чуркиной отмечены не все повреждения, которые мы видим на фото. На сей факт в деле есть четкий ответ. Точнее, постановление о назначении экспертизы. Смотрим, какие вопросы задает товарищ Иванов эксперту. То есть, какую задачу ставит следователь эксперту. Первое. Имеются ли разрезы палатки группы Дятлова? Как он это установил, что это палатка группы Дятлова? В деле нет удовлетворительных материалов, доказывающих, что это палатка, палатка группы Дятлова. Кроме слов следователя, конечно. Второй пункт. Если имеются разрезы, то сделаны они с внутренней стороны или наружной. То есть, ставится задача среди многочисленных повреждений представленной палатки обнаружить разрезы, если таковые имеются. Эксперт Чуркина выполняет поставленную задачу и дает ответ в заключении. Порезы есть. Сделаны каким-то ножом. Оружие. Нож отмечается как оружие. Из данного заключения можно понять, что все остальные повреждения являются разрывами, определять и описывать которые с задачи не было поставлено. Соединив два изображения общего плана воедино, можно определить, что на фото та палатка, повреждение которой схематично отобразила эксперт Чуркина. Возможно, в те годы допускался немасштабный общий вид. По дверцам шкафов на заднем плане можно масштабировать длину палатки. Исходя из стандартного размера спинки стула 40-50 см, длина палатки составляет около 4 метров. Нелепая странность, не так ли? О размерах палатки приходится судить по шкафам на заднем плане и размерам, указанным экспертом, а не по масштабному фото. Опознание палатки должно было иметь в деле свой протокол, потому как палатка – объект места происшествия, который к тому же был поврежден холодным оружием. Но такого протокола в деле нет. Принимать подобный материал к рассмотрению или нет, решение целиком лежало бы на судье, если бы суд состоялся. Что же давало это, на первый взгляд, бессмысленная экспертиза? Главным образом, она подчеркивает факт разрезания палатки изнутри. То есть, следов посторонних людей и следов борьбы у палатки нет, по мнению следствия. Палатка разрезана изнутри, вход застегнут на пуговицы, вещи на месте. Это приводит к однозначному выводу – палатку резали туристы. Больше некому? Убедительно? Конечно. Против экспертизы не попрешь. И сегодня все убежденно начинают свои исследования, опирая их на эти данные и делая логический вывод, который требовался товарищу Иванову. Не говоря ни слова о том, что кто-то из группы сделал разрезы, он заставил. Да думать это тысячи людей сегодня, что уж говорить о тех единицах, которые ознакомились с делом тогда. Фотография и экспертиза палатки – это звенья одной логической цепи нереальных событий, а событий, которые сложил следователь Лев Иванов. Но это, конечно же, только мои предположения. У меня есть еще предположения. Предположения о том, по какой причине палатка попала на склон. Легкий привал, проход по снежной целине, наполнил тело тяжестью. Кровь, насыщенная кислородом, дает румянец на щеках. Горячит руки, наполняет голову мыслями, разными мыслями. У кого-то они романтичны и полны будущим. Вероятно, счастливым и ласковым, словно майское солнце. Заботы о учебе и выборе жизненного пути. Возможно, где-то с краю любовь, горячая и пылкая. Вокруг лес, свежий чистый снег. Живой от кислорода воздух, который хочется вдыхать как можно глубже. Отличный активный отдых, что для тела, что для души. И только у одного человека в этом раю нет времени отвлечься. Ведь он их повел в поход, взяв на себя огромную ответственность за друзей, за их жизни, мечты, надежды. На каком предмете, так сосредоточил взгляд Игорь Дятлов, это его полевая сумка. Поверх которой лежит одна из девяти фотокопий карты местности. Той местности, которую они сейчас тропят по снежной целине. Судя по налипшему снегу на обмотках, ровные края обреза дают понять, что эта фотобумага относительно длины указательного пальца, примерно 10-12 сантиметров, можно понять масштаб листа, благо они стандартизированы. Масштаб этот равен 18 на 24 сантиметра. Отличный формат для фотокопирования отдельных участков местности на маршруте. Все видно довольно отчетливо. На этом фото можно делать пометки, но их, конечно, лучше делать на кругах. Где-то появлялись фантастические рассказы о дефиците карт в СССР. О том, что дятловцы ждали, когда чей-то отец принесет с работы карту, на которой все есть, рискуя при этом получить срок. После они эту карту перерисовывали ночью, возможно, даже в погребе. Какой-то дефицит, возможно, и был, но не для студентов, УПИ. Вузы, которые имел и имеют несколько десятков кафедр по подготовке горных инженеров, геолога-разведчиков, не говоря уже о крупнейшей военной кафедре. Думаю, специалисты Google Земля грустно вздохнули бы, увидев карты, которые имелись в те годы в УПИ. Так что фотокопии были сделаны, вероятно, Игорем за несколько десятков минут. Даже если взять в расчет какие-то запреты на фотокопирование карт, то оно было частично, и, вероятно, по просьбе профсоюза и руководителей турклуба, было бы позволено. Удивляют, что турклуб не имел таких фотокопий. Возможно, это были копии, выданы им в турклубе, но об этом в деле указаний нет. Кто-то скажет, что те карты были неточны, и поэтому все так трагично завершилось. Посмотрим, как выглядел более ранний экземпляр, выпущенный задолго до похода группы. Река Лозьва, 2-й Северный, Хой-Эква, река Ауспе, высоты 1079-880. Совместим карту с картой Google Земля. Как мы видим, совпадение стопроцентное, так что у ребят имелась довольно точная карта, и они владели информацией о той местности, по которой собирались идти. Вероятно, именно об этом они разговаривали с Рембелем. Карта точная, но только без указания снежных глубин. Вероятно, это и озаботило Игоря. Но он с этим справился легко. Об этом в следующих видео. Как же распорядилось следствие этими фотокопиями, карт и кроками, так же, как и фотопленками? Даже еще хуже. Они просто испарились. Из протокола осмотра места происшествия пункт 6. Полевая сумка. Пункт 17. Карты, кальки и фотокопии в количестве 9 штук. Все эти документы, либо их копии, должны были быть приобщены к делу. Убыв вместе с прокурором Темпаловым, данные документы не нашли места в уголовном деле. Какова причина вывода этих документов из дела? Причина есть только одна. На этих картах, кальках и копиях был нанесен пройденный маршрут группы вплоть до последней его точки. Очевидно одно, что знать этот маршрут не должен был никто. Странное, на первый взгляд, уголовное дело группы Дятлова вызывает у интересующихся людей ряд вопросов. Во-первых, объем дела. Во-вторых, отсутствие большого количества очевидных экспертиз. Отсутствие даже документов, изъятых на месте происшествия, из палатки документов группы Дятлова. Но есть еще кое-что более шокирующее. Изъятые из дела документы следствия, причем, вероятнее всего, изъяты они были следователем Ивановым, некоторые им и подменены. Перейдем к рассмотрению данного факта. Начнем с третьей страницы уголовного дела. Протокол осмотра места происшествия 27 февраля 1959 года. Пропустим данные понятых. Составили настоящий протокол обнаружения трупов, обнаруженных на склоне высоты 1079. Далее идет описание прилегающей местности и описание трупов. Далее после описания трупов следует указание дословно. Трупы сфотографированы на месте обнаружения. Два трупа у кедра описаны и засняты. Далее на расстоянии 400 метров обнаружен труп, лежащий животом вверх. Следует описание местности, положения и одежда потерпевшего. Повреждения. На расстоянии 500 метров от этого трупа обнаружен еще один труп женского пола. Также следует описание местности около трупа, описание положения трупа, повреждений, одежды и ключевое дополнение. Труп сфотографирован. О предыдущем трупе забыл указать, считая, что это само собой разумеющееся. Все сделано так, как и должно было быть сделано, по правилам. То есть, Тимпалову остается описать местонахождение палатки и саму палатку, и все то, что находится в палатке. То есть, все обнаруженные вещи. Перейдем к радиограммам. Страница 146. Радиограмма. От 27 февраля. Сразу после спуска произвели откопку, осмотр четверых найденных трупов. Это Дятлов, Золотарев, Кривонищенко, Калмогорова. Составили протоколы. Пострадавшие были выброшены ураганом из палатки. Без валенок. Некоторые без брюк, курток. Направление урагана северо-восточное, восточное. Поэтому все они были на одной линии от обнаруженной палатки. Самые дальние, примерно в двух километрах от палатки ТЧК. В истоках ручья, впадающего Лозьву, развели костер. Есть обгорелые поления, погибшие. Самая ближняя, Калмогорова. 50 метров разбита голова. Завтра обследование продолжим. Сейчас разбиваем лагерь долине Ауспи, чтобы не путать следы аварии. То есть, осмотр палатки был перенесен на 28 февраля. Лист, дело 158. Радиограмма от 28 февраля. Пока никого больше обнаружить не удалось. Раскопали палатку. Разобрали их вещи. В палатке Дятлова сейчас составляют протокол. Трупы вывозим наверх для отправки вертолетом. Лист, дело 160. Радиограмма от 28 февраля. Акселеродом связь установить не удалось. От него, то есть от акселерода, улетал вертолет. Поиски пока ничего не дали. Удалось обнаружить следы 8-9 человек от самой палатки примерно на 1 по склону. Дальше следы теряются. Один человек был в ботинках, остальные в носках и босые. Дальше по склону очень глубокий снег. Прощупывание палатки ничего не дало. Собаки ничего сделать не смогли. Снег глубокий. Подняли на площадку вертолета три трупа. Четвертый будем поднимать завтра. Его лицо совершенно занесло. Поэтому есть еще мнение, что это Дорошенко, а не Золотарев. Они самые крупные парни. Рассмотрели место палатки и составили протокол. Вещи спустили на вертолетную площадку. Их отправим вам. Ну и тому подобное. То есть 28 февраля прокурор Темпалов, руководитель поисков масленников и понятые в течение светового дня обследовали палатку, вещи в палатке, обстановку вокруг палатки, что Темпалов отразил машинально в протоколе описания стоянки туристов, указал повреждения палатки, обязан был их отобразить вот на таком схематичном изображении и однозначно сфотографировал ее на автомате. Это обязательное действие. Давайте найдем в деле оригинал этого протокола. Он должен выглядеть так же, как и первый рукописный на тетрадных листах. Но его в деле нет. Вместо него в дело всунута вот эта копия без подписей из нумерации страницы 2. Описываемые в ней события происходят 28 числа, а на странице 3 происходит описание событий 27 числа. Хорошо, Иванов перепутал страницы. Принято. Ну а где же оригинал протокола, написанного собственноручно Темпаловым у палатки? Он его полдня писал. Вероятно, там была не одна страница, две-три точно. В этом протоколе были указаны найденные следы, которые Темпалов сфотографировал, как он позже укажет в своих показаниях. Внизу от палатки, метрах 50-60 от нее на склоне, я обнаружил 8 пар следов людей, которые тщательно рассмотрел. Но они были деформированы ввиду ветров и колебания температур. Девятого следа мне установить не удалось, и его не было. Следы мною сфотографированы. Что-то мне думается, что это не те следы, которые фотографировал Темпалов в свете вышеизложенного. Следы Темпалов фотографируют, а палатку нет. Странно, фотопалатки были, как профессионал, Темпалов делал все на автомате. Не вот это нечто, а детальное фото с трех ракурсов, возможно, в развернутом виде. На примере того, как следствие поступило с фотоматериалами студентов, можно понять, куда делись материалы следователя Темпалова. Они исчезли в сейфе гражданина Иванова. Факт того, что гражданин Иванов вывел из дела важнейший юридический документ, говорит о его широких полномочиях и принятии вышестоящими органами любой версии несчастного случая. Профессиональный подход Темпалова с его протоколом в это не вписывался. Видимо, там были противоречия с версией следствия. Многие недоумевающие задаются вопросом, зачем нужен был допрос прокурора Темпалова за тем, чтобы убрать его первоначальный вариант протокола и сделать, чтобы он изложил в допросе все как нужно, а не как было. Заявлять о том, что Темпалов был с самого начала в курсе всех событий, слегка наивно и неосмотрительно. Да и вообще заявление о том, что партийные органы сплошь все были замешаны в этой грязной истории. Одной из самых неоспоримых улик в расследовании происшествий, преступлений, зачастую становятся фотографические изображения, подвергнутые экспертному исследованию и приобщаемые следователем либо группой следователей к уголовному делу, как непосредственно имеющие отношение к делу объекты, которые могут косвенно либо напрямую подтверждать показания свидетелей, следственную версию, запечатлевшие момент происшествия преступления, лиц причастных к совершению преступления, свидетелей происшествия преступления, важных событий, предшествовавших происшествию преступления, решение о том, какие фотоматериалы и в каком качестве приобщать к делу, полностью ложится на следователя, ведущего следствия. А также такое решение может принимать суд, если дело доходит до его рассмотрения. Все фото, а с недавних пор и видеоматериалы, как следствию, так и суду, имеют право подавать все участники следствия либо суда. Решение о важности и приобщении поданных материалов также принимает следователь либо суд. Обратимся к итоговому документу в уголовном деле о гибели группы Дятлова, дабы выяснить, какие фотоматериалы были приобщены к делу следствия. Это постановление о прекращении дела, датированное 28 мая 59-го года. Из дневниковых записей, кроков маршрута и проявленных фотопленок туристов усматриваются. Вопрос к следствию. Из какого документа это усматривается? Это усматриваются со слов следователя Иванова. Где кроки? Где фотокопии карт? Оригинала дневниковых записей либо их фотокопии, приобщенные к делу? И следующий ряд документов. Во-первых, в деле должен быть документ, описывающий пленки, их количество, их состояние. Об этом есть видео на канале. Кто не видел, посмотрите. Во-вторых, если следствие посчитало, что пленки погибших группы не являются важными объектами, что, конечно же, недопустимо, но следствие посчитало так, то все равно в деле и его описание должно было быть пронумерованное и указанное в описании дела поручение следователя Иванова, поручение специалисту, привлеченного им для этой задачи, для проявки пленок, в этом документе должно было быть указано, кто, где, когда, сколько пленок проявил, сколько кадров получилось, сколько было отпечатано фото и кому были возвращены негативы, но такого документа в деле нет. Страница 2 Постановление В одном из фотоаппаратов сохранился фотокадр, сделанный последним, на котором изображен момент раскопки снега для установки палатки, учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой 1,25 секунды при диафрагме 5,6 при чувствительности пленки 65 единиц ГОСТ, а также принимая во внимание плотность кадра, можно считать, что к установке палатки туристы приступили около пяти часов вечера 1 февраля 59 года. Аналогичный снимок сделан и другим аппаратом. В одном из фотоаппаратов сохранился фотокадр, сделанный последним. Заметьте, как Лев Иванов выделил сей факт. Сделан кадр последним. Но, как вы видели в видео на канале о фотографиях, ни на одной пленке этот кадр не является последним. Ни один, ни другой. Их на негативах фонда группы Дятлова вообще нет. Вот этими кадрами заканчиваются шесть пленок. Допустим, следователь Лев Иванов отрезал эти кадры от пленок для помещения их в конверт с фотографиями, который приложен к делу. И негативы этих снимков находятся сегодня там. Аналогичный снимок сделан и другим аппаратом. Вопрос к следствию первый. Какими именно аппаратами были сделаны эти снимки? Где номера аппаратов? Вопрос второй. Кому из группы принадлежали эти аппараты? Вопрос третий. Где фототехническая экспертиза фотоматериалов и фотоаппаратов? Подобные вопросы задал бы любой адекватный судья, который, рассмотрев дело, должен был поставить свою резолюцию о фактическом прекращении следствия по данному делу. Предлагаю провести фототехническую экспертизу прямо сейчас и уличить следствие во лжи. Сведем два снимка для сравнения и определения точки съемки. И что мы видим? А видим вы, что снимки были сделаны с одной точки с небольшим временным интервалом, с легким смещением снимающего. Что это значит? Это значит, что снимки были сделаны одним аппаратом на одну пленку и следовали на негативе один за одним. Смешно будет выглядеть утверждение, что снимающие на два аппарата стояли друг за другом, чтобы снять вот эти два кадра. Фототехническая экспертиза непременно отметила бы факт съемки этих снимков одним фотоаппаратом с одной точки, указав на то, что эти снимки имеют один ракурс, короткий временной промежуток и сделаны одним фотоаппаратом. Поэтому не было проведено фототехнической экспертизы. Есть еще одна причина для такого подлога. Отсутствие фотографических изображений группы Дятлова на фоне высот либо их склона, кроме снимков Хуэковы на подходе к ней. Льву Иванову пришлось выкручиваться из этой ситуации путем подтасовок, вывода оригиналов документов из дела, писать откровенную ложь, игнорировать проведение экспертиз и еще много чего. Но об этом дальше. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Еще один факт от следствия, намазанный на постановление. По-другому это назвать нельзя. Учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой 1,25 секунды при диафрагме 5,6, при чувствительности пленки 65 единиц ГОСТ, а также принимая во внимание плотность кадра, можно считать, что к установке палатки туристы приступили около пяти часов вечера 1 февраля 59 года. Вроде все складно с цифрами ГОСТами. Это если не разбираться в изложенном. Согласно государственного стандарта СССР пленка фотографическая черно-белая негативная марки 65 имеет характеристику средней светочувствительности. Предназначена пленка для съемок при средней освещенности, то есть с наступлением сумерек на пленку 65 ГОСТа при любой настройке камеры можно запечатлеть только черный квадрат с какими-нибудь светлыми пятнами. В январе и феврале на Урале после 4 часов дня что-то сфотографировать на такую пленку без дополнительного освещения практически невозможно. По этой причине мы не видим ни одной фотографии группы в лагере в вечернее время. В 16.30 в лесу уже очень темно для съемок на такую пленку. Зерна металлического серебра реагируют на свет экспонируемый на них через линзу объектива. Происходит реакция и получается изображение. Это в двух словах. Если нет достаточного освещения, достаточной яркости объекта, то реакции не происходит. Посмотрим на снимок группы при свете лампы. Читки изображения только под лампочкой. Все, что дальше, темнее и едва различимо. Посмотрим на фото огневого, которое, вероятно, сделано при свете свечи либо керосиновой лампы, либо лампочки, которая находится вдалеке. Не очень четко и не очень светлое фото. Попутно прикончим некоторые мифы о загадочном 34-м кадре. Никакие ракеты, кометы, НЛО на эту пленку снять невозможно. Для нее даже яркости костра не хватит. Расстояние до яркого объекта для его отображения 5, максимум 10 метров. Все, что будет светить отдаленнее, не отобразится на 65-й пленке. Добьем ложь следствия по поводу времени и месте съемки этого фото. 1 февраля 59-го года, воскресенье, восход солнца 826, заход 1702. Вот это показания по координатам именно на перевале Дятлова. Все совпадает. То есть в 5 часов вечера света солнца уже не было совсем. Берем в расчет пасмурную погоду и тот факт, что место палатки находится в тени от высоты 1079. Получается, что в 16 часов на месте палатки сделать подобные снимки уже не получится. Будет слишком темно. Вся ложь следствия с фотоматериалами лежит на поверхности. И назвать это ляпами у меня язык не поворачивается. Давайте называть все своими именами. Это обыкновенная ложь. Думаю, становится понятен масштаб лжи, начавшийся еще в 59 году. Коснемся такого понятия, как следственное действие достоверных сведений, имеющих значение для дела. Допрос является самым распространенным следственным действием. На первый взгляд, непосвященного человека довольно простое действие. Следователь задает хитрые вопросы, допрашиваемые отвечая, но это на первый взгляд. Допросу предшествует немалая подготовительная работа. Самые простые для работников допросы это допросы по поручению и оперативные допросы, опросы на месте происшествия. Допрос в кабинете это более сложная процедура, которой ответственный следователь тщательно готовится, изучая материалы дела, имеющиеся на момент осуществления допроса, изучая личность допрашиваемого, готовятся вопросы, интересующие следователя и так далее. Сам допрос должен иметь форму свободного рассказа допрашиваемого о событиях и ответы на вопросы следователя. Но это теория. На практике бывает все не так положено. Полнота и качество допроса зависит от множества факторов, в первую очередь от образованности и готовности следователя к данному следственному действию, а также готовности самому допрашиваемого дать показания. Не менее важная часть последующий анализ данных, полученных в ходе допроса либо допросов на предмет расхождения показаний ранее допрошенных лиц. В случае обнаружения расхождений в показаниях, важность которых определяет опять же следователь, следователь может принять решение о проведении между лицами дающими разные показания об одном событии таких следственных действий, как повторный допрос и очная ставка. Опираясь на дневниковые записи и фотопленки туристов, предлагаю выяснить, есть ли факты разночтения в допросах и материалах дела, которые должны были побудить следователя провести такое следственное действие, как повторный допрос и очная ставка. Из дневниковых машинописных записей, находящихся в деле, 27 января 59-го года, погода была хорошая, ветер должен был дуть в спину по пути, ребята договорились, что до 2-го северного довезет Рюки лошадь, от 41-го до него 24 километра. Мы помогли дедушке Славе разгрузить воз сено и стали ждать лошадь, она ушла за хеном дровами, ждали до 4-х часов. Ребята занялись переписью песен, один парень прекрасно пел, услышали ряд песен запрещенных тюремных, 58-я статья. Огнев сказал Игорю, как найти избу, в которой можно заночевать. В 4 часа тронулись, предварительно купили 4 булки хлеба, мягкий тёплый хлеб, две штуки, съели. Лошадь идёт медленно, как приятно идти без рюкзаков. Прошли за 2 часа 8 километров. Речка Ушма уже начало темнеть. Вся задержка из-за лошади. С нами едет Юра Юдин. Он неожиданно заболел и идти в поход не может. Там он решил для института набрать камней. 2-й северный это заброшенный геологический посёлок 20-25 домов. Один лишь пригоден для жилья. Поздно ночью в сплошной темноте нашли посёлок. И только по проруби догадались где изба. Загорел костёр из досок. Задымила печь. Несколько человек проткнули гвоздями руки. Всё благополучно. Вот и подошла лошадь. А после ужина в горячо натопленной избе на кроватях бросались шутками до 3-х часов ночи. Дорошенко. То есть лошадь пришла в 4-е, пока загрузили рюкзаки на сани 16-10, спустились на лозьву и пошли по реке 16-30. Вот на этих фото ещё светло. Видно, что день. Нет и намёка на сумерки, которые уже должны были бы наступать. Насколько мы знаем из прошлого видео, 1-го января полный заход солнца наступал в 17-00. Эти фото сделаны за неделю до 1-го января, то есть заход солнца наступал ещё раньше, но по машинописному тексту темнеть начало в 18-00, вышли из 41-го в 16-00, прошли за 2-го часа 8-м километров, начало темнеть 16-00 плюс 2-часа получается 18-00. Более часа после полного захода солнца начало темнеть. Темнеть в 18-00 начало в конце марта начале апреля за окнами Свердловской прокуратуры, потому и в дневнике группы Дятлова 27-го января начало темнеть в 18-00. по всей видимости тот, кто составлял этот текст, не очень задумывался о факте захода солнца в определенное движением планет время. Это движение подогнать под свои нужды никак не получается. Факт лжи в данном документе налицо, и этот факт доказывают снимки группы Дятлова. Следующий факт разночтения находится в дневниковых записях участницы похода группы Дятлова Зинаиды Калмогоровой. Сегодня согласились наши рюкзаки отвезти на лошадях, и мы ждем, когда они будут готовы. А сами пойдем на лыжах. Целый день шли спереди лошади, сзади лошади по реке Лозере. Часто влетали в наледь, чистили лыжи, пришли уже в темноте, долго искали избу с окнами и дверьми. То есть весь день шли то перед лошадью, то за лошадью. Не вечер, после четырех зимой на озере уже вечер, а весь день шли. Вероятно, двадцатилетняя девушка спортсменка не страдала кретинизмом, могла отличить день от вечера, и обратим внимание на слова Зинаиды о лошадях, не о лошади с дядей Славой, а о лошадях. Ближай, 26 января. Утром Сашка вскочил от холода и сказал, что у него уже была холодная ночевка. Мы с Зиной спали прекрасно, сходили в столовую, стали затем собираться, едем на машине, пытались петь, рассуждали на абстрактные темы, а вообще было всем не жарко. Места были сначала неинтересные, горелый лес, в общем, нам надо было на северный второй, но дело шло к вечеру, и мы решили остановиться на 41-м, в 4.30. Встретили очень гостеприимно, ну понятно, менее чем через полчаса наступит тьма, а идти по неизвестной местности в темноте как-то не очень, 4.30 Людмила называет вечером, вот эти снимки сделаны визжая, вероятно в промежутке 13-14-00, потому как на машине путь от визжая до 41-го занимал 2-2,5 часа, сравним освещенность снимков движения за лошадью по лозе со снимками отправления ребят из визжая фото с лошадью слегка темнее, но обратим внимание на небо в этих снимках, оно заметно пасмурнее, чем визжает, а вот эти снимки сделаны в районе 16-16-30, обратим внимание на лица, их практически не видно, обратите внимание на береговой лес, слившийся в одну черную полосу. Посмотрим примерную фотохронограммическую картину дня на 41-м квартале с выходом группы на реку Гозер. фотохронограмм на 1-м фотохронограмм Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Что же это за клочки бумаги? Разве могут быть прилужены какие-то клочья в уголовном деле? Этой бумагой были обернуты негативы. Вот таким образом остались и характерные изгибы, тщательно кем-то разглаженные. Негативы находились вот в этом конверте. Согласно очередности снимков при фотокопировании, кадры следуют под номерами. Номер 17, конверт. 17А, 17Б, 17В, вложение в конверт. О чем это говорит? О том, что эти обертки вынули из конверта. Предполагаю, что из конверта вынули не только негативы, хранившиеся в нем, судя по этому вандальному разрыву. В заверительной надписи перепутана нумерация хранящихся в конверте фотографий. Отсутствуют 10 номеров. Вероятно, хранитель фондов не обнаружил фотографий и не стал брать на себя ответственность, указав только те снимки, которые были в конверте. На 6 февраля 1996 года негативы, вероятно, ушли в том же направлении, что и снимки. Почему так? Потому что пленкой можно было торговать отдельно от дела. Но это, конечно же, только лишь предположение по поводу торговли. Вот от остальных фактов отмахнуться не получится. Пора уже перестать верить в сказки о находках в чуланах, чьих-то архивах с записками и негативами. Вот надписи на русском. 17А. Фотопленка из аппарата Зоркий. Номер 486-963. 17Б. Зоркий. Пленка номер 1. Штатив прикручен. Не учет 3 кадра. Номер 488-797. 17В. Из фотоаппарата 5-514-923-9. Не бумажки эти хранились в конверте, а пленки. Кстати, ни одной фотографии из 34 находившихся в конверте на момент съемки данных копий тома номер 2 к сканам этого тома не приложено. Вероятно, тоже отдельным лотом ушли. После редактирования всех фотоматериалов в 1959 году и печати фотоснимков, розданных позднее всем, кому не попадя, в конверт надзорного дела были помещены 4 десятка снимков и 88 кадров негативов, разделенных на 3 части и, соответственно, нарезанных по 5-6 кадров для удобного хранения в конверте. Тот, кто вынимал негативы из конверта, вынул только негативы, оставив описание. То описание, из какого аппарата данная серия негативов. Сложив 3 серии негативов в одну стопку, на выходе этот человек получил 88 кадров группы Дятлова из похода и неизвестно к какому фотоаппарату принадлежащим. Вероятно, даже вернувшись в архив и взяв дело для уточнения, этот человек не смог выяснить ничего по причине отсутствия указания количества кадров, ни одной из пленок на этих клочках. По итогу и получился винегрет из снимков, непонятно к какому фотоаппарату принадлежащих. Помимо фотоаппарата, попавшего на снимок в мае, находившегося на трупе Золотарева, который не был описан темпаловым, в начале марта в деле промелькнул еще один фотоаппарат за номером X Протокол осмотра вещей, обнаруженных на месте происшествия, в город Ивдель, 5-6-7 марта 1959 года. Есть в этом протоколе факт, подтверждающий сокрытие следствия фотоматериалов. Прочтем пункт 5. Предположительно Слободину принадлежит рюкзак новый, защитного цвета, к нему привязана игрушка резиновая, медвежонок, полотенце, бинокль, одеяло красное, штормовка светлая, штормовые брюки, тевогрейка черная, прожженная, подшлемник, один валенок, часть тремнобора, две отвертки, шило, плоскогубцы и проволока, игрушка, ежик коричневый, коробка с шурупами, две катушки ниток, леска, записная книжка-блокнот, фотоаппарат Зоркий, номер неизвестен, ботинки лыжные, маска, просто великолепно. Фотоаппарат Зоркий не мог не иметь номера. Номера на разных моделях данного аппарата переносились в другие места на корпусах, но они присутствовали всегда. Даже если предположить, что аппарат был отдан в ремонт, и часть, на которой находился заводской номер, заменили на часть от другой модели, на которой номера не было, допустим, но вопрос описания данного аппарата встает ребром. В каком месте и где он был обнаружен? Каково визуальное состояние аппарата? В футляре или нет? Сколько кадров отснято или без пленки? Если с пленкой, то где негативы? Кому отдан данный аппарат без номера? И где расписка о том, что он отдан? Это единственное упоминание данного аппарата в деле. Как и 10 пленок из баночки, как и рулона 35-мм кинопленки. В этом документе описан резиновый мишка, ежик, валенок. А вот до описания важнейшего объекта, имеющего отношение к делу, нет. Может показаться, что это произошло не системно. Обычный человеческий фактор, усталость и тому подобное. Скажем так, вынуть негативы из конверта, смешав их, вот человеческий фактор. Хочется верить в то, что после снятия копий, с копией негативов, сделанных в 59-м году, их вернули в конверт. Фотоснимков более чем мы видим нет. Именно относящихся к походу группы в 59-м году. Вероятно, кто-то еще верит в то, что семь прокуроров, наблюдавших за этой эпопеей, могли пропустить что-то, уличающее тех, кого покрывали на снимках. Снимки, которые были розданы десяткам человек в этом же году. И посмотрели эти снимки, вероятно, сотни человек в том же УПИ. Особенно забавно выглядит надпись на обложке наблюдательного производства. Секретно два подчеркивания и ни одного штампа о секретности. Эта надпись была нанесена, вероятно, человеком, в прямом смысле оставившим свой след в материалах уголовного дела группы Дятлова, который изучал страницу 80 в далеком феврале 2010 года в 7 часов утра при помощи фотоаппарата Panasonic DMCL-Z5 на стуле в своей квартире. А вот на полу под стулом лежит первый том такого драгоценного ныне засекреченного дела гибели группы Дятлова. Скажу тем, кто не знает, под гриф недоступности дела группы Дятлова попало ныне не из-за своего секретного содержимого, а из-за статьи закона, увеличившего срок общественной недоступности всех дел с 50 лет до 75. И теперь дело будет открыто, если не изменятся законы, когда наступит срок его хранения 75 лет. Но нам повезло. В 2010 году человек в сланцах успел оставить свой след в этой эпопее, за что огромная ему благодарность и большое человеческое спасибо. Вот если бы еще негативы не перемешал, вообще цены бы ему не было. Пришла пора избавиться от еще одного заблуждения, вброшенного кем-то. Заблуждение о том, что Василий Иванович Темпавов, прокурор города Ивгель, не мог вести следствие, потому что он был допрошен в качестве свидетеля. Посмотрим. У нас уголовное дело открывается 26 февраля. Или сейчас, подождите. Да, 26 февраля открывается уголовное дело. И открывается оно прокурором города Ивгеля Василием Темпаловым. И по ходу это... То есть, по идее, раз он открыл это дело, значит, он его должен расследовать. Но спустя несколько документов мы пролистываем, и вдруг мы видим подпись прокурора-криминалиста Льва Иванова. И в документе нет... Что передано дело другому человеку. Да, вот этого акта о передаче этого расследования другому человеку. То есть, это первое. Потом этот Иванов 17 апреля вдруг допрашивает прокурора Темпалова как свидетеля. Изначально тот человек, который занимался этим делом, оказался в качестве... Да, это предусмотрено законом, уголовным кодексом. Это нормально. Но это уже значит... Это значит совершенно однозначно. Это говорит о том, что дальше Темпалов уже не имеет права заниматься расследованием. А 4 мая, когда у нас происходит выемка последних четверых трупов из-за врага, протокол выемки этих трупов подписывает снова Темпалов. Понимаете? То есть, вот это очень яркое такое процессуальное нарушение. Потом у нас есть... По версии Натальи Варсеговой и многих других исследователей, прокурор Темпалов был допрошен. Прокурором-криминалистом Ивановым. И еще одно заблуждение о том, что прокурорами Ивановым и Темпаловым не был составлен какой-то акт приема-передачи дела от Темпалова к Ивановым. Разберемся по порядку. Начнем с допроса прокурора города Ивделя Василия Ивановича Темпалова. 18 апреля 1959 года прокурор следственного отдела областной прокуратуры, младший советник юстиции Романов в помещении областной прокуратуры допросил прокурора города Ивделяя Темпалова Василия Ивановича. То есть не прокурор Иванов допрашивал прокурора Темпалова, а прокурор областной прокуратуры Романов допрашивался Темпалова Согласно статье 162 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, из которой усматриваются следующие. Свидетели и эксперты допрашиваются на месте производства следствия, для чего вызываются к следователю. То есть на 18 апреля местом производства следствия по гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова была прокуратура Свердловской области. Темпалов являлся на момент допроса сотрудником этой же прокуратуры и допрашивался как эксперт прокуратуры, составлявший первым описание места происшествия. На шести листах показаний Василий Иванович полностью описал начало и ход своей работы, выдвинул свою версию событий, которая в конце предварительного расследования в подкорректированном прокурором Ивановом виде легла в постановление о прекращении предварительного расследования. В обязанность Василия Темпалова, как участкового прокурора, входили следующие действия. Возбуждение производства предварительного следствия по выявлению причин смерти, что он делает 26 февраля. Прибыть на место происшествия в течение 24 часов. Совершить все неотложные действия, такие как описание места происшествия, описание обнаруженных трупов, судебная фотография, трассология и так далее, о чем говорят статьи из постановления. Статья 96. При наличии поводов, указанных в статье 91 сообщения о преступлении Уголовно-процессуального кодекса и при наличии заявлений, указаний на состав преступления, следователь приступает к производству предварительного следствия, о чем в течение суток сообщает прокурор. Статья 110 этого же постановления. Следователь, получив сведения или материалы о свершившемся в его участке преступлении, требующем предварительного следствия, обязан немедленно приступить к производству следствия, составив о том постановление, копия которого немедленно направляется к прокурору. С момента начатия предварительного следствия органы дознания вправе действовать по данному делу не иначе, как по поручению следователя. Органами дознания в определениях являются органы управления Министерством внутренних дел. Прокурор Темпалов до 7 апреля проводил активную следственную работу. На его счету 20 протоколов допросов, осмотр места происшествия по первой пятерке, возбуждение предварительного следствия, выезд на место обнаружения четверки участников группы 6 мая с выполнением обязанностей участкового прокурора. Более в этом деле от прокурора Темпалова ничего не требовалось. Касаемо появления прокурора Иванова в деле и какого-то акта приемопередачи дела. Статья 123. Следователь проводит предварительное следствие по преступлениям, совершенным в границах его участка. Если место совершения преступления неизвестно, то предварительное следствие проводится тем следователем, в участке которого обнаружено преступление или где проживает виновный. В этом случае следователь проводит начатое им следствие до его окончания или же до приведения в известность, где преступление совершилось, после чего передает дело подлежащему следователю. То есть передает дело подлежащему следователю. Без каких-либо актов приемопередачи передается дело. Это предусмотрено статьями Уголовно-процессуального кодекса. Статья 124. Производство следствия может быть по постановлению прокуратуры передано из одного следственного участка в другой при наличии поводов, указанных в статье 43. Посмотрим на статью 43, которая и навела горе расследователей на мысли о том, что прокурор Тимпалов не имел права заниматься расследованием и вообще ничем. Судья не может участвовать при рассмотрении дела как в распорядительном, так и в судебном заседании. Пункт 1. Если он является стороной или родственником какой-либо из сторон. Пункт 2. Если он или его родственник заинтересованы в исходе дела. Пункт 3. Если он участвовал в деле в качестве свидетеля, эксперта, лица производившего, дознания, следователя, обвинителя, защитника или представителя интересов потерпевшего или гражданского истца по этому делу. Так прокурор Тимпалов и не участвовал ни в каком суде. Предварительное расследование было прекращено по статье 4. Пункт 5. УПК РСФСР за отсутствие состава преступления. И это дело не дошло ни до какого суда. Ни до распорядительного, ни до обычного суда. Оно так и осталось лежать в архиве Свердловской прокуратуры. И также в тех случаях, когда такой передачей может быть достигнуто более скорое и при том более полное расследование дела. Прокурор Тимпалов никоим образом не мог покинуть дело по причине нахождения места происшествия на подконтрольном ему участке, на котором на момент его допроса находились необнаруженными еще четверо участников группы Дятлова, при обнаружении которых он, как ответственный за этот участок прокурор, должен был произвести заново неотложные следственные действия, которые он и провел 6 мая 1959 года. Никаких процессуальных нарушений здесь нет. Из материалов дела усматривается, что основную оперативную работу в Ивдельском районе на протяжении всего следствия осуществляли прокурор города Ивдель Темпалов и следователь прокуратуры Ивдельского района Кузьминых. Участвовали в оперативной работе органы дознания Ивдельский городской отдел милиции управления внутренних дел. Вошедший в дело прокурор-криминалист Иванов также прибывает на место происшествия, где проводит осмотр и описание лабаза, проводит осмотр вещей, обнаруженных на месте происшествия, опознания вещей, занимается направлением вещей, тел погибших, на экспертизы, направляет запросы, исследует документы, занимается, как мы уже знаем, фотоматериалами, проводит все действия, обязательные для прокурора-криминалиста. За весь период следствия прокурор Иванов провел 8 допросов. Налицо разделение обязанностей по проведению оперативно-следственной работы. Прокурор Темпалов ведет оперативную работу. Прокурор Иванов ведет криминалистическую работу, собирая материалы дела воедино. В общем, каждый выполнял в рамках предварительного расследования свои должностные обязанности, согласно статей Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Ну и, вероятно, еще кое-какие обязанности. Думаю, время нелепых загадок и тайн прошло. В томе номер 2 есть один очень интересный документ от 13 марта 1959 года, адресованный начальнику Ивдельского городского отдела милиции майору Безяеву от заместителя прокурора Свердловской области по спецделам старшего советника юстиции Ахмина, который дает Безяеву поручение органу дознания, коим вследствие по делу о гибели группы Дятлова является Ивдельский городской отдел милиции, в дополнение к имеющимся заданиям по делу о гибели туристов группы Дятлова прошу произвести следующее. Первое. Председатель Бурмантовского поселкового совета Макрушин распространяет слух о том, что якобы Манси Бактияров Павел Григорьевич видел, как туристы падали с горы и рассказывал об этом другим Манси еще 17 февраля 1959 года. В этой связи необходимо А. Проверить правильность сообщаемых сведений Б. Установить, где проживает в настоящее время гражданин Бактияров ПГ П. Проверить, где находился Бактияров в период гибели туристов Второе. В целях проверки версии о нападении на туристов Манси из религиозных побуждений необходимо А. Установить, чье стойбище посетили туристы и известно ли об этом посещении Манси Б. Известно ли было Манси о том, что группа туристов двигается к горе Атартен В. Является ли гора Атартен и ближайшая к ней местность, заповедная для Манси, так называемое священное место Г. Установить, кто из мужчин Манси находился в долине реки Ауспия и в районе четвертого притока реки Лозьвы в период гибели туристов Д. Установить, по лыжне какого охотника шли туристы Есть предположение, что это Анямов О результатах оперативной работы прошу ставить в известность прокурора товарища Темпалова, который ведет следствие по данному делу зампрокурора области по спецделам старший советник юстиции Ахмин Исполнено два экземпляра, один в адрес, два в дело Исполнил Иванов рукописно 12 марта 59 года Но рукописи этого поручения в деле нет Но как Ахмин может давать какие-то поручения по делу, в котором по логике Натальи Варсеговой может быть только один следователь либо Иванов, либо Темпалов А тут вот Ахмин дает задание Да еще в дополнение к имеющимся которые, вероятно, были даны им же до 13 марта Две недели, как заведено уголовное дело А Ахмин раздает поручения по этому делу И акт приема передачи с Ахминым в деле отсутствует Такие поручения по Уголовно-процессуальному кодексу имеет право давать только следователь, ведущий дело Правильно, Ахмин тоже вел это дело Его вела так называемая следственно-оперативная группа Свердловской областной прокуратуры Ни Темпалов и даже Ни Иванов Иванов отвечал за материалы дела Данный документ подтверждает сей факт полностью Состав оперативно-следственной группы Прокурор Свердловской области Государственный советник юстиции третьего класса Н. Клинов Начальник следственного отдела Советник юстиции Лукин Заместитель прокурора Свердловской области по спецделам Старший советник юстиции Ахмин Прокурор криминалист Свердловской областной прокуратуры Младший советник юстиции Иванов Прокурор города Ивдель Младший советник юстиции Темпалов Прокурор следственного отдела прокуратуры Свердловской области Младший советник юстиции Романов Следователь прокуратуры Ивдельского района Свердловской области Юрист первого класса Кузьминых Орган дознания Ивдельский городской отдел милиции управления внутренних дел, руководитель начальник ГОМ УВД Безяев, начальник поселкового отделения милиции ГОМ УВД капитан Чудинов. Вспоминаем, что сказано в статье 124 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Производство следствия может быть по постановлению прокуратуры передано из одного следственного участка в другой при наличии поводов, указанных в статье 43 Уголовно-процессуального кодекса и также в тех случаях, когда такой передачей может быть достигнуто более скорое и при том более полное расследование дела. Вот именно для более полного и скорого расследования дела была и создана следственная оперативная группа, которую также иногда называли следственной бригадой, «Были в деле и другие прокуроры, от позланий которых товарищ Клинов, вероятно, имел бледный вид. Шлите информацию в принятом решении делу гибели студентов-лыжников, помощник генерального прокурора Советского Союза Теребилов. Верхняя резолюция как-то удручающе грустна. Товарищу Иванову надо высылать делу. Телеграмма датирована 10 июня. Перед помощником генпрокурора о результатах следствия 11 мая требовал доложить замначальника следственного управления товарищ Камочкин и снова нервная резолюция для Иванова дать ответ. 15 мая замначальника следственного отдела Семенов задает вообще странный вопрос. Прошу сообщить о результатах розыска остальной группы туристов, пропавших без вести. 9 мая их уже вскрывали. Странная неосведомленность и снова нервная резолюция товарищу Иванову. Первоначальная надпись «Подготовьте» нервно исправлено на приказное «Подготовить ответ» дата 20 мая. То есть даже уже при прекращенном деле прокурор Иванов не горел желанием демонстрировать данного процессуального Франкенштейна. Думаю, у всей оперативно-следственной бригады была надежда на решение всех вопросов внутри Свердловской области. Отнюдь дело затребовали для ознакомления наверх. Но наверху, видимо, всех все устроило. Устроило то, как управились подчиненные, не допустили никаких волнений, сделали информационно доступными некоторые материалы, отработали в максимально короткие сроки, установили косвенно виновных лиц и непосредственно виновного Игоря Дятлова, совершившего ряд ошибок, приведших к гибели группы, руководимой им. Вывели народность мансий из подозрения и возможной межнациональной вражды на почве данного происшествия за недостатки работы были наказаны солидные люди. Родственники погибших возмущались. Но это всегда так. Горе затмевает разум. Повозмущаются и перестанут. Вероятно, так и подумали наверху. Народ не возмущается. Все спокойно. Так и решили оставить. Видели ли там недочеты? Конечно, видели. Ну а зачем дразнить народ? Вызывать недоверие к органам? Любой пересмотр, отвод, доследование и тому подобное. Это показатель некомпетентности и неэффективности органов. Зачем это демонстрировать в таком резонансном деле? В городе и области тихо? Тихо. Возмущение только среди родных и знакомых. А кого когда интересовали возмущенные родственники? В общем, группе следователей удалось оставить дело в рамках предварительного расследования и не выпустить его из стен прокуратуры. А вот сам процесс того, как были обойдены все тонкости, я уже начал рассказывать. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления и помогать моему каналу развиваться. Ракорд. С французского «Скрепление-прикрепление» не рабочий или служащий для защиты и зарядки фотопленки отрезок пленки. На схематичном рисунке отображены типы ракорда, которые используются для закрепления фотопленки на приемной катушки фотоаппарата. На катушке имеется паз, в который вводится фотопленка и загибается вот в этом месте для предотвращения срыва пленки с катушки во время взвода затвора. Варианты ракорда бывают разные, как и катушки, так и кассеты. Нас интересует вариант, относящийся непосредственно к фотоаппаратам Зорки. Давайте посмотрим, как делают установку пленки в фотоаппарат Зорки Руслан Селимов, начинающий блогер. Ссылка на его канал находится в описании данного видео. Вот таким образом заправляется ракорд в приемную катушку. Далее устанавливается все в фотоаппарат. Производится натяжение заправленной пленки. Возведение затвора делается один либо несколько снимков для уверенности в надежности правильной установки фотопленки. Только после выполнения этих действий можно начинать съемку. Что же можно понять, определить при наличии ракордов? Определить можно начало пленки, первые кадры пленки. Негативы, находящиеся в сейфе фонда, не имеют ни единого ракорда. Они обрезаны. Для чего нужно было подобное обрезание? Думаю, понятно. Для того, чтобы невозможно было определить, сколько было пленок. И какая пленка с какого кадра начиналась. На ракорде зачастую писалась информация о пленке. В нашем случае могла быть написана фамилия владельца пленки. То есть участника группы Дятлова. Все отснятые пленки могли быть уложены в одну герметичную емкость. В герметичную баночку, например, вместе с 700 рублями. Не отснятые пленки также помещены в эту же баночку. Их сложили, не боясь перепутать, потому что на ракордах были написаны фамилии, где чья пленка. Думаю, многие из вас поняли, к чему я клоню. Да, 34-й кадр не последний кадр, а первый. Кто-то там где-то там говорил об этом. Но я в своей манере постараюсь привести некоторые аргументы и оформить все визуально. Согласно инструкции и на практике, фотоаппарат Зорки после съемки разряжался путем обратной перемотки пленки в кассету. То есть, последняя часть пленки никоим образом не могла иметь засвеченные кадры, потому как не покидала закрытого фотоаппарата и сматывалась обратно в кассету. Засвет получал только ракорт и несколько кадров при установке кассеты в фотоаппарат. Если производить зарядку в темноте, то и эти кадры можно было сберечь. Теперь наглядно берем отрезок негатива из фонда с загадочным 34-м кадром. Прикладываем к нему обрезанный ракорт. Примеряем всю конструкцию к фотоаппарату. Приставляем кассету и приемную катушку. На выходе получаем засвеченный при установке пленки в аппарат отрезок пленки. После взведения затвора без настроек выдержки и диафрагмы был сделан пробный снимок для уверенности правильной установки пленки и работы механизмов фотоаппарата. В общем, теми, кто составлял негативы, была допущена грубейшая ошибка. Точнее несколько. Первая – разместить засвеченный обрезанный ракорт чьей-то неизвестной пленки в конец так называемой пленки номер два. Вторая – показать это всем. Далее уже идут отчетливые два снимка идущей группы, не похожей на группу Дятлова, людей в несоответствующей одежде, с несоответствующим ростом, непохожими фигурами. Многих терзало смутное сомнение, что это не группа Дятлова. Теперь это сомнение нашло свое подтверждение. Это не группа Дятлова. Теперь становится видна вся бредовость тезисов, сфотографированных группой огненных шаров в небе, ракет, ракетниц, НЛО и прочей ерунды. Эти два снимка больше подходят к делу как имиджевые для размещения их на обложках книг, преодолевающие в Пургу склон туристы, героическое и привлекательное изображение, используемое и по сей день всеми, кто освещает тему. Кто-то скажет, что это целостные негативы, как их можно было изготовить. Способов изготовления негативов по сей день существует немало. К примеру, кинокопировальные машины, переносящие кинофильмы с цифрового формата на 35 мм пленку. Более доступный вариант, работающий по сей день, Polaroid ProPolet 8000, переносит цифровое изображение на пленку. В любом крупном полиграфическом предприятии найдется такая машина. Сегодня в сети висит объявление с расценками на подобную работу. Не дешево, конечно, но это смотря для каких целей изготавливать подобные дубль негативы и какое их количество стоит иметь желание, цель, деньги или хорошие связи. Слышал предположение о том, что вот этот отрезок отрезан как-то не так и вообще не от этой пленки. По поводу пленки я уже сказал, скажу и на сей счет, дабы не зародилась новая загадка или заблуждение. При помощи пальцев и бесплатной программы я свел эти три куска пленки. Вот что у меня получилось. Как видим, все срезы совпадают. Уголки кадров тоже совпадают. Это одна дубль негативная пленка. Вопрос в другом. Будь это оригинальная пленка, кто бы стал ее подобным образом вандально кромсать, срезая углы таких ценных кадров? Конечно, никто. 31, 32, 33, 34 кадры были цельной пленкой, пока кому-то на обложку книги не понадобился имиджевый снимок восходящих туристов. Или не на обложку, а в фильм. Вот его и отрезали. Для копирования либо сканирования. Где оригиналы, спросите вы? Я об этом уже говорил. Оригиналы находятся у человека в сланцах. Одной загадкой стало меньше в этом деле. Грустно? Грустно. Но все когда-то выясняется и заканчивается. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые разгадки. Благодарю за внимание, друзья. Поделись в деле, согласно вот этим клочкам оберточной бумаги, с прописанными на них номерами обнаруженных фотоаппаратов. Что же это за клочки бумаги? Разве могут быть прилужены какие-то клочья в уголовном деле? Этой бумагой были обернуты негативы. Вот таким образом остались и характерные изгибы, тщательно кем-то разглаженные. Негативы находились вот в этом конверте. Согласно очередности снимков при фотокопировании, кадры следуют под номерами. Номер 17. Конверт. 17А. 17Б. 17В. Вложение в конверт. О чем это говорит? О том, что эти обертки вынули из конверта. Предполагаю, что из конверта вынули не только негативы, хранившиеся в нем, судя по этому вандальному разрыву. В заверительной надписи перепутана нумерация хранящихся в конверте фотографий. Отсутствуют десять номеров. Вероятно, хранитель фондов не обнаружил фотографий и не стал брать на себя ответственность, указав только те снимки, которые были в конверте на 6 февраля 1996 года. Негативы, вероятно, ушли в том же направлении, что и снимки. Почему так? Потому что пленкой можно было торговать отдельно от дела. Но это, конечно же, только лишь предположение по поводу торговли. Вот от остальных фактов отмахнуться не получится. Пора уже перестать верить в сказки о находках в чуланах, чьих-то архивах с записками и негативами. Вот надписи на русском 17А, фотопленка из аппарата Зоркий, номер 486-963. 17Б Зоркий, пленка номер 1, штатив прикручен, не учет 3 кадра, номер 488-797. 17В из фотоаппарата 5-514-923-9. Не бумажки эти хранились в конверте, а пленки. Кстати, ни одной фотографии из 34 находившихся в конверте на момент съемки данных копий тома номер 2 к сканам этого тома не приложено. Вероятно, тоже отдельным лотом ушли. После редактирования всех фотоматериалов в 1959 году и печати фотоснимков, розданных позднее всем, кому не попадя, в конверт надзорного дела были помещены 4 десятка снимков и 88 кадров негативов, разделенных на три части и, соответственно, нарезанных по 5-6 кадров для удобного хранения в конверте. Тот, кто вынимал негативы из конверта, вынул только негативы, оставив описание. То описание, из какого аппарата данная серия негативов. Сложив три серии негативов в одну стопку, на выходе этот человек получил 88 кадров группы Дятлова из похода и неизвестно к какому фотоаппарату принадлежащих. Вероятно, даже вернувшись в архив и взяв дело для уточнения, этот человек не смог выяснить ничего по причине отсутствия указания количества кадров ни одной из пленок на этих клочках. По итогу и получился винегрет из снимков, непонятно к какому фотоаппарату принадлежащих. Очень занимательное повествование было размещено на сайте Тайна Ли. Некто под ником Коськин Алексей дает пояснение появлению пленок группы Дятлова в фонде памяти данной группы. Со слов многих знатоков, Коськин Алексей имеет очень тесные отношения с фондом. Пост датирован 12 февраля 2013 года. Ссылка на оригинал будет в описании данного видео. Начнем анализировать. Коськин Алексей. Пока пишу сумбурно. Черновик. По мере обрастания оформлю все. В 1990 году С. Богомолов нашел следователя Иванова. И Иванов написал письмо, где выслал фотографии спас работ. До 2009 года были известны фотографии с похода порядка 20 из поисковых работ. Количество уточню. Пленки переданы в 2009 году. Тогда же были отсканированы. Какие пленки не уточняются. Доброго времени всем. Хочу немного уточнить. Все фотопленки из архива Иванова находятся у Кунцевича Юрия Константиновича. Он их с удовольствием показывает всем желающим. На руки пленки никому не выдаются. Так что по поводу пленок задавайте, пожалуйста, ему вопросы. Еще хочу сообщить об одном грустном нюансе. В процессе сканирования эти пленки, к глубокому сожалению, были разрезаны на отдельные куски по несколько кадров. Точно не помню, то ли по 6, то ли по 8 штук на куске. Сделано это было потому, что целиком пленки не влезали в то оборудование для сканирования, которое было в распоряжении человека, который сканировал пленки. Складное начало, но не для меня и моих зрителей. Не так давно, несколько видео назад, мы выяснили, на каком оборудовании оцифровывались пленки группы Дятлова. Это фотолабораторный комплекс Норицу Куки QSS 29. Некоторые технические особенности сканера комплекса это заменяемый, принимающий пленку элемент. На каждый размер пленки свой элемент. Пример приводится на крупноформатной 200 пленку. Любую пленку сканер принимает в ее стандартной длине с такой же скоростью, как мы видим это на видео. Комплекс принимает в элемент пленку, оценивает количество кадров и далее из элемента начинает подачу пленки для сканирования и оцифровывания. Можно, конечно, и по 6 кадров нарезать, если нечем заняться. В фотолабораторный комплекс стоимостью 20 тысяч долларов, со слов Ника Алексей Коськин, не влезла 35-мм пленка, имевшая 36 кадров. Технически не влезть ненарезанная пленка в приемную кассету лабораторного комплекса никак не могла. Кассета рассчитана на прием 2-метровой 35-мм пленки. Только после приема пленки, которая наматывается внутри элемента на такую же катушку, как в фотоаппарате, подсчета длины и передачи информации программе начинается процесс сканирования. И вот каким-то злобным сканировщиком пленка была изрезана по 6-8 кусков. Странное совпадение. При укладке пленок в конверт уголовного дела Иванов тоже должен был порезать негативы по 6 кадров для удобного хранения. Что он и сделал, обернув их в куски фотобумаги с уточнением, какая пленка из какого аппарата. Читаем далее. К сожалению, я узнал об этом поздно, когда все было уже сделано. Сканировавший пронумеровал отдельные куски, но, конечно, это не вернуло им целость. Я пытался перед публикацией сканов анализировать, сравнивать и совмещать срезы, которые, конечно, имеют оригинальные особенности, на основании своих выводов и нумерации на пленках и выстроил их в порядок на Яндексе. Но мог ошибиться где-то, конечно. И еще, когда я просматривал эти пленки в Кунцевича перед их публикацией, оригинала одной из пленок я вообще не нашел. То есть сканы были и пленка явно была, но где она сейчас, мне неизвестно. Как вариант, это результат показа пленок всем желающим. Впрочем, может быть, оригинал уже нашелся, не знаю. В общем, еще раз повторюсь, все вопросы по поводу оригиналов пленок задавайте, пожалуйста, Юрию Константиновичу. Контакты его, думаю, все знают. Ну и пояснение сайта. Кроме дятловских пленок были переданы и другие, как декларировалось, с дел Иванова за 59-й год в количестве две пленки плюс кусочек три кадра. Третий пленок. Сканы, сделанные из пленок, частично выложены в интернет во второй половине мая 2011 года Коськиным Алексеем. Тогда же он отмечает, что отсутствует одна пленка с похода. Пленки частично сканировались в ТИФ в ноябре 2010 года. С пленками были четыре записки следователя Иванова. На 1 января 2011 года было шесть походных пленок. Две пленки из морга, восемь с поисков, шесть с похода. Есть обрезки нескольких пленок. Человек, который сканировал и резал, сохранил. Интересно, злобный сканировщик, распоровший всю пленку, зачем-то сохранил обрезки. Пленки, имеющие отношение к дятловской теме, сканировались с 18 февраля по 11 апреля, крайние даты 2009 года. Последовательность кадров на пленках, пусть и разрезанных, определяется легко почти на всех пленках по дате изменения файлов. Соответственно, последовательность сканирования определяется. Ну что можно сказать на си счет? Лично я воспринимаю данное послание, как легализацию вынутых из конверта уголовного дела, по крайней мере, трех пленок группы дятлова. Кто, как, когда их вынул, пока можно только гадать. Каким образом они попали в фонд, мог пояснить только Юрий Кунцевич. Факт того, что Лев Иванов передал кому-то пленки, которые он сдал с делом в 1959 году, вообще невероятен. Цитируя Наталью Варсегову. А примерно в 90-х годах, уж не знаю каким образом, но у одного из Свердловского телеканала оказались в наличии листки из уголовного дела. Из архива, получается, они к ним попали? И вот из-за этого архивного уголовного дела, как оно у них оказалось? Загадка вообще была полная. Ну, они у них были, эти листки. Ну, как, непонятно. Давайте не будем наивничать. Дело хранилось в архиве, а листки в деле, так и в случае с пленками. Иванов передал пленки, а злобный сканировщик их изрезал и обрезки зачем-то сохранил. А одну пленку вообще кто-то умыкнул. Во время радостной демонстрации Кунцевичам пленок всем желающим. После публикации данного поста на вопрос, откуда негативы, есть ответ. Иванов передал. Все. А технические вопросы, да кто их будет выяснять? Вот же ответ. Все. Пленки легализованы. Можно делать с ними все, что угодно. Книги, фильмы, обложки, телевидение и прочие радости. Конечно же, это мое сугубо личное мнение. Ознакомимся с техническими возможностями фотолабораторного комплекса Норицу QSS-29. Что может эта уникальная машина? Норицу. Мини фотолаборатория Норицу QSS-2901 является уникальным устройством. Использование технологии MLVA, матрицы световых микрозатворов, позволяет делать с разрешением 400 точек на дюйм. Пластичность полученного таким образом изображения получается такой же, как при оптической печати, что в принципе недоступно ни одному из лазерных источников экспонировать. В качестве источника информации лаборатория принимает информацию с любых цифровых носителей. Карт памяти, цифровых фотоаппаратов, магнита оптики, FD, ZIP и компакт дисков. Также возможна печать с традиционных носителей, слайдов, черно-белых и цветных негативов форматов 110-135, наш формат 120-220 APC. Применение высокоскоростного сканера и мощного источника света для MLVA позволяет достичь производительности 1350 отпечатков 10 на 15 в час. Программное обеспечение машины не только осуществляет автоматическую корректировку цвета, контраста, резкости, но и также позволяет производить интеллектуальную оценку изображений. Технология цифровой обработки Digital Eyes распознает пыль, отпечатки пальцев, царапины на изображении и автоматически удаляет их с негатива. То есть машина может выполнить до 1350 фотоснимков за час, 22 кадра в минуту. По метаданным снимков, которые мы видим, их готовили 5 месяцев. Но что-то мне подсказывает, что в течение 5 месяцев кто-то выкупал эти снимки. Не буду говорить кто, где и у кого. Он сам знает. Перейдем к вопросу, почему нет негативов в так называемой пленке номер один. Здесь все просто. Ее не было в конверте, но были фотографии на руках, с которых на японской чудо-машине были сделаны сканы фотографий. Фотографии эти могли находиться у Юрия Юдина или еще у кого. Вот так выглядели снимки до знакомства с японской чудо-машиной. Как же можно было легализовать эти сканы? Очень просто. Заявить о краже кем-то негатива. Слишком уж много в этом письмеце таинственных местоимений. Такое впечатление создалось, что у подъезда Юрия Кунцевича стояла очередь, из кого попало. Жаждущих увидеть пленки. А он этих, кого попало, пускал к себе домой и показывал пленке. Абсолютно инфантильный текст. Думаю, я наглядно показал, что не стоит верить всему, что пишут на сайтах. А тем более относить написанное к фактам. Ник Алексей Коськин изменил коренную информацию своих сканов, находящихся на Яндекс.Диске, как и многие другие. Видимо, я не первый, кто выкопал информацию о японской чудо-машине. Но это я только начал копать. Подытоживая, можно сказать о том, что негативы пленок были вынуты из конверта Тома номер 2. Никакой Иванов их не передавал. Кто и когда это сделал, неизвестно. Негативов так называемой пленки номер 1 в природе не существовало. Она сформирована исключительно из сканов фотоснимков, взятых у кого-то из друзей, либо родственников-участников похода. Рассматривая фотопленки тех лет, а я храню фотопленки с первых дней работы в прокуратуре, я вспоминаю и те события с той же ясностью, с какой они происходили тогда. И ставлю это дело в ряд наиболее трудных и интересных. Наши поисковики, три группы, расположились в горах у 64-й параллели. По календарю февраль. И в приполяре, в долинах отрогов Куральского хребта, дуют такие метели, что в трех-четырех шагах ничего не видно. Дни были настолько трудными, что вечером в палатке валились замеркло. Что мне непонятно, нетренированному человеку было очень трудно равняться с опытными туристами, следопытами. Но ни на одну минуту я не был оставлен без внимания мастером спорта по туризму Е.П. Масленников. Человек большой души и личного обаяния всегда оказывался рядом. В первые дни поиска мы обнаружили несколько погибших, а затем потянулись дни упорного, но безрезультатного труда. Только в мае, под шестиметровой толщей снега, нам удалось найти остальных. На Урале, наверное, не найдется человека, кто в те дни не говорил бы об этой трагедии. Но у нас не принято выкладывать на показ человеческое горе, и это правильно. Мне пришлось разобрать каждую вещь каждого погибшего, провести множество самых разнообразных экспертиз, много раз пройти по тому пути, который для группы оказался роковым. И только после этого новичок на перечеркнутых. Я считаю, что сделало слишком мало. Свердловский период для меня был интересным тем, что на протяжении шести лет я одновременно с работой в прокуратуре занимался преподаванием криминалистики в институте. Сочетание практической работы с преподавательской мне кажется желательным для многих работников. Только невежественный человек может утверждать, что преподавание в институте для практического работника халтура. На занятия со студентами, перечеркну, для занятий со студентами надо много и тщательно готовиться, и при этом преподаватель значительно обогащает свои знания. Просто скажу, мне нравится преподавательская работа, но, к сожалению, сейчас я не могу ею заниматься. Параллельно. Мне осталось сказать о сегодняшней работе. Я принял предложение прокуратуры Союза, и вот теперь Казахстан. Казахстан – страна огромных возможностей, и здесь есть где применить знания любому человеку. Как это получилось у меня, сказать сейчас трудно. Время покажу, но я рад тому, что у меня прибавилось много хороших, верных друзей. Мне хотелось закончить тем, с чего начал, что в жизни мне, видимо, везло, и везло прежде всего на хороших людей. Может быть, это потому, что их гораздо больше, чем. Вспоминается и другое дело. Оно интересно тем, что мне пришлось длительное время провести суровых условиях приполярного угала и провести огромную скрупулезную работу по восстановлению картины происшествия. Это была истинная трагедия. Значительная группа туристов, свердловских вузов и недавних выпускников физико-математического факультета отправились в период зимних каникул в туристический поход по приполярному Уралу и бесследно исчезли. О группе вспомнили, когда прошли все сроки ее возвращения. Неладное я почувствовал с того момента, когда зашел в кабинет прокурора области и получил приглашение сесть. Садиться при обычных посещениях у прокурора области у нас не было принято по той простой причине, что в кабинете задерживаться не приходилось. Среди 60 человек областного аппарата ежедневно было много желающих попасть на прием к прокурору области. На сборы мне было дано 30 минут. Новые валенки, шапка-ушанка и также новенький полушубок. Тут же в кабинете прокурора области мне вручил начальник АХО, административно-хозяйственный отдел. А еще через 30 минут я сидел в самолете, который через несколько часов доставил меня спецрейсом в город Ильи. Здесь было решено создать базу снабжения поисковой группы. Непонятно, но, к примеру, трудно вспоминать трагедию в ее подробностях. Мне удалось проявить все пленки, экспонированные туристами, и прочесть их дневники. Хотя сил на это ушло немало, так как все подверглись сильной порче. Вот мы сейчас услышали слова самого Льва Иванова о том, что все фотопленки были проявлены еще в Ивде, вероятнее всего, 1 марта 59-го года. Это первое, что должен был сделать любой следователь. Проявить пленки, изучить документы, обнаруженные на месте происшествия. Что и было сделано скорее темпаловым, чем Ивановым. Как всегда бывает, много дает личное присутствие при вскрытии трупов. Все это помогло установить истину. Во время ураганного ветра на вершине горы, где туристов застала буря, где они вынуждены были остаться на ночлег, сорвало их палатку и их раскидало по склону. Собравшись в долине без одежды, туристы на ночлег стали раздеваться. Они не смогли преодолеть ветер со скоростью до 40 метров в секунду и погибли на морозе. Поражает высший моральный дух этих могущественных людей. Парни отдали с себя последнюю рубаху девушкам. Умирал один, то относили его в сторону, чтобы это не снижало волю к сопротивлению других. Работая по этому делу, я воочию убедился, как велики все-таки дружба и чувство товарищества у наших людей. Был такой эпизод. Снежный ураган не утихал несколько дней. Нашу палатку продувало насквозь. Заканчивались продукты. А вертолеты не могли нам ничем помочь. Из-за непогоды. Из штаба поиска мы получили радиограмму. Готовиться к лыжному переходу к ближайшему населенному пункту. Что в 100 километрах от нас прокурор области, который вместе с комиссией обкома партии и облсполкома оставался в штабе, говорил мне потом, что много раз ругал себя за то, что послал меня в группу поисков. И вот в такой обстановке штаб снова и снова посылал военных летчиков сбросить нам продукты питания. Не только в книжках, но и в жизни бывает много тяжелых ситуаций, которые заканчиваются удачно. Так получилось и у нас. Один из экипажей вертолетов каким-то образом сумел пролететь по долинам и привез нам продукты. Экспедиция продолжилась. За все время нас не оставляли опытные охотники из народности Манси. Они предоставляли в наше распоряжение упряжки оленей. Снабжали нас свежим лосиным мясом. За работой группы наблюдал специальный штаб в составе ответственных работников обкома партии, облсполкома, военного округа. В штаб входил и прокурор области, который не раз садился в самолет и участвовал в поиске. Для меня, как для следователя, это дело было примечательно тем, что здесь пришлось анализировать каждую строку дневника, каждый кадр пленки, положение каждого трупа и все это взаимно увязывать, идти от частного к общему, восстанавливать картину происшествия. Это дело научило меня, перечеркнуваю, показало мне необходимость личного труда следователя в анализе вещественных и всех других доказательств. Если коротко ответить на вопрос, какое дело было самым интересным, то, вероятно, надо сказать, то, которое было наиболее трудным. Теперь посмотрим на нечерновое отношение Льва Иванова к делу группы Дятлова. Прочтем так называемое письмо Льва Иванова в редакцию Центрального телевидения, которое, как и вышеизложенные рукописи, опубликованы частично, и отрывок письма некоему корреспонденту газеты «Уральский рабочий» Станиславу Богомолову. Но это не точно. Центральное телевидение. Передача «Экология непознанного» товарищам Кузовкину Мягченкову. Уважаемые товарищи, может быть, вам представит интерес моя информация о событиях 30-летней давности на Северном Урале. В течение этого времени вся информация по данному событию была засекречена, а теперь по ней состоялось несколько публикаций в Свердловской областной газете «Уральский рабочий» и в Устанайской областной газете «Ленинский путь». Недавно мне стало известно, что кое-какая информация была дана и в Свердловской газете на смену. Но все дело в том, что, к сожалению, лишь только я один остался из тех, кто знает истинные обстоятельства этой трагедии. Обстоятельства в моих заметках. Надо сделать презентацию, чтобы вам стало ясно о надежности источника информации. С 1951 по 1962 год я работал прокурором-криминалистом Свердловской областной прокуратуры. Это что-то вроде капитана-наставника во флоте. По должности я обязан был помогать расследовать самые сложные дела, а некоторые дела особой сложности я принимал к своему производству. Так это делается и теперь. В 1959 году по поручению прокурора области Клинова я расследовал это дело. С 1962 по 1965 год я работал начальником следственного отдела прокуратуры Целинного края, а после реформирования края заместителем прокурора Павлодарской области. С 1968 по 1978 год прокурором Павлодарской области. С 1978 по 1985 год до ухода на пенсию работал прокурором Кустанайской области. Имею классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Почетный работник прокуратуры. Сейчас на пенсии персональный пенсионер республиканского значения. Работаю адвокатом Кустанайской городской юридической консультации. Так что вроде бы источник должен у вас заслуживать доверие. Рукопись можно не возвращать. С уважением. Лев Никитич Иванов. 8 марта 1991 года. Пытались найти кого-либо из ныне здравствующих работников областной прокуратуры. Кто знает что-либо об этом деле. И кроме Каратаева, бывшего следователя прокуратуры города Ивде, начинавшего это дело, никого не найдете. В прокуратуре никто об этом деле ничего не знал. А кто знал, тот ничего об этом не говорил. В те времена не принято было говорить о вопросах, которые тебе не поручены. Я помню, когда сбили Пауэрса, после 1 мая, пришел на работу Коля Стерхов, сейчас доцент юридического института, и говорит, что позавчера они допрашивали американского шпиона, которого сбили на Цвердловском 1 мая. А никто еще не знал, что сбили шпиона. Я видел, как сбивали, но я подумал, что просто пошел зенитный снаряд. Это же была государственная тайна. И когда Стерхов сказал это, то кое-кто ему сказал, «Ты, Коля, не болтай, пока не угодил куда надо». А уже позже, на сессии Верховного Совета, Никита Хрущев сказал об этом. Не принято было болтать, но были и такие, кому молчание было выгодно. Прежде всего, молчал директор, или как его там, Гордон. Он был одним из виновников того, что отряд наделал массу ошибок. Молчал начальник городского спорткомитета, фамилии его не помню. Ибо и он был виновен в том, что отряд был полудиким, переходя на заключительном этапе в стадию дикости. Я был немало удивлен, что на бюро этих двух абсолютно виновных людей в гибели ребят слегка наказали. Кажется, дали по выговору. А это значило, что и привлекать их к уголовной ответственности было нельзя, так как они были членами КПСС. А до самого последнего времени, до 1986 года, действовала инструкция ЦК КПСС и инструктивное письмо ЦК ВКПБ и СНК СССР, подписанные Сталином, Молотовым в 1939 году по вопросам о ликвидации серьезных извращений в борьбе с врагами народов. В этом письме говорилось, что на местах допускаются много случаев необоснованного привлечения людей к уголовной ответственности, допускаются злоупотребления в органах НКГБ и НКВД. В этом деле и предлагалось, что член ВКПБ может быть привлечен к уголовной ответственности только с согласия партийного комитета, а арестовать его можно было только с санкцией лично первого секретаря, только первый секретарь писал резолюцию и ставилась на нее печать райкома или горкома. Так вот, такого согласия на привлечение этих двух человек горком и обком не дали. И все, вопрос решен. Я же сказал вам, это было до 1986 года, а я был прокурор и обязан был по своей должности не только требовать от других, но и сам соблюдать закон. А это был закон. Это сейчас все не спровергнуто. Бестолково, безграмотно, антинародно, преступно. Потомки еще заклемят нынешних руководителей. В наше время в гастрономии на Вайнера селедка была по 19 рублей до хрущевских цен. Масло по 24 рубля за килограмм, а сейчас у вас в Свердловске за 120 не купишь. Мясо было 24 рубля, рыба-кита 12,60. Красная икра в гастрономии на углу Ленина-Толбачева по 32,70 копеек. А моя зарплата в прокуратуре 1200. Да я еще как преподаватель института получал полставки. Говорю это к тому, что, во-первых, дела не было какой-то сенсации. Это был рядовой случай групповой гибели людей. Не больше. Правда, о нем было доложено в Москву. Кому положено было, тот знал. Кто сейчас в Свердловске знает о пожаре в Доме культуры в селе Горный щит Арамильского района? Тогда такой район был. Я расследовал этот пожар в этом Доме культуры, деревянном. Во время киносеанса, когда в зале находилось 250 человек, загорелась сцена. Огонь перекинулся в зал. Стены были выкрашены масляной краской. Они вспыхнули сразу. А дверь на выход была открыта одна. И та наполовину. Знаете, как пускают по билетам? Можете себе представить, сколько человек получили ожоги и сколько сгорело? Сколько затоптали и сколько задохнулось в дыму? Клуб сгорел полностью, до фундамента. По расследованию этого дела я описал в сборнике «Следственная практика». Такой сборник подлинных детективов. Интереснейший сборник. Если вам удастся достать и почитать такой сборник, такой сборник выходил до недавнего времени. А кто об этом знал? Никто. «Поговорили, что больницы Свердловска забиты обгоревшими. Да и только. А случай, когда милиционер в верхней пышме из пистолета за один вечер перестрелял 12 человек, ни в чем не повинных людей, я тогда два грузовика трупов наложу». А кто об этом знал? Никто. Милиционера этого обложили засадой, и он застрелился. И на деле поставили точку. Теперь это не секрет. Но я, как прокурор-криминалист, регистрировал каждый год 530-560 умышленных убийств в области. Было над чем работать. Правда, такого раскула безнаказанной преступности не было. Воров ловили на 96%. Убийцы расстреливались. Прямо в центре города есть такое место. Мне кажется, что порядка было больше. Хотя, конечно, сожалеть о том времени не приходится. Такого прессинга не должно быть в жизни государства. Но порядок должен быть. Он и будет. То, что происходит сейчас, долго не продержится. Все это сказано к тому, что это было рядовое дело. И даже не об убийстве, а о несчастном случае. Поэтому не надо удивляться, что пленки туристов и другие документы не сохранились. Пленки самих туристов были проявлены, изучены. По ним, кстати говоря, я исчислил время начала последней стоянки. Последний кадр в одном аппарате был сделан уже в условиях сильнейшего бурана и неудовлетворительной видимости. Если известна чувствительность пленки, а коробочки сохранились, установка диафрагмы и выдержки, плотность негатива, долгота дня, то нетрудно определить время, когда был сделан снимок. Пленки туристов какое-то время хранились в моем архиве. Но в последнее время я смог найти только-только свои пленки. А пленки туристов не могу найти, даже по просьбе Богомолова. И несмотря на мои обещания. Я очень занят и для того, чтобы что-то найти в личном архиве давно прошедшего времени, нужен большой срок. И здесь вовсе не присутствует какой-то мотив. Что-то дать, а что-то не дать. Я готов отдать все, но, к сожалению, пока не могу это найти. Я посылаю вам несколько фотографий поиска. В какой-то мере это тоже история туриста. Мне совершенно непонятна ваша версия о каком-то убийстве какими-то солдатами. Ничего не пойму. Какие солдаты? Кто кого убивал? Во-первых, в то время не было никаких солдат. Во-вторых, у них же нет наружных телесных повреждений, свидетельствующих о нападении и тому подобное. О каком убийстве солдатами может идти речь? Я только что говорил, что версия строится не на песке, а на каком-то фундаменте. Пусть маленьком, но на фундаменте. А для построения вашей версии ничего нет абсолютно. О записных книжках не помню совсем. Самое главное. Если они и были, то в них не было сколь-либо интересующих нас сведений. А потом, до последней точки, оставался же живой свидетель. О докторе Возрожденном у меня самые лучшие впечатления. Это большой специалист своего дела. Но если он не помнит через 30 лет о телесных повреждениях, то я не осужу его. Может быть, это профессионально. За это время у него прошло несколько десятков тысяч таких эпизодов. У него это рядовое дело, как оно было и у меня. В свое же время именно доктор Возрожденный помог мне разобраться в механизме происхождения повреждений. А с учетом материалов дела и моей специальности, он помог точно установить, кто и в какой последовательности умирал, кто и от чего умер. Это было очень важно. О радиологической экспертизе. Вы пишите, что она ничего не показала. Но я проверял на радиацию объекты с местности, и они не показали радиоактивности. А вот внутренние органы, полостные исследования давали значительный фон, что свидетельствовало о направленном радиоактивном наведении. Впечатление такое, что довели достаточно широким лучом и именно там, где были телесные повреждения внутреннего порядка. В нескольких местах молодые елочки имели следы ожога. Однако следов волны взрыва не было. Это мы с Масленниковым тщательно осматривали. Сейчас у меня от группы туристов нет ничего. Всю одежду туристов, грязную, разрезанную нами при работе с ними и разбитую камнями водяных потоков, Мы же вторую партию нашли в мае. Там, под снегом, где они лежали, текли буквально реки, которые несли камни. Лица у некоторых были буквально стесаны камнями. Все бумаги, не давшие информации, и все остальное, тоже не давшие информации, мы сожгли. Это принято в следственных органах. Так и пишут, какие-то вещественные доказательства уничтожат. Я сожалею, что не могу дать больше, чем у меня есть. Передайте мой привет вашим товарищам-энтузиастам. Это хорошо, что вы интересуетесь прошлым. Его забывать нельзя. С уважением, Лев Никитич Иванов. Просматривается некоторая профессиональная ревность. И как меняется отношение к делу Льва Никитича в другом письме. От одного из самых ярких дел в карьере до рядового опустилась планка. Все это сказано к тому, что это было рядовое дело и даже не об убийстве, а о несчастном случае. К этим словам мы еще вернемся в ходе нашего анализа в следующих видео. Поэтому не надо удивляться, что пленки туристов и другие их документы не сохранились. Пленки самих туристов были проявлены, изучены. Гражданин прокурор-криминалист Лев Иванов пробыл в невыносимых условиях Уральского приполярия трое суток. Согласно радиограмме от 3 марта в районе 12 часов пополудни он отправлен в город Ивдель вертолетом, где 5 числа марта месяца опознавал вещи с Юрием Югиным. Может, зря так переживал товарищ прокурор Свердловской области Николай Иванович Клинов за своего подчиненного. Заметна некоторая доля эгоизма в письмах Льва Никитича, ни разу не упоминающего о прокуроре Кимпалове, только лишь начальство. Думал, даже тогда Лев Никитич не мог подумать о том, как увеличится строй энтузиастов, пытающихся разобрать это дело на молекулы, и что сами материалы станут достоянием общественности. Письмо на телевидение скорее связано с историей огненных шаров. Думаю, именно об этом Лев Никитич хотел рассказать с голубого экрана. Он говорит о достаточно широком луче, которым кто-то давил именно в те места, где были телесные повреждения погибших. Вероятно, это луч лукавства, выдавливающий правду даже по истечении стольких лет после трагических событий. Завершить хочется цитатой из письма Льва Никитича, которую не помешало бы запомнить многим исследователям и аналитикам. Версия строится не на песке, а на каком-то фундаменте, пусть на маленьком, но на фундаменте. Очень много споров среди изучающих, анализирующих трагедию группы Дятлова, вызывает так называемая версия установки палатки группы на склоне высоты 1079, так называемыми убийцами группы. В 2013 году эту версию выдвинул, даже не выдвинул, а выдал в прямом эфире одного из уральских телеканалов Юрий Юдин, участник похода, который волею случая или еще какой волей остался тогда, в 59-м году, в живых. Юрий в передаче заявил, что дятловцы под знаменитым кедром с кем-то подрались, а после эти неизвестные вернулись и убили всех. Фрагмент этой передачи есть на моем канале. Вот это видео. Кто не видел, советую посмотреть. По этому поводу были написаны книги с подробными версиями. Только в книгах были версии убийства группы американскими шпионами, злыми агентами КГБ, солдатами внутренних войск, охранявшими Ивдель-Лак, боевиками вермахта и так далее и тому подобное. В общем, пустая болтовня и вымыслы. Причина установить палатку на склоне была в отличие от вышеперечисленных героев комиксов и у вполне реальных людей. Но об этом будут отдельные видео. У тезиса перестановки палатки от кедра на склон высоты 1079 есть как множество сторонников, так и множество противников. В этом смысле исследователи и интересующиеся разделили тему дятловедения на две половины. Не раз я наблюдал в сети горячие переписки с употреблением идиоматических и матерных выражений о том, что перенести палатку от кедра на склон было физически невозможно и вообще не имело смысла. Я отношусь к лагерю, принимающих версию перестановки палатки от кедра на склон. У меня на это есть один веский мотив и еще есть реальное физическое подтверждение возможности переноса всего от кедра на склон. Подобный перенос у небольшой группы крепких подготовленных мужчин займет не более трех-четырех часов. И сейчас мы с вами воочию убедимся в этом. На ютубе есть один тематический канал, на мой взгляд, заслуживающий особого внимания всех, кто интересуется темой трагедии туристической группы под руководством Игоря Дятлова. Это канал под названием юзер 934-570-93-45, на котором есть 15 видео с места трагедии, на мой взгляд, самых лучших и информативных, которые есть в доступе. С 2012 года по 2015 год автор канала посещал перевал зимой и осенью и снимал все места очень подробно. А видео, которые мы сейчас увидим, на мой взгляд, вообще героические. Такие эксперименты никто из наезжавших на перевал не производил. На мой взгляд, каждый человек, интересующийся трагедией, должен посмотреть эти 15 видео. Ни у одного из блогеров я не видел ни разу ссылки на этот канал. Исправлю положение. Обязательно сделаю пост в сообществе. Ссылка на канал будет в описании этого видео. И обращусь к самому юзеру. Я не нашел на вашем канале координат связи с вами для получения разрешения использования фрагментов из ваших видео. Поэтому прошу это разрешение здесь. Думаю, вы будете не против того, чтобы обычные люди имели возможность увидеть не только те места, но и ваш, не побоюсь сказать, титанический труд. Благодарю вас за эти прекрасные видео. Жму вашу руку. Посмотрим видео, друзья. Моменты прохождения склона я ускорил. Субтитры Субтитры Я начал движение. Понял. Несмотря на стоявшие сильные морозы, склон практически везде обледенел. Не стане очень схвозь. местами корочка занесена свежим снегом и проминается. флажки установлены на первой гряде. первые гряда. гряда. Субтитры прошли вторую гряду. флажок мелькнувши справа ее отмечает. протяженный ровный участок между второй и третьей грядой. субтитры 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 плоном. А здесь мало снега трава. Приближаемся к третьей гряде. так но я дальше двигаю то никаких я больше камеры озадачен а ты поднимайся потом до выше а стоп третью гряду заснять ведь сторону перевала и останцев так ну все я двинул дальше это все россыпи третьей гряды она довольно протяженная без снега здесь имеются крутые под 45 градусов сбросы с перепадами по высоте до двух двух с половиной метров например вот здесь достигли нижнего края третьей гряды дальше зона снега но по-прежнему прочный нас справа выделяются елочки масленникова впереди границы растительности отмечены на его схеме приближаемся к месту нахождения зин русло истока переметено снегом определить где она невозможно березок полвека назад было заметно меньше приближаемся к оврагу явному началу распадка четвертого притока лозик овраг с могучим надолго много снега флажок в районе нахождения рустэм путешествия Снег и здесь уплотнен ветром. Флажок в районе нахождения Игоря. До гусья первого ручья метров 300. Снег и здесь уплотнен. Местами сейчас проваливаешься, но по схеме Масленникова безлесный клин по четвертому притоку Лосьба простирался до устья первого ручья. Снег и здесь уплотнен. Снег и здесь уплотнен. Снег и здесь уплотнен. Проталим на четвертом притоке Лосьбы. Устья первого ручья. Никакого дискомфорта не ощущается. Вид с открытого места во враге четвертого притока Лосьба. Примерно в 150 метрах от устья первого ручья. Место палатки закрыто березами в центре кадра. Таков подъем на участке от елочек Масленникова до начала третьей гряды. Проходим третью гряду. Дальше до второй гряды ровный участок. Район второй гряды. Район второй гряды. Район второй гряды. Последние 30 метров до палатки. Продолжение следует... Продолжение следует... Район второй гряды. Вот так. Все. Ага. Метровой наст местами настолько прочный, что с трудом пробивается лыжей. Плотность 450 кг на кубический метр. Тем не менее, два человека разметелят лыжами монолитную доску размером 4х2х5м за 15 минут, вспотев при этом, а не замерзнув. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 То есть спуск занимает 22 минуты. Подъем 32 минуты. Раскоп под палатку одной лыжи 36 минут. Подъем на легке занимает 32 минуты. Подъем с 40-килограммовым рюкзаком, грубо говоря, час. Спуск 22 минуты, грубо говоря, 30 минут. Итого, час 30 минут на один рюкзак. Раскоп площадки одной лыжей 36 минут. В 2-3 лыжи раскоп займет 10 минут. Установка палатки по способу Игоря Дятлова час. Следов на склоне обнаружено 8-9 пар. Ввиду отсутствия в деле тросологии следов ног, снимков дорожек следов с их ориентацией, от палатки шли или к палатке, и отсутствие в деле идентификации принадлежности следов к погибшим, предположу, что могла быть группа из 3-4 человек, которые в течение светового дня гипотетически могли поднять палатку и вещи группы Дятлова на склон высоты 1079. Физически это возможно и не составляло бы никаких проблем. Оставляйте свое мнение в комментариях, друзья. Считаю, что с помощью канала «Юзер 934-570-93-45» тезис о возможности переноса палатки от кедра на склон физически доказан. Переходите на канал «Юзер», смотрите, анализируйте. Считаю, что данный канал заслужил большего внимания, чем есть. Я подписан на данный канал, советую и вам подписаться, чтобы эти кадры были у вас под рукой. Начать данное видео нужно с разъяснения, определения, криминалистическое исследование письма, которое в криминалистике предусматривает два исследования. Первое – исследование письменной речи. Второе – исследование почерка. Данные исследования являются разными частями. Исследуются экспертами отдельно друг от друга, что такое исследование письменной речи. Письмо – это средство общения между людьми. Результатом письма является рукопись, в которой отражаются мысли, информация о каких-либо событиях, которые выражаются признаками письменной речи. К исследованию почерка относится система движения руки при написании текста, стереотип движения руки пишущего лица. Но к этому исследованию мы, возможно, подойдем позже. Сейчас же займемся исследованием письменной речи из нескольких документов, имеющихся в сети. Письменная речь в любом тексте отражает признаки выражения мысли автора, по которым можно определить авторство. Эти признаки делятся на группы признаков. Первая группа – это семантические признаки, тема документа, лейтмотив текста, идея, мысль, которую автор текста изложил в нем, фактический материал, материал, которым владел автор, рассказывая в тексте, композиция текста, введение, основная описательная часть, заключение, выводы, гипотеза, факты, подтверждающие ее. Вторая группа – стилистические признаки, стиль изложения, официально-деловой, художественный, публицистический, научный стиль, разговорный. Третья группа – словарный запас предусматривает запас слов, используемый автором текста в лексиконе. Словарный запас может быть богатым либо бедным. Общий уровень развития. По общему тексту можно определить уровень развития автора и определить, либо автор имеет высшее обрадование, либо с трудом закончил школу. Грамотность в исследовании письменной речи подразумевает определение неграмматических ошибок, а выявление ошибок построения предложений, несвойственное использование слов по назначению, выявление использования специальных слов, к примеру, технических терминов, как в нашем случае. По признакам письменной речи, следствием обычно назначается автороведческая экспертиза. Данная экспертиза не относится к разряду криминалистической, ее проводят филологи. Но по причине исследования документа в рамках уголовного дела, автороведческая экспертиза поступает в дело наравне со всеми остальными экспертизами и принимается во внимание надзорными органами и судом. Идентификационный вопрос следствия к эксперту, проводящему автороведческую экспертизу, будет звучать так. Является ли Петров автором данного текста? Для проведения экспертизы эксперту следствием предоставляются образцы письменной речи устанавливаемого автора и, соответственно, исследуемый на авторство документ. Вопрос второй. Одно или разные лица являются авторами исследуемого документа? Я не филолог, но кое-что обнаружу. Предлагаю провести автороведческую экспертизу Уайт, рассмотрев отчет о зимнем походе группы под руководством Игоря Дятлова 1957 года и так называемый дневник группы из зимнего похода 1959 года, который находится в деле не в оригинальном виде, хотя согласно судебного делопроизводства все документы, обнаруженные на месте гибели группы, должны были быть подшиты в дело в отдельном конверте с литерной нумерацией и указанием содержимого в описании дела. Постараюсь не нудно зачитать оба документа с иллюстрацией изображений из обоих походов. Возможно, среди зрителей найдутся филологи, которые смогут оценить авторство некоторых оборотов письменной речи. Отчет о походе 1957 года Пункт 1. Вступление. Туризм – лучший вид спорта и отдыха. Он развивает выносливость, трудолюбие, смелость, коллективизм. Кажется, нигде так не узнаешь, не полюбишь друга, как в походе. Это и понятно. Пережитые вместе радости, невзгоды, трудности, как ничто иное сплачивают дружную туристскую семью. А еще туристы любят песни. Вот уже садится солнце за звукчатые силуэты гор, ярко горит, потрескивая костер. Трудовой день окончен. Кто записывает свои впечатления в маленькую записную книжечку? Кто подчиняет? Дежурные готовят ужин. И далеко льется песня, то задумчивая, лирическая, то быстрая, веселая. За немногочисленные походные дни столько впечатлений, нового, что не успеваешь даже очень коротко заносить в дневник. И надолго останутся в памяти отдельные моменты походной жизни, красоты родной природы. Пункт 2. Подготовка группы. Поход был задуман еще осенью. Четыре больших воскресных похода определили состав участников. Собирались регулярно, по раз в неделю. Ходили коллективно в кино, пели песни. Выбор трудного и интересного маршрута обязывал серьезно и детально готовиться к походу. Шьем чехлы на ботинке, капюшоны к телогрейкам, конструируем печку. Пункт 3. Состав группы. Фамилия, имя, спортивная квалификация, обязанность в походе. Шунин Владимир. Значок. Ответственный. За дневник. Трегубов Николай. Второй разряд. Охотник. Ощепкова Нина. Третий разряд. Русских Лилия. Значок. Калмогорова Зина. Третий разряд. Санитар. Дятлов Игорь. Второй разряд. Руководитель группы. Григорьева Лида. Второй разряд. Культорг. Митрофанова Рита. Значок. Научная работа. Бычков Борис. Значок. Ответственный за боевые листки. Тибобриньоль Николай. Второй разряд. Халезов Слава. Третий разряд. Завхоз. Чубарев Женя. Значок. Снаряжение. Пункт 4. Цели и задачи. Знакомство с природой и хозяйством Северного Урала. Повышение спортивного мастерства и приобретение туристских навыков участниками похода. Выполнение заданий. Метеостанции. Снегоизмерение. Пункт 5. Маршрут по дням. День пути. Участок пути за день. Километраж. Способ передвижения. Ночлеги в полевых условиях. 10. Педловск. Поезд. 11. Полуночная. 12. Визжай. Автобус. 13. Визжай. Новый. Машина. Новый Визжай. Гора Лайс. Лыжи. Гора Белая. Лайс. Устья реки Тахты. Река Тахта. Река Визжай. Река Визжай. Подножие молебного камня. Восхождение на молебный камень. 18. 19. Дневка. Молебный камень. Река Визжай. 21. Река Визжай. Исток Кула. 22. Река Кул. Река Ивдиль. 23. Река Ивдиль. Зимови. 24. Зимови. Северный Третий. 25. Северный Третий. Юртища. Ивдиль. 26. Ивдиль. Свердловск. Поезд. Пройдено 220 километров. Совершено 10 ночевок в палатке. Пункт 6. Общий обзор района путешествия. Территория северных районов Свердловской области известна русским уже в 14 веке. Заселение происходит лишь в 18 веке. Здесь возникают первые рудники и заводы. До революции были небольшие села и призаводские поселки. Хотя население в некоторых из них достигало нескольких тысяч человек. Надеждинск. Полуночное. Рабочий поселок. Здесь добывают марганцевые и железные руды. Первое население присланные для работы на золотых приисках крепостные крестьяне. В лесах встречаются манси, занимающиеся в основном охотой и оленеводством. В январе и июле ездят на нартах. К лету уходят на север. Бесконечные просторы нетающих снегов. Урал в этих местах представляет ряд параллельных хребтов со сглаженными вершинами. Среди которых поднимаются высшие точки. Чистоп, молебный камень, ойка, чекур. Зимой и летом выпадает много осадков. Снег от полутора до двух метров. Морозы иногда доходят до сорока градусов. Реки в верховьях быстрые, не застывающие. При Урале изобилуют болотами, горелыми лесами. На хребтах сосны уступают место кедра. Ели, лиственницы. Особенно богат здесь животный мир. За время путешествия очень хорошо познакомились с животными этого края. Пусть не всех мы видели, но и следы на многом говорят. Долина Ивделя. Настоящее звериное царство. Иногда на одном месте встретишь столько следов, что трудно разобрать, где чьи. Особенно много здесь птицы. Рябчики, тетерева, куропатки, глухари. Много пушного зверя. Куницы, белки, соболя, лис, горностая. Хищники представляют рыси и росомахи, которые отваживаются нападать даже на лосей. Медведи в это время спят, но по рассказам их тоже много. Болков сравнительно мало. Выдержки из дневника. Первая ночевка прошла успешно. Идем прежним азимутом. Подъем. Дремучий бурелом сменяется горельником. Идти по которому не легче. Перевал. Далеко на севере. Зубцы хребта чисток. Впереди это видно долину реки Тахты и белую вершину горы Белой. Около трех часов дня обед. Теплое какао из грелок, сухари, масло. Вполне достаточно для непродолжительного обеда. Придерживаемся азимута 250 градусов и выходим на Мансийскую тропу. Останавливаемся в Устье Тахты. Все мечтали увидеть Манси. Куда идет тропа? Встретимся ли мы с редкими жителями этого таежного края? В разведку идут Лида Григорьева и Коля Трегубов. Радостное чувство встречи с Манси исчезло при виде их доброго жилища. В маленькой тесной избушке живет человек 8. Духота, полумрак, дым, двое больных. Зина с Лидой принялись лечить. Ставят горчичники, моют марганцовкой язвы, смазывают пенициллиновой мазью. Оставив половину наших лечебных запасов, двигаемся дальше. Тропа заворачивает на запад и идет параллельно Визжаю. Еще две юрцы Манси. Вот он, Визжай. С высокого берега хорошо видно белое русло горной реки с желтыми пятнами. Это полынии. Идти по нему было бы невозможно. За день прошли около 17 километров. Сегодня санитарный день. Зина заставляет мыть ноги. Моет даже Славка Хэ в своей чашке. Оленья тропа идет вдоль Визжая. Спуск. Как всегда, много жертв. И вот вдалеке показались желанные вершины. Молебный камень. Ой, кочеку. Как мне хочется скорее оказаться у подножья этих гор. А еще больше подняться на вершин. Имеет бы крылья. Кругом такое чудо, что не хватает даже слов, чтобы описать всю эту суровую красоту. Как беден мой язык. Даль, даль. Как она зовет и манит нас вперед. Через 5 километров тропа пересекает Визжай. Река в этом месте течет почти на юг. Тропа идет под азимут 340 градусов. Мелкий березняк. Кусты. Видимо болото. Постоянный подъем. Снова тайга. Ель. Кедры. Иногда выходим на большие поляны. Откуда чудесный вид на молебны. Тропа поворачивает на юг. Пройдя около 6 километров, отвизжая, сворачиваем с тропы. Азимут 320 градусов. Ночуем на склоне среди мрачных высоких елей. Еловые дрова приносят массу неприятностей. Трещат, дымят, стреляют. В трубе печки выделяется смола и скипидар, который капает, оставляет большие черные пятна. Вчерашняя разведка. Коля Тибо, Нина, Игорь добрались до границ леса. Сегодня подъем на молебный камень. До гребня по вчерашней лыжне добрались быстро. Там нас ждала неприятная новость. Вершины не было видно и вообще ничего не было видно. Быстро утеплились ветер, облака и мы среди них. Сердце наполнялось гордостью за человека-покорителем многих трудных загадок и неотгаданных сейчас еще тайн. Огромные камни, снежные шапки, трещины, нагромождение камней. Весь этот вид подавлял и внушал страх перед многовековой, трудноизменяемой природой. Выстрел. Вершина взята. Все взволнованно оглядываются, но кроме облаков ничего не видно. Пишем традиционную записку, не обнаружив других. Короткий обед и спуск обратно. Порой молочное покрывало, как бы внемля нашим просьбам, открывает нам картины, которые запоминаются на всю жизнь. Тибо. Мы были непродуваемы. Капюшонные варежки с длинными нарукавниками, с резинкой, а также ледоруб оказались очень полезными. Дневка. Спим до обеда. Ночью выпал сырой снег. Наша палатка обледенела. На скатах сосульки. Двадцатая. Выходим на Оленью тропу. За два дня ее почти полностью занесло. Очень тепло и сыро. Чувствуется перевал. Граница бассейнов Вишеры и Вижая. Она же граница Европы и Азии. Все восхищаются дикой красотой, окружающего нас северного леса. Вскоре тропа исчезла. Видимости никакой. По всем признакам внизу Велс. Идем параллельно реке. Азимут 150 градусов. Не теряя высоту. Идти по склону хребта лучше, чем по долине. Во-первых, снег глубокий, но плотный. Во-вторых, лучшая возможность ориентироваться. В-третьих, нет больших перепадов высот. 21-е. За вчерашний день по Велсу прошли около 8 километров. Сегодня погода хорошая. Иногда появляется солнце. И в эти моменты лес, занесенный снегом, кажется сказочным. Исключительно плодотворно работают фотографы. Через час привал. Открытый склон, на котором мы расположились, дает возможность обозреть весь наш путь по Велсу. Вдали, среди облаков, иногда появляется острая вершина молебного камня. Белая, высоко поднимаясь, среди остальных гор и хребтов. Она очаровывает своим величием. По Велсу прошли 15 километров. Теперь на восток, к Ивделю. Азимут 120. Перевал. Холод. Ветер. Пурга. Но все же хорошо полюбоваться седым Уралом. Его плоскими, каменистыми хребтами. Снова спускаемся в декоративный сад. Снова белые деревья и сугробы. Скорость 3-4 километра в час. Ночуем у самого истока Кула на Крутом берегу. Сегодняшний день один из самых ярких дней похода. Впереди еще один перевал в долину Ивделя. Восьмая ночевка в палатке. 22-ое. Придерживаемся прежнего Азимута. 120. И вот Ивдель. Маленький, не застывающий ручеек. Впереди цепь хребтов, разделенных долиной Ивделя. Перевалив через один, к вечеру выходим на Ивдель. Здесь он пересекает хребет Хазатумпа. Настроение бодрое. По всем нашим предположениям, сегодня должны выйти к зимовию или избам на Ивделе. Последний подъем. Срезаем петлю. И длинный спуск до самого Ивделя. Лоси, росомахи, рыси протарили множество тропок по реке, по которым идти значительно легче, чем по целине. Последняя ночевка в палатке. Утро сегодня было радостное, особенно для тех, кто любит хорошо порубать. Варили лосятину, которую вчера добыли у Манси. Он убил после нескольких дней охоты трехгодовалого бычка. Идем по лыжне и через пять часов доходим до Платинки. Это первый населенный пункт. Платина используется для задержания весенних вод для летнего сплава леса. Еще 10 километров и перед нами Северный Третий. Здесь проводилась разведка. Нашли железо, будет рудник. А сейчас пустующий поселок. Мы разместились в одном из пустых домов. Затопили печь, готовили ужин. Это первая ночевка под крышей, после 10 в палатке. Последний переход, 45 километров до Ивделя. Проходим селение Юртище, Преображенку. Последние километры до Ивделя идем пешком. Надоело скользить на лыжах по лошадиной дороге. Ивдель довольно большой город с преобладанием одноэтажных домов. Вокзал оказался на противоположной стороне города. И вот поезд. Едем домой. Мы прошли большой, трудный путь. Видели много, узнали друг друга. Еще раз убедились в силе дружбы. В силе стремления к цели. Нина. Копия дневника группы Дятлова. 23 января 59 года. Так, снова в поход. Сейчас сидим в 531 комнате. Вернее, конечно, не сидим. А все лихорадочно суют в рюкзаки всякие. Овсянки, банки, тушенки. Завхоз стоит и смотрит, чтобы все у всех вышло. Где мои пимы? Юка. В трамвае в мандолину играть будем? Конечно. Соль забыли. 3 килограмма. Игорь. Где ты? Где Дорошенко? Почему не забирает 20 пачек? Дайте 15 копеек. Позвоните. Безмен. Безмен где? Не влазит. Ну, черт. Ножик у кого? Влезет это. Влезет и это тоже. Юра, довези это до вокзала. Пришел Славка Хамзов. Привет, привет. Дайте 15 копеек. Люда считает деньги. Крупные деньги. В комнате художественный беспорядок. А вот мы и в поезде. Перепета много песен. Выучены новые. И все расходятся по местам уже в третьем часу ночи. Интересно, что ждет нас в этом походе? Что будет нового? Да, мальчишки сегодня торжественно дали клятву не курить весь поход. Интересно, сколько уже у них сил и воли? Смогут ли они без папирос обойтись? Все укладываются спать, а за окнами встает Уральская тайга. Зинаида Калмогорова. 24 января. 7.00. Прибыли в Серов. Ехали вместе с группой Блинового. У них Ольва для охоты и прочей принадлежности. На вокзале встретили ужас как гостеприимно. Не впустили в помещение. И милиционер навострил уши. В городе все спокойно. Преступлений и нарушений никаких. Как при коммунизме. И тут Юг Криво затянул песню. Его в один момент схватили и увели. Отмечая для памяти гражданина Кривонищенко, сержант дал разъяснение, что пункт 3 правил внутреннего распорядка на вокзалах запрещает нарушать спокойствие пассажиров. Это, пожалуй, первый вокзал, где запрещены песни и где мы сидели без них. Окончательно обосновались до вечера. Наивдили днем из Серова в 6.30 вечера в школе рядом с вокзалом. Очень тепло встретили. Завхоз, она же и уборщица, нагрела нам воды. Предоставила все, что могла, что нам нужно было для подготовки к походу. Свободен целый день. Хочется сходить в город, например, в Краеведческий музей и на экскурсию на металлозавод. Но много работы с распределением, снаряжением и его подготовкой. 12-2 часа. Перерыв между первой и второй сменами. Организовали встречу с учениками. Набилось их столько, и все такие любопытные. Золотарев, дети, сейчас мы вам расскажем. Турист бывает, дает возможность. Все сидят, молчат, боятся. Зинаида Калмогорова. Тра-та-та-та-та. Как тебя зовут? Ты где была? У наших. Ух, наши молодцы. И в палатках жили. И пошло, и пошло. Вопросом не было конца. Пришлось показывать и объяснять каждую мелочь от фонарика до палатки. Ребят занимали два часа. Им не хотелось нас отпускать. Пели песни друг другу. На вокзале нас провожала вся школа. Интересно, где фотографии этих проводов? Дело кончилось тем, что когда мы уезжали, ребятишки ревели и кричали. Просили, чтобы Зина осталась с ними и была бы у них вожатой. Они бы все ее слушали, хорошо учились. В вагоне какой-то еще молодой алкоголик требовал у нас пол-литру и заявлял, что мы ее стянули у него из кармана. История снова закончилась второй раз в этот день вмешательством милиционера. Диспут. Беседа о любви по провокации с Зиной Калмакуровой. Песни, ревизия. Дубинина под сиденьем. Чеснок с хлебом без воды. И мы около 12 прибыли в Ивдель. Большой зал ожидания. Полная свобода действий. По очереди дежурили всю ночь. Автобус на Визжай выйдет рано утром. Юдин. 25 января. Встали в половине шестого. Быстро собрались и с первым же автобусом выехали в город Ивди. Через час ожидания удалось захватить автобус ГАЗ-51. 25-местный автобус вынужден был вместить в себя полных 25 и плюс к тому 20 рюкзаков, набитых до отказа, и столько же пар лыж. Получилось до потолка. Нижние сидели на сиденьях на куче лыж на рюкзаках. Пассажиры второго этажа сидели на спинках сидений. Находя место для ног, на плечах товарищ. Тесно было не настолько, однако, чтобы не петь, что и делалось почти всю дорогу до Визжая. Не обошлось, однако, и без приключений. Автобус делал небольшой отход в сторону шоссе, в деревню Шипичное. Для чего нам было предложено выйти прогуляться, что мы и проделали с удовольствием. Четверка наиболее шустрых ушла далеко вперед и в поселок Талица зашла посмотреть электростанцию. Вдруг возглас. Автобус. Мы кидаемся в двери. Но, увы, поздно. Автобус прошел мимо, и мы вынуждены были кинуться за ним вовсю прыгать. Лелея надежду, что судьба милостива, и, быть может, мы догоним его. Мы это и есть четверка шустрых. Однако первая же сотня метров наглядно доказала преимущество 50-ти сильного двигателя. Наши пятки мелькали далеко позади автобуса, а разрыв все более увеличивался. Перспектива шагать 30 километров по шоссе без завтрака и обеда уже представлялась вполне реальной. Как вдруг я уже упоминал, что судьба милостива. Милость ее разразилась в том, что какая-то девушка, движимая желанием ехать в Визжай, остановила объект нашего преследования. Через минуту мы уже благополучно сидели на втором этаже сиденья и двигались в Визжай. Приехали в Визжай около двух часов дня. Выяснилось, что продолжить автомобильное путешествие мы можем только на утро. Тепло попрощались с группой Блинова, которые уехали дальше на запад от Визжая в самый лесоучасток. После обеда, который прошел в теплой дружественной обстановке, переселились в гостиницу. Являет собой обычную избу на три окошка. Сходили в кино, оставив домовничеки Дорошенко и Колеватова. Смотрели золотую симфонию, вернулись в музыкальном настроении. Сейчас заняты подгонкой снаряжения. Ночью, если верить местному коменданту, мы выедем дальше. Колеватов. Интересно, как Колеватов пишет о себе во втором лице. Оставили домовничать Дорошенко и Колеватова. Колеватов сам о себе пишет во втором лице. Интересно. Двадцать шестое. Спали в так называемой гостинице, кто на койках по два человека, а Саша К. и Юра Криво, даже на полу между койками. Поднялись часов в девять утра. Спали все хорошо, несмотря на то, что вечером не закрыли задвижку. И к утру выстало немного. На улице 17 градусов. Варить утром не стали. Дрова сырые. Вечером, пока сварили, часов в шесть прошло. Завтракать пошли в столовую. Закрепились гуляшом по-столовски и чаем. Когда подали холодный чай, гося дятлов изреку смехами. Если чай холодный, то выйди и пей его на улице. Он будет горячее. Оригинальная мысль. Договорились и едем до сорок первого участка на машине. Выехали только в 13.10, а в сорок первом были около 16.30. Но мерзлись здорово. Ехали на ГАЗ-63 наверху. Пока ехали, пели песни, дискутировали на самые разные темы. Об любви и дружбе, да проблем раковых заболеваний и их излечения. На сорок первом нас довольно приветливо встретили. Отвели отдельную комнату в общежитии. Довольно долго разговаривали о всяких разностях с местными рабочими. Из них особенно запомнился один рыжебородый. Борода, как его называют товарищи. Сварили дежурный обед. Мы поели и теперь отдыхаем. Разделились на две половины. Часть пошла в соседнюю комнату смотреть кино. Другая часть сидит на рюкзаках, занимается кто чем. Рустик играет на мандолине и одновременно разговаривает с Колей. Девчонки сидят, переписывают песни. А я сейчас буду заниматься подгонкой снаряжения. Кривонищенко. Примечательен тот факт, что здесь говорится, что девчонки сидят и переписывают песни. Ни в одном из дневников нет никаких песен, кроме дневника Людмилы. Двадцать шестое января. Не могу, хотя и пробовал. Коля Тибо. Исправлено. Коля Криво. Двадцать седьмое января. Погода была хорошая, ветер должен был дуть в спину по пути. Ребята договорились, что до второго северного довезет рюки лошадь. От сорок первого до него двадцать четыре километра. Мы помогли дедушке Славе разгрузить ввоз сена и стали ждать лошадь. Она ушла за сеном, дровами. Ждали до четырех часов. Ребята занялись переписью песен. Один парень прекрасно пел. Услышали ряд песен запрещенных тюремных. Пятьдесят восьмая статья. Огнев сказал Игорю, как найти избу, в которой можно заночевать. Четыре часа тронули. И опять же, куда они переписывали эти песни? Где эти песни? Предварительно купили четыре булки хлеба. Мягкий теплый хлеб. Две штуки съели. Лошадь идет медленно. Как приятно идти без рюкзаков. Прошли за два часа восемь километров. Речка Ушма. Уже начало темнеть. Вся задержка из-за лошади. С нами едет Юра Юдин. Он неожиданно заболел и идти в поход не может. Там он решил для института набрать камней. Второй северный – это заброшенный геологический поселок из 20-25 домов. Один лишь пригубил для жилья. Поздно ночью в сплошной темноте нашли поселок. И только по проруби догадались, где изба. Загорел костер из досок, задымила печь. Несколько человек проткнули гвоздями руки. Все благополучно. Вот и подошла лошадь. А после ужина в горячо натопленной избе на кроватях бросались шутками до трех часов ночи. Дорошенко. 28 января. Утром разбудил всех бубнящий говор Юрки Кри и Сашки Колеватова. Погода нам пока улыбается, ибо минус восемь. Позавтракав, часть ребят во главе с Юрой Юдиным, нашим известным геологом, пошла в тернохранилище, надеясь собрать какие-нибудь материалы для коллекции. Ничего, кроме перита, да прожила кварца в породе. Там не оказалось. Собирались долго. Мазали лыжи, подгоняли крепления. Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться. Особенно нам с Зиной. Но ничего не поделаешь. Вышли в 11.45. Идем вверх по лозьве. Каждый торит тропу по 10 минут. Глубина снега в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Часто приходится останавливаться и соскабливать мокрый снег с лыж, ибо встречаются еще такие незамерзшие места. Юрка Кри идет сзади и делает кроки маршрута. Берега реки в районе 2-го северного скалистые, особенно правый берег. Затем скалы из известняка попадаются только местами. И в конце концов берега становятся пологими, сплошь покрытые лесом. Встаем на привал в 5.30 на берегу Лозевы. Сегодня первая наша ночь в палатке. Ребята возятся с печкой, пришивают полог из простыни. Кое-что сделав и кое-что не сделав, садимся ужиной. После ужина долго сидим у костра, поем задушевные песни. Зина пытается даже учиться на мандолине, под руководством главного нашего музыканта Рустика. Затем снова и снова возобновляется дискуссия. Причем все наши дискуссии, которые были за это время, преимущественно про любовь. Кому-то приходит в голову стенографировать все наши высказывания или завести на этот счет особую тетрадь. Наговорившись вдвоем, вползаем в палатку. Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на два отсека. В дальнем отсеке располагаемся мы с Зиной. Никому не хочется спать у печки. И решили положить туда Юрку Кри. С другой стороны располагается дежурный Саша Колеватов. Юрка, полежав минуты две, не выдерживает и перебирается во второй отсек, при этом страшно проклиная и обвиняя нас в предательстве. После этого и еще долго не могли заснуть. О чем-то спорили, но наконец все стихло. Двадцать девятое. День второй. Когда мы идем на лыжах? Шли от ночевки на Лозви к ночевке на реке Ауспе. Шли по тропе Манси. Погода хорошая. Минус тринадцать. Ветер слабый. Часто на Лозви встречаем наледи. Все. Коля Тибо. По скрипам. Похабно писать. Через два дня. Тридцатая января. Дневник пишется в пути на морозе на ходу. Сегодня третья холодная ночевка на берегу Ауспе. Начинаем втягиваться. Печка великое дело. Некоторые, Тибо и Кривонищенко, думают сконструировать паровое отопление в палатке. Поло, подвешенные простыни, вполне оправдывал. Подъем в восемь тридцать. После завтрака идем по реке Ауспе. Но опять эти наледи не дают нам продвигаться вперед. Пошли берегом по санно-оленьей тропе. В середине пути встретили стоянку Манси. Да, Манси, Манси, Манси. Это слово встречается в нашем разговоре все больше и больше. Манси – народ севера. Малонациональный ханты-мансийский район с центром Салихарт. Восемь тысяч человек. Очень интересный и своеобразный народ, населяющий Заполярный Урал. Ближе к Тюменской области. У них есть письменность, свой язык, и что характерно, и особенный интерес представляют лесные засечки и особые значки. Тридцатое. Погода. Температура утром 17, днем 13, вечером 26 градусов мороза. Ветер сильный, юго-западный, падает снег, облака густые, резкий перепад. Температура характерна Северному Уралу. Это своеобразный лесной рассказ. Эти значки говорят о замеченных зверях, о стоянках, разнообразные предметы. И прочитать или разгадать их представляет особый интерес, как для туриста, так и для историков. Оленя тропа кончилась. Началась торная тропа, потом и она кончилась. Шли целиной. Очень трудно. Снег до 120 сантиметров глубиной. Лес постепенно редеет. Чувствуется высота. Пошли березки и сосенки, карликовые и уродливые. По реке идти невозможно. Не замерзло. А подсветка вода и наледь тут же на лыжне. Идем опять берегом. День клонится к вечеру. Надо искать место для бивака. Вот и остановка на ночлег. Ветер сильный, западный, сбивает снег с кедра и с осен. Создавая впечатление снегопада. Как всегда быстро разводим костер и ставим палатку на лапник. Погрелись у костра и пошли спать. 31 января. Сегодня погода немножко хуже. Ветер западный. Снег. Видимо съели. Ибо небо совершенно чистое. 31 января. Небо совершенно чистое. Вышли относительно рано. Около 10 утра. Идем по проторенному манси лыжному следу. До сих пор мы шли по мансийской тропе. По которой не очень давно проехал на оленях охотник. Вчера мы встретили видимо его ночевку. Олени дальше не пошли. Сам охотник не пошел. По зарубкам старой тропы. По его следу мы идем сейчас. Сегодня была удивительная хорошая ночевка. Тепло и сухо. Несмотря на низкую температуру. Минус 18-24. Идти сегодня особенно тяжело. След не видно. Часто сбиваемся с него. Или идем ощупью. Таким образом проходим 1,5-2 км в час. Вырабатываем новые методы более производительной ходьбы. Первый сбрасывает рюкзак и идет 5 минут. После этого возвращается, отдыхает минут 10-15. После догоняет остальную часть группы. Так родился безостановочный способ прокладывания лыжни. Особенно тяжело при этом второму, который идет по лыжне, Ториной 1, с рюкзаком. Постепенно отделяемся от Ауспи. Подъем непрерывный, но довольно плавный. И вот кончились ели. Пошел редкий березняк. Мы вышли на границу леса. Ветер западный, теплый, пронзительный. Скорость ветра подобна скорости воздуха при подъеме самолета. Наст. Голые места. Об устройстве лобаза даже думать не приходится. Около 4 часов нужно выбирать ночлег. Спускаемся на юг, в долину Ауспи. Это, видимо, самое снегопадное место. Ветер небольшой. По снегу 1-2 метра толщиной. Усталые и измученные принялись за устройство ночлега. Дров мало. Хилые сырые ели. Костер разводили на бревнах. Неохота рыть яму. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют. Где-то на хребте при пронзительном вое ветра. В сотне километров от населенных пунктов. Дятлов. Копия боевого листка. Группы туристов Дятлова. Вечерний Акартен. Номер 1. 1 февраля 1959 год. Органы здания профсоюзной организации группы Хибина. Передовица. Встретим 21-й съезд увеличением туристорождаемости. Наука. В последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека. По последним данным, снежные человеки обитают на Северном Урале в районе горы Атартен. Философский семинар на тему «Любовь и туризм» проводится ежедневно в помещении палатки. Главный корпус. Лекции читают доктор Тибо и кандидат любовных наук Дубинина. Новости техники. Туристские сани. Армянская загадка. Хороши при езде в поезде, на машине и на лошади. Для перевозки груза по снегу не рекомендуются. За консультацией обращаться к главному конструктору, товарищу Колеватову. Можно ли одной печкой и одним одеялом обогреть 9 туристов? Спорт. Команда радиотехников в составе товарищей Дорошенко и Калмогоровой установила новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки. 1 час 2 минуты. 27,4 секунды. Отчет о походе 1957 года, вероятно, был составлен Шуниным Владимиром. Он был ответственен за ведение дневника группы в том походе. Явно усматривается в этом отчете опора на фактические материалы из дневника и дневников участников группы. В отчете присутствуют специфические технические термины, такие как «разведка местности перед выдвижением по ней группы» упомянуто 2 раза. Слово «перевал» употреблено 4 раза. Слово «азимут» с точным его указанием упомянуто 8 раз. И это в финальном отчете для турклуба ОПИ. Можно представить, сколько таких указаний было в оригинале рукописного текста. Чего нет в дневнике группы 1959 года. Да, нет ни одного слова «перевал». Нет типичного упоминания азимута движения. Нет ни одного употребления слова «разведка». Как такового оригинала общего дневника группы, которую должна была вести Зинаида Калмогорова, как и части личных дневников, карт, кроков, документов, просто нет. Лично у меня сложилось стойкое впечатление, что дневник 1959 года был составлен не Зинаидой Калмогоровой, либо членами группы, а кем-то другим, возможность с частичным использованием подлинных записей. Какова же вероятная причина отсутствия оригиналов документов в деле? Вероятная причина банальна – скрыть информацию, находящуюся в них. Отсутствие дневника группы Игоря Дятлова за 1959 год, его уничтожение, ведь его нет в деле. Так вот, вероятной причиной была внесенная в него информация в виде азимутов маршрута с точностью до градусов. И эти азимуты вносились в общий дневник. То есть прокурор Лев Иванов никак не мог показать этот дневник. Как общий дневник группы, так и личные дневники Дятлова, либо Золотарева, в которых могла находиться точная информация о том, как двигалась группа. Ведь по указанным азимутам любой маломальский соображающий в картах человек по этим азимутам мог за несколько минут выяснить истинный маршрут группы и конечную точку маршрута. Другой причины уничтожить личные записи руководителя и заменить оригинал дневника группы копией просто нет. Наоборот, для следствия было бы выгодно отдать родным дневники, показать в деле оригинал общего дневника, дабы все убедились в факте того, что группа дошла до того места, где была обнаружена, и показать все ошибки. Вот руководитель группы собственноручно пишет о принятии ошибочных решений, выход на перевал в плохую погоду, остановку на склоне, в ураганном ветре, согласно басне о боевом листе, который был написан именно в кое-как установленной палатке на склоне, Игорь Дятлов должен был и об этом написать в дневнике, об остановке на склоне. Если уж сил хватило на боевой листок, то и на такую запись хватило бы. Но дневник исчез. Вероятно, не было там таких записей. Были записи о пройденных километрах с указанием азимутов, где и как срезали кольца русла рек, и последняя запись с датой, которая не укладывалась в канву следствия. Вероятно, это было не 1 февраля. Как мы видим из отчета о походе 1957 года, указания технических моментов похода, отличительная черта ведения дневника туристической группы. Из отчета видно, как группа подходила к перевалу. Были сделаны снимки на подходе к перевалу. Перевал был упомянут в отчете 4 раза. Была перед выходом отправлена разведка, и только после группа вышла на перевал. Что же случилось с перевалом у группы 1959 года, у высоты 1079? Это точно такой же перевал на том же Уральском хребте, у подножия которого, по версии следствия, группа находилась почти сутки, не сделав ни единого снимка, мало того, не оставив об этом ни единой записи в дневниках и дневнике. Дневник группы Дятлов. Откуда взялось данное сочинение? Вероятно, его составил кто-то из студентов, приближенных к следствию, частично использовав дневниковые записи дятловцев. Прием довольно известен и распространен. И по сей день у нерадивых студентов, когда нужно на скорую руку написать дипломный труд. Перейдем к самому явному факту подделки. Дневник Людмилы Дубининой. Запись от 28 января. Утром в 8 часов проснулись под чей-то говор. Оказывается, это бубнил Юрка Кри с Сашкой Коля. Погода такая же теплая, как вчера. Минус 8. Позавтраков, часть ребят Юра Юдин, Коля и Дорошенко пошли в кернохранилище, откуда они решили набрать минералы для коллекции. Ничего, кроме перита, да прожилок кварца, в породе не оказалось. Собирались долго, подгоняли крепления, мазали лыжи. Далее запись заканчивается. Следующий лист пуст. Запись в так называемом дневнике группы из уголовного дела от 28 января. Утром разбудился бубнящий говор Юрки Кри и Сашки Колеватова. Погода нам пока улыбается, ибо минус 8. Позавтраков, часть ребят во главе с Юрой Юдиным, нашим известным геологом, пошла в кернохранилище, надеясь собрать какие-нибудь материалы для коллекции. Ничего, кроме перита, да прожилок кварца в породе, там не оказалось. Собирались долго, мазали лыжи, подгоняли крепления. Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться, особенно нам, Зины. Но ничего не поделаешь. И что же мы видим? Мы видим продолжение текста. Весьма массивное продолжение. Из чьего же дневника это продолжение? Остается только гадать. В общем, во всем дневнике есть либо вкрапления из дневников, либо части информации из них. Остальное, вероятно, из разряда сочинения в свободном стиле. С подгонкой информации под дату 1 февраля. Боевой листок вечерний от Артен был призван кричать о том, что группа 1 числа была жива до вечера. Не только жива, но и весела. Прочтем, как об этом отзывался Моисей Аксельрот, руководитель одной из поисковых групп. В палатке, естественно, минусовая температура, и нужно проявить слишком большую выдержку и самообладание, чтобы не гнущимися руками в 25-30 градусный мороз писать, заполняя свои дневники. Единственное, на что хватило сил и юмора, это был выпуск вечернего от Артена. Именно вечернего, а не веселого или чего-нибудь дневного или другого. Это труд их коллективных усилий. Вместо того, чтобы писать личные дневники, лично мне буквы кажутся угловатыми, а почерк похожим на Золотаревский, но со значительными изменениями. На морозе это возможно. Кстати, из дневников явствует, что Золотарев любил рисовать, и товарищ, судя по фотографиям, не без юмора, вдоволь отсмеявшись, отдохнувшая за день группа ложится спать. В палатке тихо, только воет вокруг ветер. Вот товарищ Акселерот, видимо, в запале, сболтнул лишнего. Кстати, из дневников явствует, что Золотарев любил рисовать, и товарищ, судя по фотографиям, не без юмора. То есть, Моисей Абрамович очень внимательно изучил дневник Золотарева, настолько, что даже почерк мог сличить, да и рисунки из него запомнил. Наверное, не один день изучал. Только вот, куда этот дневник делся и почему? Есть еще один человек, высказавший свое мнение насчет вечернего Атартена. Некто Сергей Николаевич Сагрин, студент четвертого курса политехнического института, был в группе поиска под началом Акселерода. Произойти это могло и очень поздно вечером. По всей вероятности, группа уже полностью расположилась на ночлег, все вещи были постелены, сгрудившись в кучу, они сочиняли вечерний Атартен около лампочки или фонарика, затем улеглись спать. Дежурных в эту ночь не было, так как печка не топилась. Ночью кто-то вышел из палатки с фонариком и по его знаку все покинули палатку. Конечно же, это были частные версии от Акселерода и Сагрина. Но есть в этих версиях несколько но. Первое. Допрос товарищей был проведен по статьям Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 162-165. Это значит, что товарищи допрашивались в качестве свидетеля-эксперт. Статья 162. Статья 165. Допрос свидетеля начинается предложением рассказать все ему известное по делу. После какового рассказа свидетелю задаются вопросы. Показания свидетелей записываются в первом лице и по возможности дословно. Заданные свидетелю вопросы и данные на них ответы отмечаются в протоколе в случае надобности буквально. То есть все сказанное экспертами могло быть использовано буквально благодаря выделению боевого листа в показаниях экспертов у следствия появился ответ на вероятный вопрос суда либо надзорных органов, который мог звучать так. На основании каких фактов, помимо предположения о диафрагме и выдержке последних снимков из фотоаппаратов погибших, следствие сделало вывод о том, что происшествие произошло 1-го, 2-го февраля? Ответ очевиден. Боевой листок вечерний от Артен, составленный членами группы с датой 1-го февраля. После данной даты группой не было сделано ни фотоснимков, ни записей. Акцент в показаниях акселюрода, накорявость и угловатость почерка, которым был якобы написан листок, может говорить о нескольких вариантах. Первый это намеренный акцент по просьбе следствия. Второй кто-то написал листок и показал его поисковикам. То есть акселюрода и всех остальных следствие ввело в заблуждение, а попросту обмануло. Интересно, как могли опытные туристы, альпинисты поверить в подобную чушь? Негнущимися пальцами в штормовой ветер и 30-ти градусный мороз улеглись писать боевой листок, а об аварийной установке на непонятном склоне при нулевой видимости, без минимального запаса дров ничего не написали. Подытоживая, можно сделать следующие выводы. Отчет 1957 года и так называемый дневник группы Дятлова имеют в своей основе идентичный фактический материал дневниковые записи участников походов, повествовавшие об идентичных событиях, и имеют нетипично несвойственные обороты речи, отсутствие присущих при описании событий, некоторых основных технических терминов, резко отличающийся стиль изложения в записи, якобы сделанный одним автором, указания авторов записей себя во втором лице, и факт использования записей из личных дневников, все это говорит о том, что копия дневника группы Дятлова с вероятностью 80%, это выдержки из личных дневников, которые были частично уничтожены, а остальное это чьи-то дополнения. Дневник Дятлова и Золотарева были уничтожены по причине содержащейся в них точной информации о маршруте. Дневники Дубининой и Калмогоровой не несли в себе такой информации. Остальные известные дневники вообще не имеют никакой информационной ценности нахождения боевого листа вечерний от Артена сразу после так называемой копии дневника группы Дятлова по задумке гражданина Льва Иванова нарочито подытоживают весь дневник датой 1 февраля вечер вечерний от Артен дабы не возникло ни у кого из вышестоящих и не только сомнений в том, что 1 февраля все и произошло умно. Но Моисей Акселюрод державший так называемый оригинал боевого листа все подпортил заявив о том, что почерк которым был написан сеть документ не похож ни на чей почерк из участников группы. Разве что на почерк Золотарева вероятно этот факт и послужил толчком для создания печатной копии боевого листа. Со слов Акселюрода можно сделать вывод о том, что все дневники группы были в распоряжении следствия с первых дней. Выдержки из них с частичными дополнениями и правками были внесены в копию так называемого дневника группы Дятлова. Только теперь отличить где там истинные записи или дополнения понять будет практически невозможно. Но то, что все было сделано следствием, это очевидный факт. Ответственность за все лежит не только на следователях нижнего звена. Они всего лишь исполнители. Как писал в одном из своих писем прокурор Лев Иванов все бумаги не давшие информации и все остальное тоже не давшие информации мы сожгли. Это принято в следственных органах. Так и пишут такие-то вещественные доказательства уничтожить. Дневник группы оригинал также давал информацию о пройденном маршруте фотокопии карт кроки пленки группы канувшие в лето после того как покинули место происшествия с прокурором Дымпаловым давали точную информацию о маршруте. Как-то слишком много получается неважных вещдоков в деле с девятью трупами. Но ведь это несчастный случай непреодолимая сила. Из материалов судебно-медицинской экспертизы известно, что ответственны за заполнение дневника группы 59-го года участница похода Зинаида Калмогорова не имела смертельных травм и по всей видимости погибла одной из последних. Если гипотетически предположить, что группа не покидала палатку на склоне, а погибла в другом месте, то Зинаида могла описать все произошедшее на страницах дневника группы, еще и сделать снимки на все имевшиеся у нее под рукой фотоаппараты и смогла показать всю картину с погибшими и смертельно ранеными товарищами. Она должна была в этом случае оставить сообщение о произошедшем. На мой взгляд, это самая вероятная причина, толкнувшая целый союзный прокурорский аппарат на цензурирование и вышеописанные манипуляции с вещественными доказательствами и документами в деле без номера. Дневник группы Дятлова 8 июля 1956 год. Утро солнечное, наш путь на Телюк вдоль речки Березяк снова по болоту, но лес кажется гораздо приветливее, чем вчера и падаем меньше. Скоро вышли на возвышенность. Идем по лугу, красивом, в цветах иван-чая, ромашки, колокольчиков, идем гуськом, так как трава высокая, равнинный луг, окруженный холмами, и вдали синеют отроги уральского хребта. Тепло, запахи трав дурманят, птицы поют, мечта, утром всегда идется легко. Вдруг сзади расстается страшный гул, быстро нарастающий непонятного происхождения. Оглядываемся и застываем от неожиданности. На нас несется табун лошадей. Много, туча. Первая мысль убежать, скрыться, куда? Игорь властно командует. Стойте, не с места. Сбились в кучку. Кто-то закрылся, кто-то смотрит во все глаза. Молчим. Табун лошадей тридцать бешено несется. На расстоянии метров пятнадцати от нас табун разбивается на два потока и, не сбавляя скорости, уносится по разным сторонам. Тихо, как будто и не было. Не все успели даже испугаться. Схожая ситуация с 59-м годом, не правда ли? Мгновенная оценка опасной ситуации и молниеносное принятие верного решения руководителем группы Игорем Дятловым. Этот случай характеризует Игоря, как человека, способного принимать верные, а главное, быстрые решения, в критических ситуациях. В момент, когда вся группа была в паническом состоянии, он реактивно одной командой сгруппировал всех вокруг себя, не побежал, куда глаза глядят. Чувство ответственности за группу, за жизни своих друзей. Думаю, и в 59-м году он бы не побежал. Зачитаю короткие отрывки из дневника 56-го года, 4-е июля. После завтрака наш путь на реку Куваш идем по Азимуту 219, почти исключительно по лесу. Смесь березы, липы, ольхи, реже сосна лиственница. 5-е июля. Идем по Азимуту 210, в сырой траве, двигаться не особенно приятно, а тут попалась проселочная дорога, приблизительно соответствующая Азимуту. Пошли по ней. 7-е июля. После завтрака вышли по Азимуту 183 по направлению к Тюлюку вдоль хребта Нургуш. 9-е июля. Держим путь по дороге, не по Азимуту. 13-е июля. Местность в истоках реки Юрюзани живописна, много речек, застоявшихся озер, но местами русло снова обозначается. В общем, мы признали за Ямонтау вершину 1346 метров. 14-е июля. Взяли Азимут на эту вершину. Данный поход относился к виду туризма пеший поход, основной задачей которого было осмотреть район, побыть наедине с природой, провести его по возможности автономно, в то же время преодолеть максимальное количество локальных препятствий, максимально точно описать препятствия, указать изменения азимута движения и причины. Все это можно увидеть в отчетах и дневниковых записях 1956-1957 годов. Они просто пестрят данными техническими указаниями, в отличие от так называемого дневника группы 1959 года. Целью спортивных туристических походов является совершенствование спортивного мастерства их участников. И главной отличительной чертой является целенаправленное преодоление сложных категорированных локальных препятствий. По их результатам участникам похода могут присваиваться разряды и звания. Так вот, преодоление перевалов напрямую влияло на квалификацию самого маршрута похода. Перевал в туризме считается одним из основных препятствий при переходе из одной долины в другую через хребет или отрок хребта. Существует категорийное деление перевалов по трудности их прохождения, характеристика сложных участков, техника и условия передвижения, необходимое специальное снаряжение, общее время преодоления перевала, количество точек страховки, длина определяющего участка, сколько можно провести времени с учетом категории трудности и оснащения группы на перевале. Поход третьей категории сложности должен иметь не менее двух перевалов на маршруте, что мы и видим в проекте похода группы Дятлова. Неквалифицированные перевалы по категории трудности могли идти в зачет как пройденные группой километры пути от 5 до 10 километров. Посмотрим таблицу определения категории трудности туристских походов. Что в ней содержится по походам третьей категории трудности? Вид похода и категории трудности нас интересуют лыжные третьей категории. Продолжительность похода 16 дней в том числе по малонаселенной местности в общей сложности 8 дней. Немаловажный пункт в классификации определявший трудность маршрута. Чем дальше проходил маршрут от населенных пунктов тем выше была его категория. Маршрут третьей категории должен был быть удален не менее суточного или трехсуточного перехода населенным пунктом от маршрута. Это ответ на вопрос зачем они в такую даль пошли. Общая протяженность маршрута 300 км в том числе с преодолением естественных препятствий 100 км. Количество ночлегов полевых условий 6. И последний пункт поход третьей категории подробный письменный отчет о походе то есть группа должна была буквально сдать подробный письменный отчет. Посмотрим на маршрутный лист группы срок предоставления отчета 10 апреля. Для чего нужны были эти отчеты? Как было дело в турклубе информации не найдено но в других клубах проходили отчетные встречи отчеты хранились в библиотеке турклуба новички имели возможность не только прочесть отчеты с иллюстрациями но и лично встретиться с участниками походов задать вопросы проконсультироваться при необходимости узнать из подробных отчетов можно было о трудности возникавших именно на этом маршруте как преодолевались трудности и препятствия отличительной чертой отчетов группы Игоря Дятлова было не только описание маршрутов но и указания азимутов подробное описание местности становится понятно что не упомянуть перевал между высотами 1079 и 880 Игорь Дятлов никак не мог это было первое значительное препятствие на маршруте после которого по мнению следствия было следующее препятствие проход склона хребта траверсом подъем на Атартен и возвращение обратно к Ауспию довольно серьезный рывок чтобы не описать как группа планирует его совершить что такое траверс склона пересечения травянистого осыпного снежного скального склона вдоль линии хребта траверс траверс вершины подъем по одному гребню и спуск по другому траверс нескольких вершин или массива поочередный спуск и подъем на все вершины находящиеся в линии хребта гребня от рога хребта по траверсам вершин путь на Атартен и обратно к так называемому Лабазу занимает без малого 40 километров то же расстояние выходит при передвижении траверсом склона в 500 метрах а в некоторых частях пути вплотную к границе леса уточню длина реки Ауспии составляет 29 километров кривенькая местами узкая река местами перекрытая валежником в основном с каменистыми берегами имеющая снеговое и дождевое питание замерзающая в зимний период можно сказать и видеть на снимках группы представляющая собой дорогу так называемый зимник ведя по Ауспии даже не имея карты и компаса любой идущий дойдет до перевала по туристическим меркам довольно несложный отрезок маршрута который имеет отражение в дневнике Зинаиды Калмагуровой и копии дневника группы из уголовного дела а о предстоящем 40-километровом радиальном броске с преодолением перевала траверс либо вершин пусть и невысоких либо траверсы обледеневшего склона с последующим восхождением на Тартен нет ни слова такие перевалы в 57-м году группа Игоря Дятлова проходила сходу высота порядка 800 метров протяженность перевала 600-700 метров крутизна склонов 15-30 градусов если бы группа Дятлова дошла до перевала то пройти 700 метров строго на север они смогли бы с легкостью мороз и ветер не смог бы развернуть группу как предположило следствие точнее не предположило а развернуло группу на бумаге внеся этот разворот так называемый дневник группы под именем Игоря Дятлова 31 января 59-го года постепенно отделяемся от Ауспии подъем непрерывный но довольно плавный и вот кончились ели пошел редкий березняк мы вышли на границу леса ветер западный теплый пронзительный скорость ветра подобна скорости воздуха при подъеме самолета наст голые места об устройстве лобаза даже и думать не приходится около 4-х часов нужно выбирать ночлег спускаемся на юг в долину Ауспии постановление о прекращении уголовного дела 31 января 59-го года туристы вышли к реке Ауспии и пытались перевалом пройти к долине реки Лозевы однако из-за низкой температуры и сильного ветра они были вынуждены вернуться вниз и остановились на ночлег как-то запутались следователи какой ветер заставил группу вернуться на Ауспии теплый или холодный если гипотетически предположить что группа Дятлова вышла к перевалу то расстояние спуска к Ауспии и перевал к 4-му притоку Лозев практически одинаковое чуть больше километра но перевалив в долину реки Лозевы группа выполняла свой план движения по маршруту почему по мнению следствия группа должна была поступить аллогично причин написания подобного было несколько группа не дошла до перевала кто-то помимо директора УПИ-Сиунова секретаря портбюро заостровских председателя правкома Слободина председателя союза спортивных обществ Курочкина инспектора союза Уфимцева председателя спортклуба УПИ-Гордо должен был быть виновным на месте происшествия Эту роль следствие вручило Игорю Дятлову руководствуясь видимо поговоркой лучший виновный мертвый виновный Извините за цинизм но по всему видно что дело было так Постановление о прекращении уголовного дела из дневниковых записей кроков маршрута и проявленных фотопленок туристов усматривается Все сказанное далее принимает утвердительную буквальную форму версии произошедших событий отдопрошенных в качестве свидетель эксперт и внесены следствием в уголовное дело как фактический материал а кое-что просто внесли из соображений профита для следствия например возвратившись 31 января 59 года в долину реки Ауспи и зная о трудных условиях рельефа высоты 1079 куда предполагалось восхождение вот проект похода группы 9 день похода перевал верховья Лозивы на преодоление перевала по проекту похода отводился один день никакого восхождения на высоту 1079 запланировано не было и смысла такого восхождения не было эти высоты не шли ни в зачет не прибавляли категории трудности походу только лишь могли отнять драгоценное время и силы таким образом следствие оправдало установку палатки на склоне высоты 1079 и откуда группа могла знать о трудных условиях рельефа высоты 1079 если она на нею не поднималась но кто-то должен был быть виноват и виновник устанавливается далее Дятлов как руководитель группы допустил грубую ошибку выразившуюся в том что группа начала восхождение 1 февраля 1559 года только 15.00 то есть продолжается дальше начала восхождение которого не было ни в каких планах на каком основании следствие делает такой вывод это было где-то часа в два и я считаю что группа вышла не ранее чем полтретьего с места ставя перед собой одну из двух задач перевалить из леса в лес из долины ауспи в долину лозивы или учитывая то что вот уже несколько дней группа шла по исключительно глубокому снегу движение по которому чрезвычайно утомительно учитывая что группа хорошо отдохнула на этой полудневке поздно поела продвинуться как можно дальше по границе леса не заходя в лес глубокий снег в сторону от Артена так как чтобы следующий вечер заведомо быть у самого от Артена группа с облегченными рюкзаками выходит на маршрут но относительно позднее время часов 5 плохая видимость точнее отсутствие ее заставляют группу остановиться на ночлег вне леса это не исключает ни один из предлагаемых тут вариантов 31 января после хорошей ночевки группа вышла в верховье реки Ауспи где предполагалось сделать лабаз и налегке сходить на Тартен это мне известно из беседы с Дятловым перед походом поднимаясь на перевал в Лозеву они заметили что погода портится а лабаз делать негде тогда Дятлов решил спуститься для ночевки к Ауспи предварительно сделав разведку на перевал об этом говорят фотографии группы интересно какие фотографии говорят о разведке переход в этот день был трудный так как они сошли здесь с Мансийской тропы и сами торили себе лыжню на ночлег остановились поздно на следующий день они вероятно встали несколько позже обычного решили делать лабаз так как место оказалось удобное много ушло времени на заготовку дров которых здесь было мало на перекладку продуктов после обеда группа вышла в сторону от артена по намеченному еще вчера плану который возник после разведки увидев с перевала глубокий спуск к Волозьву дятлов решил уйти верхами что гораздо удобнее нежели движение по тонкому снегу в долине откуда ничего не видно поэтому первого февраля группа не стала спускаться вниз с перевала а пошла дальше по склону в направлении от артена вечером на склоне 1079 была установлена палатка то есть вывод следствия делает на основании предположений свидетелей экспертов выдавая предположения за фактически твердо установленные события как говорилось ранее согласно статье 165 УПК заданные свидетелю вопросы и данные на них ответы отмечаются в протоколе в случае надобности буквально в последующем по лыжне туристов сохранившиеся к моменту поисков удалось установить что продвигаясь к долине четвертого притока реки Лозьвы туристы приняли на 500-600 метров левее и вместо перевала образуемого вершинами 1079 и 880 вышли на восточный склон вершины 1079 это была вторая ошибка Дятлова и это ошибка следствия вот запись копии дневника от 31 января 59 года из уголовного дела приписанная следствием к Игорю Дятлову около 4 часов нужно выбирать ночлег спускаемся на юг в долину Ауспи билиберда полная то группа Дятлова предполагала восхождение на высоту 1079 то продвигаясь к четвертому притоку Возьбы приняла на 600 метров левее и вместо прохождения перевала неожиданно совершила восхождение на высоту 1079 и еще 31 января группа спускается от перевала Кауспи строго на юг что помешало группе 1 февраля подняться строго на север к перевалу с которого они вчера спустились помешала палатка на склоне высоты 1079 ведь никто ни тогда ни сегодня не удосуживался разобрать приписанный группе Дятлова о логизм поведения в документах следствия те времена понятно а сегодня вчера группа Дятлова спустилась к Ауспи протарив лыжню от перевала до места стоянки на следующий день по логике дабы не теряя времени и сил на тарение лыжни группа пошла бы по вчерашней лыжне для выхода на перевал строго на север ко вчерашней точке на которой они приняли решение спуститься к Ауспи и благополучно бы перевалила в долину Лозевы но на склоне стояла палатка как-то нужно было связать ее установку там на высоте 900 метров вот следствие взяв за основу предположение опрошенных свидетелей экспертов из ряда поисковиков собрало свою версию несчастного случая потому и появилась печатная копия дневника группы подравнивающая постановление о прекращении уголовного дела с нелепыми нелогичными фактами подогнанными наспех не понимающими ничего в туризме альпинизме людьми Лев Иванов Василий Темпалов работники прокуратуры не занимались туризмом по месту их водили поисковики прокуратура на месте была 5 дней в момент обнаружения два из которых Лев Иванов просидел ввиду плохих погодных условий в лагере поисковиков Лев Никитич практически ничего сам не сделал как криминалист о лабазе поговорим позже сегодняшний день считаем завершающим проведем щупами весь участок с глубоким снегом если не найдем ничего щупами придется ждать весны дальше этого места никто не ушел снег здесь местами более двух метров точно установлена катастрофа произошла в ночь на 2 февраля 31 января в непогоду группа вышла из Ауспии с ночевки которая обнаружена первой и поднялась к перевалу но ветер их остановил и они вернулись к границе лесов в истоках Ауспии и разбила лагерь это примерно в том месте где сейчас наш лагерь на утро они сделали лабаз и оставили здесь часть продуктов в 15 часов они снова пошли на перевал в Лозьву и поднялись до места установки обнаруженной палатки вероятно они приняли во время метели уклон высоты 1079 главный хребет за перевальный склон от Ауспии к Лозьве поднялись к гребню и согнанные ураганным ветром решили часов 6 вечера разбить лагерь на этом месте палатка установлена очень прочно по всем правилам под палаткой все лыжи затем пустые рюкзаки ватники с одной стороны уложены продукты с другой ботинки тут не все одеяло все личные вещи палатка установлена с учетом сильного ветра сверху группа поужинала в палатке оставили еду и начала переодеваться чтобы снять мокрую одежду ботинки и одеть сухое и именно в этот момент что-то произошло что заставило группу полураздетую выбежать из палатки и ринуться вниз по склону возможно кто-нибудь одетый вышел оправиться и его снесло выскочившие на крик также были снесены палатка установлена в самом опасном месте здесь самый сильный ветер подняться обратно метров с пятидесяти было невозможно так как палатка была разорвана нижние могли скомандовать ее покинуть идти в лес рассчитывая на склон в сторону Ауспии где лес рядом они хотели здесь спрятаться может быть найти место своего предыдущего ночлега но очень каменистая и до леса два-три раза дальше разожгли костер дятлов с Калмогоровой они лучше одеты пошли обратно искать и за одеждой не хватило и они упали положение их тел говорит об этом таким вариантом катастрофы согласны все сегодня четыре человека будут искать лабаз все остальные идут на розыске пропавших группа чувствует себя хорошо спим в теплой палатке все здоровы просим выслать 15 килограмм сухарей 5 железных лопат сообщите какая погода будет ближайшие три дня почему спрашивали проростовчан взяли ли группу гребенника масляников то есть первого марта постановление о прекращении было практически готово оставалось все ненужное убрать кое-что добавить попытаться свести концы с концами чем и занялось следствие последующих прокурор Лев Иванов из воспоминаний для меня как для следователя это дело было примечательно тем что здесь пришлось анализировать каждую строку дневника каждый кадр пленки положение каждого трупа и все это взаимно увязывать идти от частного к общему восстанавливать картину происшествия сидя в кабинете пришлось увязывать каждую строку дневника видимо дневника группы каждый кадр пленки видимо определяя какой кадр убрать а какой добавить идти от частного мнения показания свидетелей экспертов и поисковиков восстанавливать картину происшествия ну вот как смогли так и восстановили заменив фактический материал дневники кроки на материал который получилось со стряпкой это отчетливо видно дневники из воспоминаний Льва Иванова мне удалось проявить все пленки экспонированные туристами и прочесть их дневники хотя сил на это ушло немало так как все подверглись сильной порче из показаний руководителя одной из поисковых групп в палатке естественно минусовая температура и нужно проявить слишком большую выдержку и самообладание чтобы не гнущимися руками в 25 30 градусный мороз писать заполнять свои дневники единственное на что хватило сил и юмора это был выпуск вечернего атортена после данных слов возникает несколько логических вопросов если ребята не собирались негнущимися руками заполнять свои дневники зачем они как по команде вынули их из карманов и сложили в палатке и еще вопрос какой порчи подверглись дневники дневники Дубининой Калмогоровы Слободина вполне в нормальном состоянии что их могло испортить в палатке ничего вот четвертый приток Возьбы вполне мог следы крови на страницах и содержание дневников в руках Льва Иванова как мы видим во время проведения следствия были какие-то поврежденные дневники с его слухом печатная копия дневника Зинаиды Калмогоровой с оригиналом дневника Зинаиды вообще ничего общего не имеет копия дневника участницы похода Зинаиды Калмогоровой 24 января 1959 года вечером около 9.00 погрузились в поезд номер 43 наконец-то нас 10 человек Биенко Славик не пошел не пустили едем вместе с группой Блинова весело песни около 8 утра приезжаем в Серов на вокзал не пускают поезд на Евдель идет в 6.30 вечера ищем помещение попытка попасть в клуб справа от вокзала за столовой школу неудачно наконец находит ЖД 41-ю школу метров 200 от вокзала где нас очень хорошо встретили 30 января с утра 17 похолодало дежурные повторно Калеватов Катти Бо за вчерашний медленный сбор долго разводили костер с вечера постановили за 8 минут с момента подъема вставать и освобождать палатку поэтому все давно проснулись и ждут эту команду но бесполезно около 9.30 утра начался пассивный подъем Коля Те что-то астрит с утра собираться никому неохота думаю понятно что ничего общего с дневником Зинаиды Калмогоровой и дневником находящимся в деле нет думаю в данном видео приведены довольно веские аргументы для понимания того что печатная копия дневника группы Дятлова не является фактическим материалом не может служить фундаментом для построения версий либо цитирования текста из дневников целиком в рамках какой-либо версии данная копия была отпечатана не для удобного чтения а для выравнивания и легализации предположений свидетелей иологичного поведения группы Дятлова в постановлении о прекращении уголовного дела указывает этот дневник виновного на месте происшествия его якобы ошибочные решения и о боевом листе вечерний Атартен лист был написан группой Дятлова только он был написан не 1 февраля а 28 января в ночь с 28 на 29 это была первая ночевка группы вне помещения в дневнике Зинаиды Калмогоровой упомянуто средства для перемещения груза новости техники туристские сани хороши при езде в поезде видимо имеются ввиду манюни короткие лыжи для ходьбы по лесу между деревьев на машине и на лошади для перевозки груза по снегу не рекомендуется за консультацией обращаться главному конструктору товарищу Калеватову дневник Зинаиды 28 января вот прошли первые 30 минут имеется ввиду от 2 северного конечно рюкзак ничего тяжеленький но идти можно первый день всегда трудно влево вперед Сашка Калеватов испытывал свое приспособление и бросил вечерний атортен спорт команда радиотехников в составе товарищ Дорошенко и Калмогоровой установила новый мировой рекорд в соревнованиях по сборке печки 1 час 2 минуты 27,4 секунды согласитесь нелепо звучит негнущимися руками не стали заполнять дневники а вот печку в темной палатке в 30 градусный мороз собирали 1 час 2 минуты чтобы ее не разжечь а после сборки разобрать ведь печь была обнаружена в собранном состоянии причем собирали весело печь для которой не взяли дров вот первый день похода это было так возле костра у палатки на первой походе ночевки на оригинале листа стояла дата 28 января следствие заменило на 1 февраля для закрепления своих интересов в общем думаю никто никуда не бежал характер не тот на бумаге и фантазиях поисковиков да бежали а на деле думаю было все совершенно по-другому нет в боевом листке вечерний атортен никакого шифра и тайного смысла просто кто-то заинтересованный поменял дату написания листка вот и вся загадка боевого листа вечерний атортен кроки что это такое кроквиз с французского чертить быстро рисовать относительно спортивного туризма военного дела и тому подобного чертеж участка местность выполнены глазомерной съемкой с обозначенными важнейшими объектами как базовый для кроки может быть взят аэрофотоснимок или топографическая карта на которую наносятся важные ориентиры а на полях карты рисунки этих ориентиров поясняющие дополнительные данные которые нельзя изобразить графически записываются в легенде на полях либо обороте чертежа на кроке отображают подробно не все топографические элементы местности а лишь те которые имеют значение для данной задачи при составлении кроки особое внимание уделяется нанесению ориентиров в том числе и временных капец куча камней сведения которые нельзя изобразить графически помещаются в легенде в туристских целях составляют кроки отдельных участков маршрута представляющих особый интерес например намеченных для прохождения перевала препятствий на реках а также для последующей корректировки и уточнения маршрута заметим снова описание должного содержания документа кроки оригиналы которых отсутствуют в уголовном деле говорит о том что кроки группы дятлова должны были иметь данные не только о пройденном участке маршрута но и планируемое далее движение от ауспи к лозве от лозьвы на тортен и обратно на кроки наносят местные ориентиры возможные пути преодоления препятствий кроки перевала выполняют перспективном изображении как на фотоснимке когда наблюдатель находится как бы на расстоянии от подходов к перевалу условными знаками показывают трещины участки лавинной опасности и камнепадов места возможных ночевок что немаловажно в случае группы дятлова варианты спусков и подъемов а также наносят маршрут движения с отметками высот крутизны склонов и разметкой времени прохождения перевала не единожды в цитируемом тексте звучит слово перевал отметки высот на маршруте крутизны склонов места ночевок время за которое должен был быть совершен перевал вероятно азимуты движения могли быть также указаны на кроке если опираться на версию следствия то все действия группы до так называемого восхождения на высоту 1079 должны были быть отражены на кроке группы подъем на склон перевала спуск со склона на юг места последнего ночлега на ауспе и места всех ночлегов на ауспе а самая главная отметка на кроке это место устройства лабаза существенные сведения которые не могут быть переданы графически приводят в виде пояснительной записки на полях обороте чертежа проект похода указывает на ответственного в группе Игоря Дятлова похода 59 года за составление крови этим ответственным был Кривонищенко Георгий имевший в багаже своих профессиональных знаний как инженер строитель полный курс геодезии сдавал зачеты по данному предмету на отлично в курс геодезии входит вычисление кардинат местности создание топографических планов карт и многое другое так что делать кроки маршрута группы было поручено человеку не только опытным но и понимающему как оно должно быть отметка высот крутизны склонов мест стоянок прохождение перевала азимута движения это сведения важные но наиважнейшей отметкой на кроке должен был быть крестик обозначавший место устройства лобаза всего крестик с надписью лобаз лыжи с красной гетерой натянутой на ее носок ориентир конечно хороший в кавычках но в тех местах с этим ориентиром могло случиться все что угодно шапка снега упавшая с соседнего дерева могла завалить лыжи попутно похоронив их под снегом резкий порыв ветра ломающий хорошие деревья крупный зверь который походя мог завалить лыжи и тому подобное лобаз по сути своей важнейший объект части маршрута ауспе лозива от артен по причине того что в лобазе должна была быть оставлена большая половина провизии взятой в поход утеря лобаза ставила крест на следующем более протяженном этапе маршрута поиск лобаза по памяти мог отнять драгоценное время которого у группы не было прервать поход по причине утери лобаза это позор вернуться обратно на 41 квартал без еды группа смогла бы употребляя в пищу заболон подкорно съедобный слой деревья выпивая отвары из хвойных веток чаги богатых витаминами и минералами с голоду бы не погибли но это был бы не зачет вероятно у Георгия Кривонищенко не возникло бы проблем вынуть из кармана вот этот блокнот в котором вероятно и находились кроки маршрута сделать в них все положенные отметки касающиеся с таким трудом устроенного лобаза подобное действие у профессионала Георгия Кривонищенко заняло бы несколько минут Игорь Дятлов непременно бы настоял на подобной отметке ведь от ее наличия на кроке зависела судьба не только похода но и безопасность группы что как мы знаем являлось немаловажным фактором для Игоря Дятлов вероятно ребята не стали бы надеяться на авось и торчащие в сугробе лыжи ненадежный ориентир для такого важного для группы объекта как лобаз какой можно сделать вывод из вышеизложенного документ кроки содержал в себе информации намного больше чем все дневники именно фактической информации а отметка места устройства лобаза должна была быть одной из важнейших отметок на данном участке пути группы Дятлова в материалах уголовного дела кроки упоминаются довольно часто как в показаниях свидетелей так и в постановлениях и протоколах на содержимое кроки следствием делается упор в установлении фактов по делу хотя оригиналами крок все эти доводы не подтверждаются оригиналов крок в деле просто нет упоминания кроки появляются в деле на первых листах только они описаны прокурором Кимпаловым как кальки протокол допроса свидетеля от 10 марта 59 года в качестве свидетель эксперт согласно статье 162 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР допрошен Масленников Евгений Поликарпович являвшийся руководителем поисковых работ во время обнаружения лабаза допрос провел прокурор-криминалист младший советник юстиции Иванов в городе Ивдель заметим неработники прокуратуры города Ивдельского района Темпалов и Кузьминых эта связка покажет себя далее из кроков маршрута группы усматривалось что туристы в верховьях реки Ауспе оставили лабаз запас продуктов для того чтобы из документа что-то усматривалось в документе должно было быть что-то написано либо отмечено если руководитель поисков говорит об усмотренном то есть указанном значит кроки группы Дятлова имели отметки кроки маршрута на руках поисковиков были уже 27 февраля 59 года о чем говорит протокол от всего числа составленный прокурором Темпаловым из радиограммы от 28 февраля усматривается что все документы кроме крок и личных блокнотов с места аварии увез прокурор Темпалов то есть кроки остались на руках руководителя поисковых работ Масленникова из допроса Масленникова Евгения Поликарповича 2 марта 59 года группа Славцова и Курикова обнаружила лабаз он был устроен в верховьях реки Ауспи в 100 метрах от берега реки в 500 метрах ниже границы леса выходит что отмеченный на кроке лабаз искали 4 дня командир минометной батареи артиллерист Темпалов всю войну проработав с картами не усмотрел из кроки устроенной группой дятлова лабаз и не дал команды тотчас же по усмотренному проследовать на место отметки произвести осмотр на месте на предмет обнаружения возможного места устройства лабаза стоит отметка на карте либо кроке прокурор ее видит и игнорирует тот факт что на эту отметку не были отправлены поисковики любая отметка в картах либо кроке была бы несомненно исследована физически самим следователем как видно не только из дятловцев в этом деле сделали глупых неумех еще и из прокурора Темпалова но на это есть причины обнаружить по отметке лабаз заняло бы у 30 поисковиков находившихся в лагере на Ауспе несколько часов поисковые группы искавшие по округе места стоянок группы лыжню лабаз после нахождения палатки на склоне вдруг перестали заниматься поиском лабаза имея на руках кроки из которых он якобы усматривался мало того ни в одной радиограмме до 2 марта нет словосочетания будем искать лабаз ищем лабаз вот что говорят о поиске лабаза члены группы поиска под руководством слабцового Бориса группы которая обнаружила палатку и впоследствии обнаружила лабаз через 4 дня группа состояла из 9 человек из которых допрошены были только трое Лебедев Владимир 25 числа группа разбилась на 4 части 3 человека слабцов Шаравин и проводник Иван пошли по следу дятловцев вверх по Ауспе 2 другие группы по 3 человека каждая занялись разведкой правого берега реки в надежде найти лыжню группы дятлова идущую на юг куда должны были пойти они сходив на Атартен такой лыжней обнаружено не было под вечер все вернулись к месту ночлега где оставались 2 человека с печальным известием вернулись Слабцов и Шаравин известием об обнаружении палатки опустим описание обнаруженной палатки так как уже было поздно они Шаравин и Слабцов захватив ледоруб фотоаппарат флягу спирта дневник кажется Слободина китайский фонарик и некоторые другие вещи какие точно не помню вернулись с проводником к месту ночлега рассказали нам об увиденном опустим рассказ о разборе палатки перейдем к основному предмету обсуждения вообще продуктов в палатке было немного дней на 5 самое большее то есть Слабцов и Шаравин не только взяли вещи но и проверили сколько продуктов было в палатке это нас убедило в том что дятловцы сделали лабаз о котором мы узнали затем из дневника кажется дятлова и затем обнаружили по составленным ими крокам Лебедев описал события дня 26 февраля читали дневники что примечательно смотрели карты кроки несомненно постоянно перечеркивая написанное перепутав прокуроров Лебедев выдавал свое сильнейшее волнение при даче показаний Брусницын Вадим в этот же 24 мы спустились в реку Урауспи где по проекту дятлов должен был устроить свой продовольственный склад интересно кто в этом убедил Вадима в проекте нет и слова о лабазе на левом берегу реки был обнаружен старый лыжный след на данном участке почти неразличимый несмотря на приближение вечера группа разбилась на две половины одна направилась вниз по течению другая вверх нижняя группа километрах пяти от нашей стоянки обнаружила ночевку группы дятлова никаких следов говорящих о дне ночевки и складе продуктов обнаружено не было верхняя группа потеряла след на следующий день двадцать пятого мы решили отыскать выход группы из долины реки для решения этой задачи разбились на три отряда один должен был отыскать затерянный след или установить его направление другие искали продовольственный склад и выход группы дятлова из долины реки ауспия на юг по слабцове с шаравиным в лагерь ими были принесены три фотоаппарата пуля бедила был принесен один фотоаппарат куртка с лободина ледоруб который был воткнут рядом с палаткой фонарик найденный у палатки и флягу спирта далее следует описание по разбору палатки и предположение о действиях группы дятлова первого февраля именно о лабазе провозившись с перекладкой продуктов устройством лабаза вышли только в три часа имеется ввиду группа дятлова 25 числа февраля месяца группа слабцова усилена искала лабаз после обнаружения палатки на склоне 26 числа прекратила искать что же по поводу лабаза говорит руководитель группы слабцов борис почему без отчества хочется подчеркнуть возраст руководителя борису ефимовичу на момент исполнения им обязанностей было полных 20 лет лебедево 20 брусницын 21 год далее будет понятно для чего было заострено внимание на возрасте поисковиков итак показания товарища слабцова начинаются с воспоминаний о знакомстве с членами группы Игоря Дятлова далее следует рассказ об обнаружении им и шаравиным палатки группы о том как ее разбирали о том какие события предшествовали до обнаружения палатки нет ни слова зато присутствует ложь 26 февраля 59 года мы над палаткой прорыли снег и убедились что людей нет а находившиеся в палатке вещи не трогали со мной был студент шаравин из палатки вещи доставали 27 и 28 февраля 59 года при этом присутствовали студенты Брусницын и другие о фотоаппаратах спирте и прочих вещах взятых из палатки товарищ руководитель решил соврать прокурор Темпалов в протоколе осмотра места происшествия от 27 февраля указывает следующее К настоящему протоколу приобщаются документы и ценности которые были предъявлены участниками поискового отряда и взятые из палатки пропавшей группы Дятлова Далее следует список из 20 наименований в том числе 17 пункт карты кальки фотокопии 9 штук немало было взято из палатки еще и проверили наличие продуктов в палатке для понимания делала ли группа Дятлова лабаз или нет потому как в верховьях Ауспии группа Славцова следов устройства лабаза на 26 февраля не обнаружила данное действие было логично вероятно Темпалов и Масленников были не очень довольны таким обстоятельством такой инициативе недоволен был и начальник учебной части военной кафедры УПИ полковник Артюков Георгий Семенович из показаний полковника Артюкова в 18.00 26 февраля находясь на радиостанции Северной экспедиции мы получили от группы Славцова действующей в верховьях реки Лозьвы в районе горы 1079 радиограмму в которой сообщалось о том что на восточном склоне горы с отметкой 1079 обнаружена палатка группы Дятлова осмотр которой не произведен вследствие начавшейся сильной метели отдал распоряжение не касаться обнаруженной палатки но в 18.00 распоряжение было уже не актуально как известно из показаний Лебедева Брусницына Славцов и Шаравин вернулись в 16.00 палатка была уже не просто тронута из нее были взяты вещи группы она была осмотрена на наличие продуктов и из нее был взят спирт который со слов Шаравина был распит в тот же вечер группой Славцова палатка была осмотрена более тщательно чем об этом рассказали сами участники этого осмотра самое интересное что радиограммы с сообщением об обнаружении палатки и еще кое-какие следователь Иванов убрал из уголовного дела радиограмма принял темников 26 февраля 13 часов Сульману соединились с Вижайским спасательным отрядом они в верховьях лозьбы обследовали и следов не обнаружено они перешли в верховья Ауспии их последняя стоянка и лыжня которая идет на хребет и в горах теряется их люди разбиты на три группы одна группа на хребет по течению Ауспии неволит лыжня идет на хребет где теряется тщка спасательный отряд разбился на три группы которых одна ушла поиски на хребет тщка по возвращении отряда обсудим как лучше искать тщка тут только один их представитель который остался для встречи с нами тщка неволен следующая 145 страница в деле радиограмма Масленникову датированная 27 февраля 17-25 часов то есть как минимум две радиограммы отсутствуют в деле как максимум порядка 5-6 отсутствует практически суточный запротоколированный радиообмен с 13 часов 26 февраля до 8-45 27 февраля даже в отредактированных радиограммах следствие перепутало хронологию поступавших радиограмм ведь радиограммы в дело вшивал следователь как это принято так на странице дела под номером 150 находится радиограмма от 27 февраля с временной отметкой 8-45 утра а радиограмма под номером страницы дела 145 имеет дату 27 февраля и временную отметку 17-25 через одну страницу стоит временная отметка 9 утра 27 февраля редактирование снимков подгонку дневников отсутствие оригиналов документов выведенная физико-техническая экспертиза если к этим фактам можно относиться скептически то факт изъятия следствием хронологического фактического материала событий из дела налицо в деле отсутствует радиограмма об обнаружении палатки радиограмма с приказом полковника Артюкова не прикасаться к ней до приезда следователя и проводника с собакой из показаний Брусницына немедленно была передана радиограмма о случившемся с координатами палатки по рации мы получили задание организовать площадку для посадки вертолета и выбрать место для разбивки лагеря на 50 человек 26 февраля бывает такая радиограмма с точными координатами палатки и с заданием выбрать место для разбивки лагеря на 50 человек в деле она тоже отсутствует в своих показаниях полковник Артюков говорит что в радиограмме об обнаружении палатки было сказано о том что палатку не обследовали ввиду начавшейся сильной метели но никто из группы Славцова в показаниях о сильной метели даже и не намекнул кто-то из этих людей соврал прочтем перепутанные местами радиограммы по оплошности оставленные в деле следователем радиограмма из штаба поисковых работ в лагерь Славцова данная 8.45 27 февраля неволину это радист прибывший на стоянку отряда Славцова задержите нашу группу мансийцев до конца поисков за все дни платим ТЧК пусть они оказывают помощь в поисках ТЧК постарайтесь догнать на оленях или лыжах ушедшую группу для разбора палатки до прибытия собак Сульман постарайтесь догнать ушедшую группу для разбора палатки вероятно неволенным перед этой радиограммой была дана радиограмма о том что вышла группа на разбор палатки получается что несмотря на вчерашнее указание полковника Артюкова не трогать палатку группа Слабцова вышла на разбор палатки причем вышла в районе 7-7.30 утра потемну или не было такого распоряжения распоряжение было и радиограмма об обнаружении палатки содержала слова о метели в промежутке времени от 8.45 до 9.00 полковникам Артюковым была дана радиограмма примерно такого содержания Слабцову почему вышли на поиски игнорировав указания дожидаться проводника с собакой немедля временно прекратите розыск до прибытия собаки сообщите кончилась метель сообщите видимость перевале к вам вылетает вертолет прокурором Масленникова группа Карелина проводник с собакой на что Слабцов дает незамедлительный ответ Артюкову Сульману сообщаем что на месте палатки дятлова поиски были начаты вчера и сегодня уже ушли 4 человека если мы их догоним то передадим просьбы прекратить временно розыск до прибытия собаки сейчас тихо видимость более 10 километров Слабцов сейчас тихо видимость более 10 километров значит было сообщение о сильной метели вчера а раз сейчас тихо что еще слегка странно выглядит в этой радиограмме ответ на требование прекратить розыск членов группы дятлова остановить не разбор палатки а именно розыск понятно что у полковника Артюкова была убедительная уверенная надежда на собаку которая непременно отыщет за пару часов покинувших палатку студентов но как известно собака обнаружила только зинаиду калмогорову а по известному результату нахождения трупов у кедра вышедшей группой становится понятно то что получив данные радиограммы слабцов пошел пить чай догнать вышедшую группу на перевал два часа назад было невозможно что же могло побудить студентов проигнорировать указания Артюкова вероятно амбиции быть первыми кто обнаружил все и всех расчет на то что группа дятлова частично дожива а еще те самые карты и кроки группы дятлова которые они накануне нашли в палатке и принесли их к месту своей стоянки на ауспе без сомнений можно сказать что группа слабцова и еще кое-кто проанализировали содержание этих карт в поиске отметок на маршруте самой главной отметки в тот вечер место устройства лабаза и это логично палатка найдена осталось найти лабаз и по следам найти живых или мертвых членов группы дятлова на карте либо кроки стояла такая отметка вероятнее всего стояла отметка в виде крестика либо точки без надписи отметка стояла по течению притока реки лозьвы у кедра если бы отметка имела указание лабаз думаю слабцов сообщил бы о том что обнаружен лабаз отмеченный на карте группы но получив от полковника Артюкова указание не прикасаться к обнаруженной палатке а слабцов с Шаравиным как известно уже к ней прикоснулись то решили промолчать о найденной отметке и с утра пораньше выдвинуться к данной отметке с полной уверенностью найти в этом месте лабаз по карте все получалось складно да и фактически тоже стоянка группы Дятлова под перевалом лыжня ведущая от Ауспии к палатке на склоне следы от палатки в сторону отметки на карте либо кроке логически рассудив можно было в этой ситуации предположить что отметка это лабаз и группа Дятлова спустилась в аварийной ситуации к нему оставалось установить что лабаз находится на месте отметки слабцов как руководитель группы поиска взял на себя инициативу и ответственность за все решения с утра отправил группу из 4 человек в сторону отметки поставив задачу своему товарищу Михаилу Шарамину розыск следов группы и обнаружение лабаза из интервью Коптелова Юрия данного в феврале 2008 года можно понять что в группе Слабцова обсуждение задач могло быть между двумя участниками сам Слабцов и Михаил Шаравин а остальные могли даже и не знать о целях того или иного действия для напоминания Юрий Коптелов с Михаилом Шаравиным обнаружили первыми тела под кедром он был к Слабцову ближе они могли что-то обсуждать чего я не знал может до того обсуждали может по пути может когда палатку нашли может они все эти вопросы обсуждали я этого не знаю об обнаружении тел у кедра примерно в метре даже меньше полметра наверное от костра лежали двое мы не подходили мы не трогали наше дело было зафиксировать и быстренько сообщить что вот нашли первых нам не ставили задачу обследовать нам ставили задачу найти обозначить то есть кедру Шаравин и Коптелов были отправлены с конкретной задачей из интервью Шаравина Михаила 2007 года вот 26 получилось так что мы нашли палатку быстренько по своей старой выжне вернулись к своему месту ночлега и вот когда мы пришли буквально за несколько часов до этого группа манси подошла туда они одного своего больного товарища притащили на шкуру он заболел где-то в дороге пришел с ними радист на вечернем сеансе сообщили что палатку нашли и примерно договорились о действиях на следующий день 27 числа вот поэтому поскольку было известно что в палатке никого нет что из палатки они ушли в сторону лозьбы поэтому по-моему согласовали этот вопрос с масленникова что мы уже утречком пойдем пораньше с Юрой Коптеловым в долину реки лозьбы для выбора места для лагеря поскольку ребята ушли туда искать надо ясно в той стороне в стороне лозьбы и мы пошли выбирать место а все еще остались там собирать палатку имеется ввиду палатка группы слабцова мы где-то пересекали не по перевалу поднялись не по старой лыжне а чуть правее через высотку 880 она правее оставалась но в то же время мы шли правее останцев потому что мы спустились в том направлении когда мы сюда поднялись стали смотреть вниз стало ясно что там этот кедр он очень хорошо выделялся он был как-то на каком-то пригорке пригорочек такой и он очень сильно выделялся вот мы к нему и съехали сразу кедру подъехали и тут их нашли и о поисковых амбициях которые имели место быть даже в 2007 году в одной из книжек пишут что у кедра не мы нашли а якобы брусницин с кем-то а тут других мнений-то быть не может потому что перепутать-то ничего нельзя потому что мы первые пошли вдвоем больше там никого не было с Юрой Коптеловым только вот Михаил Шаравин и Юрий Коптелов запамятовали о том что они ушли вчетвером с утречка о чем сообщает Слабцов в радиограмме Артюкову кто эти двое неизвестных почему Шаравин везде жирно выделяет что они были вдвоем Слабцов дает радиограмму минимум через часа полтора после того как он проводил в путь группу поиска состоявшую из четырех человек не мог же он ошибиться двое или четверо были им отправлены за перевал не мог конечно из интервью Коптелова вопрос сколько вас было в группе до прихода Манси и радиста неволина 9 Коптелов в том то и дело что у нас эта деталь расходится получается что нас было 9 плюс эти двое неопознанных которых я не помню но все другие говорят что они были я же говорю что я был почти случайным там человеком в лицо же я практически никого не знал странное совпадение можно предположить что Шаравин и Коптелов получили еще одну задачу держать язык за зубами как и с лобцов интервью Коптелова и интервью Шаравина наводят на мысль что к Кедру они шли разными путями по Шаравину они съехали с перевала прямо к Кедру по Коптелову дошли до палатки обнаружили следы на склоне и по ним спустились к Кедру Шаравин говорил о трупах у Кедра накрытых одеялом Коптелов вообще сказал что они лежали вот так на самом деле это выглядело вот так в следственной практике все изложенное Шаравиным и Коптеловым называется противоречивыми показаниями в рамках уголовного дела такие расхождения в описании одного события повлекли бы за собой проведение следствием дополнительных допросов и очной ставки между свидетелями с возможным изменением их правового статуса прокурором Темпаловым данные граждане должны были быть допрошены в первую очередь так как они обнаружили погибших Словцов также должен был быть допрошен 28 февраля это стандартная процедура опрос свидетелей на месте происшествия но таковых в деле нет Словцова Лебедева Брусницына допрашивают через полтора месяца а Шаравина и Коптелова вообще не допросили гражданин прокурор Темпалов предстает в данном деле этаким прокурором о забывшем основы криминалистики и основных своих обязанностей если не вникать в подробности то так и можно подумать так многие и думают в этой иллюзии виновны изъятые из дела материалы вернее не помещенные в дело составленные на месте происшествия гражданином прокурором Темпалово такие как оригинал осмотра палатки группы Дятлова отдельный протокол по установлению местоположения взятых поисковиками из палатки личных вещей участников группы протокола допросов свидетелей на месте происшествия с целью установления лиц обнаруживших палатку и тела погибших установлению обстоятельств предшествовавших и приведших к обнаружению места происшествия данные действия следователя на месте происшествия являются обязательными к исполнению в деле вообще отсутствуют подобные протокола как по палатке так и по лобазу гражданин прокурор Темпалов знал свое дело судя по тем документам оригиналы которых попали в уголовное дело Шаравин Коптелов и те двое неизвестных вышедших с ними утром 27 февраля к отметке были допрошены эти протокола видимо случайно выпали из папки и потерялись в сейфе одного из прокуроров как и часть радиограмм за 26 февраля сказ о таком нереальном везении в обнаружении тел вот так запросто скатившись с горочки и усмотрев нечто темненькое а это два горизонтально лежащих припорошенных снегом тела тем более кедр со слов Шаравина находится на пригорочке рассмотреть вот это да еще и на пригорочке фрагменты тела выступающих из-под снега это просто ложь так подъехать к данному месту можно было в нескольких случаях зная точку заранее определив ориентир и азиму движения к этой точке либо по следам по рассказу Коптелова идя от палатки по следам на склоне которые как известно обрывались у границы леса нужно было у границы леса определить дальнейшее направление движения идя по правому либо по левому берегу притока реки Лозьва Коптелов и Шаравин должны были проходить мимо Игоря Дятлова рука которого была видна из-под снега ведь они шли и искали что-то а руку Дятлова по которой его обнаружили в этот же день не увидели зато увидели фрагменты тел у Кедра на пригорочке очень все нескладно вернее слишком все легко и просто найдя по отметке у Кедра вместо лобаза тела двоих чуть позже в этом же квадрате еще двоих участников группы Дятлова все поисковики занялись устройством лагеря за перевалом вырубкой площадки 50 на 50 метров разбором палатки транспортировкой тел к останцам всем кроме поиска лобаза и это неудивительно отметок на картах и кроке кроме той по которой пришли Шаравин и Коптелов больше не было если бы были еще отметки то лобаз нашелся бы с такой же легкостью как и погибшие в этот же день либо хотя бы на следующий тем более что на месте была собака вроде как и не одна для которой найти по отметке под снегом 4 килограмма вареной колбасы 3 килограмма корейки которые находились в лобазе не составило бы никакого труда дело в том что никто не знал куда везти этих собак 27-28 февраля на месте происшествия находилось 30 человек поисковиков плюс мансийцы охотники следопыты собака и никто не был занят поиском лобаза манси согласны ехать в поиске плата за сутки 4 человека 500 рублей следы обнаружили манси в 90 километрах от Суеват Пауля к Уральскому хребту следующая радиограмма собираемся ехать 2 часа местного но двое суток говорят на поиски мало так как нужно на самый водораздел хребта где видели их охотники поедет Куриков Степан и Троя всего со мной 5 человек самих лыжников никто не видел но видели свежий след лыжный и место стоянки по всем признакам эта их группа шла там следующая радиограмма след видел пастуха Нямов Андрей примерно 8-9 дней назад след узких спортивных лыж количество человек не установлено следы направляются от верховья Ауспи до нее направлении восточного склона Увала к северу верховьям Лосьвы следующее находимся километрах 6-10 от Устья Ауспи в поселке в Устье Ауспи обнаружены следы узких спортивных лыж лыжня довольно хорошая проторена это было много людей то есть 8-10 следы давние примерно дней 15 назад так как в лесу следы хорошо заметно а на открытых местах совсем замело направляемся по следу в верховье Ауспи где будем искать в горах и Устье Ауспи мы заночевали идем дальше неволе 26 февраля то есть в зоне леса следы были хорошо видны настолько хорошо что по ним можно было определить направление движения лыжников следы обнаруживали в основном манси для которых это не является проблемой при наличии таковых для манси чтение следов это жизненная необходимость они о следах узнавали с раннего детства в Абас предоставленный следствием был устроен в глубокой лесной зоне в 400 метрах от места стоянки вверх по течению Ауспи как можно видеть на снимках с довольно серьезной растительностью и глубоким снежным покровом по предположению свидетелей экспертов и следствия группа Дятлова занималась устройством данного лабаза практически до обеда Слабцов Шаравин и проводник охотник Иван обнаруживают след лыж ведущих от места стоянки на Ауспи группы Дятлова к палатке на высоте 1079 следы от того же места стоянки к лабазу которые как говорит Неволин были отчетливо видны в зоне леса не нашли если дятловцы устраивали на этом месте лабаз то должны были оставить следы от места стоянки до него не по воздуху же они летали хотя существует и такая версия как нам известно из многих показаний следы на месте искали довольно тщательно несколько групп за день поисков 26 февраля на месте стоянки группы Дятлова никаких следов обнаружено не было и еще для чего группе Дятлова стоя в зоне леса имея возможность тут же на месте стоянки устроить лабаз нужно было устраивать его в 400 метрах тратя силы и время объяснение данному аллогизму есть во-первых масленников давши указания устроить лагерь поисковиков на этом месте во-вторых отсутствие еще каких-либо меток на картах и кроках указывающих на лабаз в-третьих малое количество продуктов палатки что говорило о том что где-то была оставлена их часть трудно сегодня определить прозрели ли в тот момент масленников иванов от осознания того что стоявшая метка на карте либо кроке обозначало не лабаз а местонахождение погибшей группы отсутствие в округе следов устройства лабаза и самого лабаза отсутствие большей части провизии группы что при наличии таких факторов как местность время года большая отдаленность от населенных пунктов могло свидетельствовать о присутствии посторонних лиц на месте происшествия вероятно такие подозрения были но все свелось на молодость и лопухастость задиры кривонищенко забывшего поставить отметку на месте устройства лабаза лабаз где-то есть но где его искать да и смысл искать продукты да и продукты что еще такого там может быть смысла нет тратить на его поиски время когда нужно сделать столько работы одну площадку для посадки вертолетов вырубить чего стоит на которую за все время поисков ни один вертолет не сел вот на этой ноте было принято решение устройства лабаза неподалеку от базового лагеря поисковиков потому как искать 50 килограмм провизии неизвестно где в тайге означает искать иголку в тысячи стогов сена это понимали и масленников и иванов и слабцов которому вероятно и пришлось организовать лабаз с последующим его нахождением его же группой причем обнаружение лабаза произошло так же стремительно неожиданно и точно в стиле группы слабцова раз и обнаружили ни в одном протоколе допроса свидетелей обнаруживших лабаз нет никаких подробностей обнаружения лабаза а следствие как бы избегает задавать подобные наводящие и уточняющие вопросы об обстоятельствах обнаружения данного сооружения задавать подобные вопросы необходимо на месте обнаружения именно в день обнаружения события обнаружения в данном случае лабаза должны быть зафиксированы следователем так сказать по горячему пока свидетели помнят все подробности события то есть я такой-то такой-то с таким-то такого-то числа месяца года во столько-то времени вышли за дровами пройдя в таком-то направлении увидели лыжи с красной гетро на носке подкопав снег увидели устроенный склад продуктов о чем сообщили начальнику поисков после уже должен был идти протокол осмотра лабазы такие документы могут считаться фактическим материалом точно что мы видим что мы видим в деле у Льва Иванова протокол осмотра лабаза 2 марта 59 года лагерь поисковой партии в верхнем течении реки Ауспи всего числа в верховьях реки Ауспи под перевалом на реку Лозевы обнаружен лабаз склад продуктов группы Дятлова далее идет описание обнаруженного во сколько кем при каких обстоятельствах был обнаружен лабаз осталось за кадром можно даже подумать прочтя написанное что сам прокурор Иванов и обнаружил лабаз полностью забыто следователем техника и тактика ведения следствия слабцов о лабазе вопрос кто и при каких обстоятельствах обнаружил лабаз группы Дятлова что там находилось ответ теперь точно дату я не помню но 28 февраля ну или 1 марта сего года я Брусницын Лебедев в верховьях реки Ауспи нашли лабаз группы Дятлова с нами были еще два человека манси 15 апреля молодой человек 20 лет от роду запамятовал какого числа они обнаружили лабаз но точно помнит что носки находившиеся в ботинках Дятлова были смершимися вот во избежание подобных провалов памяти у свидетелей и делается опрос на месте с составлением протокола не через полтора месяца и так слабцов коротко и ясно сказал я Брусницын Лебедев и двое манси нашли лабаз следователь Романов не стал мучить парня подобными вопросами такими как вам поручили розыск лабаза как и по каким признакам вы его обнаружили следы отметки на кроке отметки на картах либо случайно но такие вопросы не задаются получается что и следствие не шибко интересовалось подробностями обнаружения лабаза обнаружен да и все на этом еще один косвенный факт свидетельствует о том что лабаз был устроен поисковиками не зная причин гибели девяти человек прокурор Иванов спокойно передает продукты из лабаза в лагерь поисковой партии не учитывая возможной причины смерти четверых туристов возможно они умерли от отравления этими продуктами ведь причина смерти была еще неизвестна а прокурор без задней мысли передает продукты все очень просто передал потому что был уверен в их безопасности откуда эти продукты были взяты туда они вернулись в провизионный склад поисковой партии не обнаруженный лабаз был костью в горле прокурора Иванова начальника поисковой партии Масленникова но он нужен был для полноты картины вероятнее всего взрослые опытные мужчины поджали слегка молодых людей за их инициативу в поиске выемку вещей из палатки без разрешения какой-либо строгой ответственностью отчислением из института как вариант возможно уголовной из уст прокурора подобное звучало бы весьма убедительно после включив доброго прокурора пообещав как-нибудь замять их подвиги особенно флягу спирта в обмен на манипуляцию слабазом убедив беседе слабцова что смысла поиска истинного лабаза нет только мучения и бессмысленная трата человека часов авторитетный человек среди туристов масленников поддержал в этой беседе Льва Иванова искать лабаз которого вообще могло не существовать не было времени у Евгения Поликарповича имелись другие более сложные задачи на перевале Статья 78 Уголовно-процессуального кодекса о протоколах Протокол о производстве следственных действий допросов обысков выемок осмотров и освидетельствований составляется следователем и должен содержать в себе указание места времени совершения следственного действия обозначение следователя сторон понятых содержание показаний допрошенных лиц результат осмотра освидетельствования обыска выемки заявления и ходатайства сторон свидетелей экспертов и других лиц постановления вынесенные следователем протокол подписывается следователем и понятыми если таковые имеются а также допрошенным лицом протокол осмотра лабаза 2 марта 59 года лагерь поисковой партии в верхнем течении реки Ауспи место дата совершения следственного действия есть отсутствует точное время начала осмотра что недопустимо прокурор криминалист прокуратуры Свердловской области Иванов в присутствии начальника поисковой партии товарища Масленникова и Слобцова Бориса Ефимовича составил в соответствии со статьей 78 УПК РСФСР настоящий протокол в следующем обозначение сторон следователя и понятых есть хотя на фото у лабаза можно видеть много больше понятых чем Масленников и Слобцов указанные в протоколе Сего числа в верховьях реки Ауспи под перевалом на реку Лосьвы обнаружен лабаз склад продуктов группы Дятлова Далее согласно статье 78 УПК должны идти показания свидетелей обнаруживших лабаз но Лев Иванов опустил такие неважные подробности во избежание разночтений ну а далее весь протокол соответствует статье 78 результат осмотра результат выемки и изъятия подписи сторон таким образом была решена проблема отсутствующего лабаза его устроили там по предположениям всех поисковиков протокол подписывал Слобцов как и свидетелем был указан тоже только он вероятно он мог и в одиночку справиться с таким заданием радиограмма 28 февраля 17.07 Сульману продуктов на 2-3 дня остальные продукты дней на 8 оставлены видимо в лабазе в верховьях Ауспии интересно кто убедил всех в том что группа Дятлова должна была непременно устроить лабаз в верховьях Ауспии Лебедев в показаниях говорит о том что даже в проекте похода об устройстве лабаза в верховьях Ауспии есть информация посмотрим маршрут похода по дням вверх по Ауспии перевал верховья Лозевы восхождение на гору Атартен гора Атартен верховья Ауспии Никакой информации об устройстве лабаза нет Игорь Дятлов как опытный турист в проекте похода закладывал по одному дню на преодоление каждого перевала что с одной стороны логично потому как неизвестно было возьмут они тот или иной перевал сходу как говорится гладко было на бумаге да забыли про овраги так вот Игорь судя по проекту про овраги не забыл заложив сутки на преодоление каждого перевала своими планами по поводу лабаза сам Игорь Дятлов и поделился с одним из членов турклуба УПИ перед походом с довольно таки активным членом поиска группы Дятлова послушаем его показания город Ивдель 25 февраля вечером было совещание комиссии на которую пригласили меня и Аксель Рода из всего что я там узнал стало ясно что настоящие и плановые поиски начались только с приезда товарища Масленников так как собравшаяся там компания совершенно не была компетентна в вопросах туризма и организации спасательных работ надменный тон профессионального спасателя 31 января после хорошей ночевки группа вышла в верховье реки Ауспи где предполагало сделать лабаз и налегке сходить на Атартен это мне известно из беседы с Дятловым перед походом вероятно данная информация была донесена до сведения комиссии и штаба поисковых работ где присутствовали Масленников Темпалов Артюков и многие другие поисковые группы были высажены везде где только можно две группы были высажены на Атартен а верховье Ауспи и Лозьвы на перевал ни одной странно но объяснимо главное становится понятно из чьих уст пришла убедительная информация о лабазе в верховьях Ауспи Анализ вышеизложенного приводит к устойчивому ощущению что группа Слабцова нарушила чьи-то планы не осознавая последствий своей инициативы и не очень хорошего поведения можно сказать безответственного поведения но в молодости со многими такое случалось вместо похвалы получали проблемы Ложь Слабцова о том что в палатке они ничего не трогали говорит о том что он сознательно солгал он единственный запротоколированный и давший показания об обнаружении палатки он ее обнаружил обнаружил и лабаз а вот Михаил Шаравин Юрий Коптелов просто потерялись из поля зрения следствия видимо для того чтобы не наговорили лишнего двое неизвестных которые в то утро вышли с ними совсем не попали в материалы дела за все отвечал Слабцов вот его и нагрузили почему Шаравин и Коптелов не рассказали обо всем почему Юрий Юдин был так немногословен выбирая выражения вдаваемых им интервью вероятно причина была одна на всех есть кое-какое предположение о причине молчания группы Слабцова лично мое предположение неожиданно быстро спустившись по азимуту от останцев кедру то есть точки либо крестики на кроке либо карте Шаравин Коптелов и еще двое неизвестных могли столкнуться у кедра с людьми с живыми людьми которых они знали которые возможно до сих пор еще живы но это мои предположения так какую важную работу сделал Лев Иванов как прокурор криминалист на месте происшествия обнаружил и описал Лабаз составив единственный протокол на месте происшествия сделал серию снимков законспектировал все версии поисковиков для дальнейшей работы все все то же самое на месте происшествия мог сделать и прокурор темпалов кстати сообщений о том кто забрал кроки оставшиеся у Масленникова нет протокол допроса свидетеля Карелина Владислава Георгиевича 15 апреля 59 года о подготовке к походу группы Дятлова я узнал в начале января 59 года Дятлов приходил ко мне за картой района похода и рассказывал о маршруте хотелось бы услышать ответ господина Карелина на вопрос вернули ли ему карту если да то кто и когда с 28 по 3 число марта месяца 59 года в лагере поисковой партии побывали два прокурора Шаравин и Коптелов были там же чем таким важным были заняты что ни один из прокуроров не допросил группу Слабцова на месте радиограмма Сульману 2 марта 59 года 12.30 сегодня будем искать лабаз в верховьях Ауспии ТЧК высылаем дежурных вертолетную площадку случай прилета вертолета ТЧК отправляем группу за перевал поиски пострадавших ТЧК первым рейсом отправим Иванова Ярового 4 трупа вторым 6 человек из группы Слабцова ТЧК следующая радиограмма 3 марта 12.40 трупы отправлены вертолетом в ЗПТ также вылетел прокурор и корреспондент ТЧК соответственно вторым вертолетом сняли 6 человек группы Слабцова то есть в радиограмме прямо сказано о том что до 2 марта до половины первого дня лабаз никто не искал да не искал какова же причина должен был улежаться свежекопанный снег на месте новенького лабаза для так сказать правдоподобности картинки распределением обязанностей на поисках занимался гражданин Масленников который до указанной даты и часа не выделял ни одного человека на поиск лабаза хотя из кроков усматривалось и возможно продукты были оставлены в лабазе в верховьях реки Ауспи это цитаты слов Масленникова и ведь кроки были у него на руках до 3 марта после всей операции кроки забрал Иванов вероятно 6 человек из группы Словцова были вывезены с перевала не случайно а для некоторой профилактической беседы хотя было сказано что очень устали и им требуется отдых снег на новом лабазе не просто улежался еще и был засыпан свежим радиограмма 1 марта 16.30 Сульману состав отряда в количестве 30 человек чувствует себя нормально все работают дружно и организованно однако если непогода будет 3-4 дня и если вы дадите разрешение мы можем отрядам за двое суток своим ходом дойти до Северного Лозьбы где нас можно взять вертолетом это та самая жуткая непогода описанная Львом Ивановым в одном из своих писем все следы к новому лабазу были стерты снегопадом и метелью после непогоды можно было смело выходить на его поиск посчитаем хронологию обнаружения по радиограммам 2 марта 12.30 начало поиска 18.30 все уже обнаружено и запротоколировано в 16.30 в это время года в том месте было уже темно то есть отнимаем 2 часа итог на обнаружение раскопку осмотр и протоколирование лабаза ушло 4 часа без малого четверо суток все ответственные товарищи игнорировали поиск лабаза после в стиле группы слабцова молниеносно у себя под боком обнаруживают его неожиданно легко и быстро слишком много серьезных людей игнорировали вроде бы как усматриваемый из кроки лабаз что указывает на то что не было никакой отметки кроме одной отметки у кедра одна из задач поставленных прокурору Леву Иванову для исполнения на месте происшествия была задача устройства нового лабаза потому как все наверху поняли что лабаза не было дятловцы его не сделали не успели грубо но задачу эту Иванов решил совокупность косвенных промежуточных фактов в данном анализе без лишних затруднений объединяет многие события тех дней в системную цепь в своей совокупности устанавливающую предмет доказывания с доказываемым тезисом лабаз в верховьях Ауспии был устроен следствием при помощи поисковиков 30 января 59 года сегодня наверное будем строить лабаз то есть было высказано предположение Зинаиды Ковмогоровой о том что вероятно будут строить лабаз это не означает что лабаз был построен постановление о возбуждении уголовного дела 26 февраля 59 года прокурор города Ивдель Темпалов ознакомившись с данными об обнаружении трупов студентов туристов на высоте 1079 были обнаружены замерзшими трупы Кривонищенко Ковмогорова Дятлова и других студентов туристов Свердловского политехнического института и принимая во внимание что по данному факту требуется производство предварительного следствия по выяснению причин смерти гибели указанных лиц а потому постановил принять дело к своему производству возбудить уголовное преследование по факту гибели туристов Свердловского политехнического института и приступить к расследованию прокурор города Ивдильтемпала Из материалов дела известно что первые погибшие были обнаружены утром 27 февраля Постановление о возбуждении дела от 26 февраля уже содержит в себе фамилии некоторых погибших что пробуждает массу фантазий Если избавиться от фантазий и некоторого процессуального невежества проштудировать немного текста становится понятно что осмотр места происшествия без постановления о возбуждении уголовного дела допустим Ничего загадочного в данных действиях прокурора Темпалова нет Утром 27 февраля он вылетал на осмотр палатки обнаруженной на склоне которую никто не трогал в кавычках о чем мы знаем из предыдущего рассмотренного материала Вероятно он был обескуражен увидев развороченную палатку и сообщением о найденных инициативными студентами трупах Предположения о том что группа погибла конечно были но 27 февраля эти предположения частично подтвердились проведя все неотложные действия на месте происшествия такие как осмотр трупов осмотр палатки опрос свидетелей группа Слопцова составив отдельный протокол по установлению местоположения взятых из палатки инициативными студентами вещей группы Бятлова обязан был составить такие документы прибыв в город Ивгель прокурор Тымпавов возбудил дело 26 февраля по причине датировки первого протокола в деле 27 февраля на 28 февраля у прокурора Тымпавова не было уверенности в четвертом обнаруженном потому в постановлении были вписаны фамилии точно опознанных тел Кривонищенко Калмогорова Дятлов как известно у поисковиков были сомнения в опознании поэтому Тымпавов применил формулировку и других студентов туристов далее постановил принять дело к своему производству по факту гибели туристов Свердловского политехнического института и приступить к расследованию то есть начать сбор материалов имеющих отношение к данному факту первым что было вложено в дело это тетрадь только что привезенная с места происшествия имевшая в себе протокол осмотра самого места где были обнаружены трупы с описанием трупов и вещей переданных инициативными студентами в этой же тетради был первоначальный осмотр палатки с опросом Шаравина и Сладцова которым они пояснили что обнаружив палатку разорвали ее а вероятно и порезали для более легкого разрыва сам Михаил Шаравин не скрывал того факта что они использовали ледоруб для чистки снега с палатки беря в расчет тот факт что они в день обнаружения осмотрели палатку даже на наличие продуктов для таких действий нужно было проникнуть внутрь палатки приподнять скаты и хорошо все осмотреть что Слабцов с Шаравиным и сделали разорвать брезент руками не очень просто так что вероятнее всего инициативными студентами был использован нож и ледоруб 15 апреля 59 года допрос свидетеля Слабцова Бориса Ефимович 26 февраля 59 года мы над палаткой прорыли снег и убедились что людей нет а находившиеся в палатке вещи не трогали после данного рассказа у следователя должен был возникнуть вопрос к Слабцову как у вас на руках оказались вещи группы Дятлова из палатки до ее осмотра прокурором Кымпаловым но у прокурора Романова не возникает такого вопроса прокурор следственного отдела прокуратуры Свердловской области младший советник юстиции Романов в процентном соотношении работы следователей по данному делу произвел 30% допросов так что с материалами дела он был знаком отлично на его счету было 14 допросов в отличие от некоторых мифических участников расследования протокол места происшествия находившийся на первых страницах ему был несомненно известен из показаний Лебедева Владимира члена группы Слабцова проводник с собакой Карелинцы и я с Шаравиным поднялись до палатки опустим некоторые подробности середина палатки провалилась сама палатка была порвана может быть ее порвали наши ребята Шаравин и Слабцов но на скате который был обращен вниз был четкий ровный порез сделанный по моему ножом и еще кое-что о повреждениях мы обнаружили рассыпанные сухари мешок этот могли порвать наши ребята когда в первый раз ледорубом расчищали палатку далее еще интереснее в одном месте палатки она была порезана и затем скреплена булавкой 20-летний Владимир Лебедев в одном протоколе 20 апреля несколько раз предположительно показывает на людей повредивших палатку вероятно накануне у Костерка он от них же и услышал о том как ребята оровали палатку то есть очищали но это мои предположения конечно же Владимир Александрович Лебедев впоследствии ставший заслуженным и уважаемым ученым преподавателем никогда не комментировал события этих лет интересно отношение прокурора Романова к таким показаниям не сформировавшим в его следствии дополнительных вопросов к другим членам поисковой группы Слабцова и не только к ним а еще и к прокурору Темпалову из показаний Василия Ивановича на первый взгляд палатка была занесена снегом она была установлена на площадке ровной вытоптанной студентами палатка с ветреной стороны была порвана на первый взгляд палатка была занесена снегом выдавила себя Василий Иванович с трудом подобранную формулировку его взгляд на палатку был далеко не первый снег на палатку к его появлению был наброшен Слабцовым и Шаравиным перед их уходом с места ее нахождения следы их расчистки вот что первым увидел Темпалов в правом углу около входа лежала часть продуктов банки сгущенного молока 100 грамм нарезанного сала сухари сахар фляжка пустая из-под спирта или водки запах ощущался там же фляга с какао приготовленным к употреблению какао разведено водой и естественно замерзло около сала нарезанного мною был найден большой нож мною установлено нож принадлежит студентам у меня сложилось впечатление что студенты выпили водку и закусывали теперь внимание все сказанное Василием Ивановичем о сале водке ноже переложите в уме на Славцова Бориса и Михаила Шаравина ведь они в тот год были студентами а Василий Иванович не уточняет о каких именно студентах идет речь без меня к палатке никто не подходил и следов около палатки никаких не было а вот это уже статья 95 уголовного кодекса РСФСР задачу заведомо ложных показаний следов инициативные студенты оставили предостаточно если у палатки и в палатке можно было что-то обнаружить то Славцов и Шаравин все затоптали о чем в этих показаниях продолжая описывать картину палатки засыпанной снегом у которой он якобы оказался первым никаких следов борьбы в палатке и около палатки мною не установлено если бы была какая-либо борьба естественно что-то бы мною было установлено с этой точки зрения я тщательно искал и осматривал палатку но признаков борьбы не было по крайней мере об этом ничего не говорило слишком много глаголов условного наклонения если бы докабы в показаниях Василия Ивановича что может косвенно свидетельствовать о том что он оставлял место для шага назад давая двоякую трактовку своих показаний что ж опыт вообще допрос районного прокурора в деле которое он возбудил выглядит довольно нелепо из шести страниц допроса без малого на трех страницах то есть 50 процентов показаний приходится на долю палатки на склоне являвшийся объектом осмотра места происшествия обстоятельства обнаружения которой и все необходимые действия Василий Иванович отравил на месте в ходе осмотра места происшествия в отдельном протоколе осмотра палатки группы туристов товарища Дятлова о данном действии Василий Иванович в показаниях говорит следующее 28 февраля 59 года мною в присутствии понятых была осмотрена палатка туристов которая находилась от гребня от рога высоты 1079 в 150 метрах была осмотрена палатка что подразумевает составление на месте протокола этого осмотра палатки который так и называется протокол осмотра палатки что находится в деле вместо протокола осмотра палат протокол вместо обнаружения стоянки группы туристов товарища Дятлова Игоря причем это еще и копия не имеющая ни одной росписи понятых прокурора Тымпалова якобы совершавшего данное действие и росписи Василия Ивановича о том что копия данной нелепицы верна данное следствие должно было быть проведено но к описанию палатки подобное не могло иметь никакого отношения в данном протоколе должно быть описано само место с которым связано представление о происшествии участок местности на котором находится место происшествия к такому протоколу приложением должна идти панорамная фотосъемка от мест важных узлов места происшествия к примеру из узла между кедром и местом обнаружения Дятлова и Калмогурова делается панорамная фотосъемка 360 градусов кадр накладывается на кадр такая же фотосъемка должна была быть сделана у палатки с ее захватом в кадре описанием местности осмотр палатки отдельное следственное действие с отдельным протоколом в который входит описание местоположения палатки и ее состояние на момент проведения следственного действия указания либо опроса кем и при каких обстоятельствах было обнаружено описание предметов и документов находившихся внутри палатки темпалов который внес все обстоятельства события 26 февраля с участием инициативных студентов описи обнаруженных вещей и предметов внутри палатки таких как мандолина например которая оказалась точнее была положена в лабас темпалов обувь с тетрадью в которой были осмотры вывдили а прокурор Иванов в это время готовился к вылету на перевал потому не мог знать что описал темпалов в своем осмотре такой яркий необычный предмет как мандолина Василий Иванович внес протокол осмотра палатки как можно видеть тетрадь Василия Ивановича темпалова была бережно расшита и дала следствию три листа из вероятно двенадцатилистовой тетради с протоколом места происшествия на шести страницах в котором нет ни слова об осмотре палатки то есть как говорил Василий Иванович он 28 февраля осмотрел палатку о чем составил протокол следовавший за этим протоколом вернее дополнявшим его если вот тут есть три листа то половина тетради с рукописным текстом прокурора Тымпалова а именно протокол осмотра палатки и обложка тетради отправились для начала в сейф а после прекращения дела в топку из показаний Брусницына Вадима после переписи прокурором города Ивделя имущество группы мне и Шаравину было предложено собрать вещи и транспортировать их к месту посадки вертолета то есть Василий Иванович со слов свидетеля Брусницына писал у палатки пусть даже не в ту тетрадь которую мы видим в деле где эта опись вещей статья 58 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР доказательствами являются показания свидетелей заключения экспертов вещественные доказательства протоколы осмотров и иные письменные документы и личные объяснения обвиняемого статья 77 протоколы обязательно ведутся при следственных действиях у прокурора Романова не возникает вопроса к Василию Темпалову об отсутствии протокола осмотра палатки например какова причина отсутствия в уголовном деле составленного вами на месте происшествия протокола осмотра палатки группы Дятлова и его порча утеря либо что-то другое протокол осмотра палатки в деле был до последнего момента момента отправки дела в Москву для ознакомления генпрокурором данные показания Василий Иванович дал либо по просьбе коллег либо под давлением вышестоящего руководства в оригинале протокола осмотра палатки имелась информация наводившая на вопросы первое что мешало ходу следствия о несчастном случае это опись вещей и снаряжения сделанная Василием Ивановичем 28 февраля у палатки часть которых была уложена в так называемый лабаз нахождение таких вещей как ботинки с мокрыми носками в продовольственном складе мандолина являющаяся не только музыкальным инструментом но и средством от скуки а дятловцы любили попеть и послушать песни любой адекватный следователь зафиксировал бы данное сочетание наполнения лабаза как негативные обстоятельства противоречащие представлению обычного хода вещей для данной ситуации а именно наличие предметов являющихся в данной обстановке чужеродными сам факт обнаружения которых в данном месте необычен применив термин идентификация можно понять для чего данные предметы находились так называемой лабази идентификация это процесс установления тождества индивидуально конкретного объекта в целях решения задач расследования для идентификации обнаруженных вещей нужен тот кто опознает вещь в данной идентификации был задействован Блинов возможно даже и не зная об этом ибо данное произнесенное Блиновым называется опознание на что составляется протокол так как был составлен протокол опознания вещей которые опознавал Юрий Юдин в этом протоколе нет подписи Блинова в том что он прочел и согласен с написанным задача обнаружения Лабаза стояла как перед следствием так и поисковой партией которая была поставлена всем поисковым группам еще на начальном этапе поисков и эту задачу официально никто не отменял одна невыполнимая задача на всех это мотив для инсценировки искусственному созданию лицом заинтересованным в определенном исходе следствия обстановки не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию прокурор Темпалов обязан был указать в протоколе осмотра палатки обстоятельства ее обнаружения и тот факт что перед осмотром палатка была повреждена кем и как с последних могла быть визита объяснительная записка по данному факту либо проведен опрос не указать данный факт прокурор Темпалов не имел права и вероятно он все указал провел все по правилам согласно своим должностным обязанностям косвенные подтверждения тому факту что данный допрос прокурора Темпалова имел цель убрать из дела факт повреждения палатки Слобцовым и Шаравиным факт их аморального поведения опись вещей группы Дятлова имеются в самом допросе Описание событий и действий Василия Ивановича накануне обнаружения места происшествия понятны об обнаруженных трупах Трупы мною были сфотографированы составил протокол места происшествия о следах на склоне Следы мною были сфотографированы И еще Куда шли следы в том направлении строго были и обнаружены пять трупов замерзших студентов Описывать расположение трупов студентов нецелесообразно Это видно из протокола места происшествия и о палатке 28 февраля мною в присутствии понятых была осмотрена палатка туристов которая находилась от гребня от рога высоты 1079 в 150 метрах Далее логичны были бы следующие показания как по предыдущим осмотрам палатка мною сфотографирована протокол осмотра и перечень обнаруженных вещей и снаряжения составил считаю нецелесообразным описание всего ибо все имеется в протоколе осмотра составленного мною на месте происшествия но Василий Иванович начинает перечислять все обнаруженное по памяти или по подсказке 28 февраля мною в присутствии понятых была осмотрена палатка туристов то есть было совершено следственное действие априори подразумевающее составление протокола этого самого действия у прокурора Романова и тут не возникает вопроса о том где этот протокол исходя из обнаруженных трупов в количестве пяти человек той обстановки в которой они находились мне становится ясно что все студенты замерзли нападение на них людей исключается это мое личное мнение окончательное же мнение может сложиться после обнаружения и осмотра всех остальных студентов то есть еще четырех человек вероятно у Василия Ивановича была отличная от несчастного случая версия гибели студентов группы Дятлова от которой его попросили отказаться почему бы заинтересованным товарищем было не попросить Василия Ивановича написать новый протокол осмотра палатки с тем что им было нужно ответ дает сам Василий Иванович и они замерзли конечно такой вывод можно делать только по обнаруженным пяти трупам студентов какова же причина гибели других четырех студентов мне неизвестно так как трупы их еще не обнаружены если у этих четырех студентов причиной смерти будет замерзание то вышеуказанная версия будет правильная решение делать из трагедии несчастный случай было уже принято но Василий Иванович вероятно усмотрел на месте нечто иное нежели несчастный случай причина гибели четырех членов группы дятлова была неизвестна как видно темпалов не хотел рисковать и вероятно поставил свое условие товарищ если пройдет через греха несчастный случай оставляйте в деле сей допрос если нет то убирайте допрос и вкладывайте мои протокола покрывать в таком случае никого не станет практически все поисковики туристы недоумевали от того что дятловцы порезали и порвали палатку в каком состоянии они находились в тот момент на основании этого все сделали вывод о страшной угрозе спасаясь от которой дятловцы порезав и порвав палатку бросились вниз по склону кто-то винил сильный ветер но все сошлись во мнении о несчастном случае практически все поисковики чем воспользовалось следствие интересно какие версии родились бы у поисковиков туристов узная они то что до появления слабцовой шаравина у палатки она была целой этому факту есть подтверждение и даже есть проведенный на перевале эксперимент если по версии следствия палатку группа дятлова порезала и покинула 1 февраля ночью при сильнейшей метели даже урагане если бы это было так то в эту же ночь день без разницы этот же ураган через вот эти повреждения набил бы палатку снегом а до 26 февраля 20 сантиметровый слой снега эфирно был бы не только на палатке но и внутри нее никто в своих показаниях о снеге внутри палатки не говорит ни слова видят сало нож и прочие мелочи слабцов и шарамин приносят в лагерь на ауспе в день обнаружения довольно небольшие предметы фотоаппараты наручный компас баночки документы предметы которые нужно было бы выкапывать из-под снега точно таким же способом как они откапывали палатку эти факты свидетельствуют о том что палатка была порвана и возможно порезана накануне ее осмотра Василий Иванович Тымпалов человек неглупый увидев порванную палатку без снега внутри а еще и свежие разрывы брезента и немалое количество следов вокруг палатки понял что механизм произошедшего выяснить будет тяжело либо практически невозможно прошу разрешение у господина Алексеенкова на использование короткого сюжета из одного его видео а именно эксперимента с палаткой на склоне ссылка на полное видео и на канал будет в описании кто не знает об этом канале перейдите посмотрите на невероятный труд господина Алексеенкова все виды перевала зимой осенью крутые эксперименты и отличное качество съемки послушайте о чем говорит господин Алексеенков 9 февраля ветер 8-10 метров в секунду 9 февраля в середине дня ветер усилился до 15,5 метров в секунду и немного изменил направление как положено для 60 февраля заставки на 45 метров г процента мышц послушать 5 диапет Consort Состояние палатки тихим утром 10 февраля. Ночью тоже было тихо. Продолжение следует... По результатам нескольких дней можно ожидать, что через месяц палатку набьет снегом, если, конечно, раньше не порвет ветром в клочья. Причинность часто лежит в невидимом мире события, а события проявляются в видимом мире. Из показаний Слобцова Бориса. 26 февраля 1959 года мы над палаткой прорыли снег и убедились, что людей нет, а находившиеся в палатке вещи не трогали. Со мной был студент Шаравин. Из показаний Пашина Ивана, 51-летнего лесника Визжайского лесничества, выступавшего в роли проводника группы Слобцова, который отлично знал те места. Первый день поисков, как только спустились в Ауспию, мы обнаружили лыжню туристов. Здесь мы расположили палатку, переночевали, разбились на три группы и пошли искать туристов. В результате поисков обнаружили палатку с вещами, которую было видно плохо, так как она была занесена снегом. В палатку мы не заходили из показаний Лебедева Владимирова. 25-го числа 20-летний Владимир путает 25-е число с 26-м. Это к тому, что Калмогорова того же возраста путала числа в дневнике. Группа разбилась на четыре части. Три человека с Лобцов в Шаравин и проводник Иван пошли по следу дятловцев вверх по Ауспии. Пропустим некоторые подробности. С печальным известием вернулись Слобцов и Шаравин. Пройдя по следу дятловцев несколько километров, они дальше пошли ихним азимутом, вышли на перевал, разделяющий долины Ауспии и Лозивы, где, оставив уставшего проводника, пошли по склону высоты 1079 вверх к привлекшей их внимание черной точке, которая оказалась порванной полузасыпанной палаткой Дятлова. Из показаний Брусницына-Вадимова. Первая группа Слобцов Михаил, Шаравин и проводник Иван по азимуту взятому с лыжник группы Дятлова вышли на перевал Ауспия-Лозива. Проводник настойчиво уверял нас в том, что группа непременно провалилась в провал у горы Атартен. Ребята, оставив у камней останцев на перевале проводника, решили по возможности подойти или хотя бы рассмотреть подступы к провалу. Ребята при попытке взобраться на хребет высоты 1079 обнаружили покинутую палатку. В лагерями были принесены три фотоаппарата, куртка Слободина, ледоруб, который был воткнут рядом с палаткой, фонарик, найденный у палатки и флягу спирта. Со слов Ивана Пашина становится понятно то, что 26 числа, выспавшись, позавтраков, разделившись на группы, они выдвинулись на поиски следов группы Дятлова по оставленной кем-то лыжне, вернее ее частям и ее направлению. Слобцов Шаравин и Иван Пашин пришли к останцам. Слобцов Шаравин и Ивана Пашин Размером 50 на 50 метров, у которой находился лагерь. Из него вышли, по остаткам чьей-то лыжни, проводник Иван, Слобцов и Шаравин. Пройдя километр 300 метров вверх по склону, 51-летний рисник, охотник, проводник, позавтраковший, выспавшийся, очень сильно устал. Да так сильно, что просидел у камня до 3 часов дня. Если брать в расчет показания Брусницына, то часа в 4 дня Слобцов, Шаравин и Иван были уже в лагере. Оно и понятно, в 16.30 в лесу уже темно. Иван Васильевич в показаниях указывает, что в результате поисков обнаружили палатку с вещами, которую было видно плохо, так как она занесена снегом. В палатку мы не заходили. Слобцов же показывает, что их было двое у палатки. Он и Михаил Шаравин. Об Иване Васильевиче в показаниях нет и слова. Как известно, в палатку инициативные ребята заходили. Проводник настойчиво уверял нас в том, что группа непременно провалилась в провал у горы Атартен. Вероятно, Иван Васильевич вечером был очень настойчив у костерка за ужином. Настолько настойчив, что это чувствуется из показаний Брусницына. Странное поведение комсомольцев Слобцова и Шаравина, оставивших одного дядю Ваню у останца. Пусть дядя Ваня был в поле их зрения, но уставший немолодой человек мог уснуть и получить обморожение. Но, видимо, студенты были уверены в том, что подобного произойти не может. На фото можно видеть, как одет Иван Васильевич. Полный ватный костюм, шапка-ушанка, варежки, ружьишка, отличные валенки, рюкзачок с необходимыми в дороге вещами. Одним словом, охотник-лесник-профессионал. Как говорится, рациональный лесной человек. Дровишек такой человек для похода на лысый перевал, усеянный камнем, скорее всего, тоже прихватил. Кто же из данной двойки, давшие показания, солгал? Слабцов или Иван Васильевич? Радиограмма. Из продуктов желательно колбаса, сгущенное молоко, спирт, тычика, масленников. Радиограмма, вероятнее всего, от 5 или 6 февраля. То есть, спирт у поисковиков был, но уже заканчивался. Отправляя 9 человек в тайгу за 100 километров до ближайшего населенного пункта, Слабцову, как руководителю группы, выдали до первой связи, либо сброса провизии с вертолета, по 200 грамм на человека чистого питьевого спирта. То есть, две армейские фляги. Говорить о флягах, именно принадлежности фляг кому-либо, можно примерно, потому как их точная вместимость и тип должны были быть указаны в протоколе описания повадки, составленном прокурором Кемпаловым. То, что опознал Югин в Ивделе, фляжка алюминиевая, принадлежащая якобы Колеватову, ее объем и тип не указан. Фляжка, приписанная Кривонищенко, тоже не имеет указания объема и типа. На данном снимке позади Зинаиды Калмогоровой сидит Колеватов с литровой армейской алюминиевой фляжкой. У Людмилы Дубининой на руках фляжка-котелок. С виду фляги можно было опознать по имеющимся вмятинам, либо нацарапанной на них фамилией. Как видно, все они были практически одинаковы. Фляга-котелок имеет два вида, с фальцовочным бортиком и без. Вот и все различия. На снимке видно, что ребята встали на привал, пьют из фляг, что пьют, на ходу, разгоряченные, с сахарком, явно, что не спирт, какао, либо чай. Количество фляжек приходится выяснять через чтение показаний, либо протокола, не относящиеся напрямую к осмотру места происшествия. В описи вещей из палатки, составленной Темпаловым, должно было быть указано фляга литровая алюминиевая, с остатком запаха спирта одна штука, фляга-котелок емкостью 0,9 литра, с замерзшим какао внутри одна штука, либо наоборот. Не то, что после появилось в показаниях Василия Ивановича Темпалова. Фляжка пустая, из-под спирта или водки, запах ощущался. Так же фляга с какао, приготовленным к употреблению, какао разведено водой и, естественно, замерзло. То же самое было сделано на опознании вещей Юдина. Фляжки да и фляжки. По каким признакам Юрий их идентифицировал, это просто пролетело мимо. В подобных случаях обе фляги должны были быть упакованы и отправлены на экспертизу для установления содержимого фляг. Возможно, во фляге с запахом спирта был не этил, а метил. Но по лицам Слобцова и Шаравина Темпалов понял, что экспертиза уже проведена. Этил, потоснимок привала группы Дятлова, дает ясное понимание того, что в двух флягах, принадлежавших членам группы, спирта быть не могло. Для питья какао на ходу группы брали в поход грелки, которые наполняли какао для его употребления на подобных привалах. Группа Дятлова планировала взять в поход 59-го года грелки, 4 штуки. Их должен был взять Игорь Дятлов, но галочка напротив грелка не поставлена. Нервное подчеркивание. Возможно, с грелками что-то пошло не так. Подтверждением тому и служит данный снимок. Ребята пьют не из грелок, а из фляг. Грелок, как известно, обнаружено не было. Из показаний прокурора Темпалова. В правом углу палатки, около входа, лежала часть продуктов. Банки сгущённого молока, 100 грамм нарезанного сала, сухари. Около сала, нарезанного мною, был найден большой нож. Здесь же лежала пустая фляжка с запахом спирта. На что эта картина явно указывает? На то, что в правом углу палатки кто-то выпивал и закусывал сальцем. Из показаний Брусницына Вадима. Видимо, группа к моменту происшествия находилась в последней стадии переодевания и подготовки к ночлегу. В ближайшей половине найдено несколько корочек от корейки. По всей палатке разбросаны сухари. Поверх всех вещей лежала разрезанная на несколько кусков лыжная палка. На ней, по-видимому, был укреплён северный конёк палатки. Решиться на порчу палки, учитывая то, что в группе не было запасных, можно только в особых обстоятельствах. Вот обстоятельства особые были, и состояние особое тоже. Хотелось выпить, а палок разорванной палатки лежал. Разрезали лыжную палку для удобства осмотра, для горячего перекуса, подперев ею конёк. Ближе к центру палатки. Корейка, окорок, сало, продукты калорийные. Очень жирные, имеющие специфический запах. В каком состоянии должны находиться люди, употреблявшие это под себя? Проще говоря, бросать шкурки от съеденного, не из палатки, а внутри неё. После прилечь для отдыха на эти объедки. Такое возможно, если палатка не принадлежит тем, кто употреблял в пищу данный продукт. И им не нужно было ночевать в этой палатке. Из постановления о прекращении уголовного дела. Как установлено в последующем криминалистической экспертизы, подветренная сторона палатки, куда туристы располагались головами, оказалась разрезанной изнутри, в двух местах. На участках, обеспечивающих свободный выход человека через эти разрезы. То есть, о том, что 60% полотна ската было изорвано в клочья, нет и слова. Через эти разрывы можно было выходить с рюкзаками. Все свидетели утверждают в показаниях, что палатка на момент обнаружения была порвана. А после уже указывают на разрезы. Но следствию нужны были разрезы, через которые полуодетые туристы, протискиваясь, покидали палатку. Другого объяснения полуодетости последних у следствия не было. Эксперт Чуркина в своем исследовании палатки указывает два разреза с правой стороны от входа в палатку. Прокурор Тымпалов и свидетели показывают, что именно в этом углу находилось нарезанное сало и большой нож. Покидая палатку через данный разрез, на это сало обязательно кто-то бы донаступил. Девять человек протискивались в отверстие, а сало под ногами осталось нетронутым, как будто его вчера нарезали. В состоянии опасности, либо стрессовой ситуации, первый предмет, который попадет человеку в подобных обстоятельствах, это нож, ледоруб. Все, чем можно обороняться, либо укрепиться на склоне при сильном ветре. До выхода из состояния стресса, опасности, человек не выпустит данного предмета из рук. Такова психология стресса. Что усматривается из показаний свидетелей? Усматривается, что кто-то нарезал сало, корейку для перекуса, либо, как подметил прокурор Тымпалов, для того, чтобы закусить спиртное. Рассыпанные по всей палатке сухари из прорванного мешка дятловцев, аккуратно лежащая, нарезанная корейка и нож. Описанное положение вещей говорит о том, что корейку нарезали после того, как разорвали палатку, установили конек на подрезанную лыжную палку и присели в защищенном от ветра спину в правом углу палатки. Для горячего перекуса 100 грамм нарезанной корейки и несколько кусочков шкурки никак не говорят о том, что на этом месте ужинала группа из 9 человек. Съели все, а на 100 граммов не хватило сил. Где шкурка от съеденного? В так называемом лабазе корейки находилось 3 килограмма, а в палатке 100 грамм и 2 шкурки. Кто-то ел со шкуркой? Может быть, но больше походит на тормозок для двоих-троих. Иррациональный набор продуктов, обнаруженных в палатке, мог стать темой отдельного видео. Возможно и будет такое при вашем желании, друзья. Сейчас скажу коротко. Лабаз должен был быть местом оставления ненужных продуктов для максимум двухдневного похода от Ауспи и Катартен и обратно. Из показаний Тымпалова в палатке было обнаружено много сухарей, полмешка сахара, большое количество концентратов, каши, супов и так далее. И так далее. Это банки сгущённого молока. Хотя в так называемом лабазе было сухое молоко без банок. Оно довольно легче, чем сгущённое молоко в банках. Полмешка сахара на два дня и все концентраты, которые имелись у группы для приготовления супа из концентрата на свече в кружке для одного человека. Будет израсходована одна свеча на девять человек, девять свечей. Дров, как известно, в палатке не обнаружено. Зато печка без дров тоже предмет не лишний. Возможно, ребята хотели на Тартене приготовить штурмовое ведро горохового супа с сухарями и копчёной шкуркой от корейки. Ирония, конечно, но суп вкусный получается. Вечером 26 февраля вернувшиеся от места обнаружения палатки группы Дятлова слабцов Шаравин и лесник Иван Пашин принесли в свой лагерь флягу со спиртом, которую этим вечером распили. Как известно из ранее рассмотренного материала, ранним утром 27 февраля Михаил Шаравин и Юрий Коптелов отправились якобы на поиск места под устройство лагеря поисковиков в Верховьях Лозьбы на 50 человек. Тех поисковиков, которые направлялись к перевалу у высоты 1079 и 880. При поиске этого места они обнаружили два трупа. Услышав приближающиеся вертолеты, Шаравин и Коптелов поспешили им навстречу. Слабцов оставался в лагере для сбора имущества своей поисковой группы и его подъемом на перевал. Подошедшие Коптелов и Шаравин встретили прибывших Масленникова и Темпалова, отвели их сначала к палатке. После Шаравин повел всех к месту обнаружения трупов. Вероятно, Темпалов дал указание к палатке не прикасаться более чем это было сделано. Для того, чтобы хоть что-то установить. Что же получается? Фляг со спиртным было две. Одна фляга с запахом спиртного, лежащая внутри палатки рядом с нарезанной корейкой, либо салом и ножом. Вторую Слабцов, Шаравин и Пашин принесли в свой лагерь на Ауспе. Опираясь на показания и воспоминания поисковиков, можно сделать вывод, что повторно попасть в палатку без участия прокурора Темпалова у инициативных студентов не было никакой возможности. Да и вряд ли после принятого их беспокоил вопрос о фляге, в которой они вчера разводили спирт. Тем более, что фляга эта лежала в палатке. Только запах она издавала, либо какао, либо чая. И скорее всего, была пустой. Группа Дятлова планировала взять с собой спирт, но исключительно для аптечки в размере 0,5 литра. Как говорил Юрий Юдин, ответственный за эту аптечку, в данном походе спирта в ней не было. Аптечку Юрий передал в поселке 2-й Северный Зинаиде Калмогоровой. Предвижу тезис. Спирт мог быть у Золотарева. Мог. Но сути данной тезис не меняет. Этот спирт был употреблен группой Слабцова, не группой Дятлова. Возможно, не все члены группы Слабцова употребляли. О данном обстоятельстве история, увы, умалчивает. Чем можно объяснить невероятную усталость Ивана Васильевича Пашина, прошедшего 1 километр 300 метров, что по времени могло занять максимум 40 минут с перекурами. Заметим, не приболел, а устал. Причиной подобной усталости могло быть похмелье, которое дядя Ваня попросил у Слабцова Бориса снять. Выделив ему грамм 150-200 огненной воды, наливали Ивана Васильевича как себе, укрывшись от ветерка у останца, не учтя возраста Ивана Васильевича и, как говорится в таких случаях, вчерашних дрожжей. Тут-то Иван Васильевич и устал, приняв лечебную порцию волшебного зелья. Знал ли Иван Васильевич, где находится палатка? Вероятно, знал. Многие увязывают факт того, что дядя Ваня знал, где стоит палатка, поэтому он к ней не пошел. Видимо, постеснялся, направив рукой инициативных студентов в сторону какого-то провала. Он знал, и он бы с ними пошел, если бы смог. Так что фляга с запахом спирта в обнаруженной палатке группы Дятлова имела отношение к группе как вещь, принадлежавшая одному из членов группы. Последнее содержимое этой фляги к группе Дятлова никакого отношения не имела. Фляга, которая была принесена в лагерь Слобцовым, Шаравиным и лесником Иваном Пашиным, могла принадлежать Золотареву на 20%, Слобцову на 80%. Еще один немаловажный факт. Алкоголя в крови дятловцев не обнаружено. Так что соврали оба. Но, в отличие от Слобцова, Иван Пашин мог и не знать о том, что палатка была посещена инициативными ребятами. Возможно, он вообще помнил тот день смутно. Потому и был так немногословен на допросе. Многие из вас, людей, интересующихся темой трагедии группы Дятлова, вероятно, слышали о том, что на склоне высоты 1079 метрах в 600 от обнаруженной палатки группы Дятлова находилось еще одно сооружение, приблизительно вот в этом направлении. Согласно схеме руководителя поисковых работ Евгения Масленникова, чум находился между второй и третьей каменными грядами, недалеко от границы леса. В материалах дела данное сооружение не нашло себе места, но на всякий случай было запечатлено прокурором-криминалистом Львом Ивановым. Такой вид имел чум во время проведения поисковых работ. Порядка 15 кривых жердей сушины, вроде береза. Одна ровная жердь, напоминающая хорей. Инструмент управления оленей упряжкой. Говоря простым языком, руль оленей упряжки. На этом видео видно, как управляют при помощи хорея упряжками мансийцы. Венчают данное сооружение огромные лосиные рога, вероятно сброшенные сахатом в лесу. С этих рогов и началось оккультное брожение в рядах корреспондентов, различных СМИ и пабликов в соцсетях. Чего только не выдавили из себя господа для организации новой сенсации, тайны, загадки, разгадки, о капище, чумишамана, вешая лапшу на уши своим читателям, зрителям. Конечно, проще на скорую руку что-то выдумать, чем искать информацию. Есть рога, значит, были и жертвы. Обидно за публику, верящую всему, что несут в массы подобные обалдуи. Не называя имен сайтов, на которых расположены легенды, перечислю, какие были рождены. Один мужчина в интервью уважаемого издания, по праву того, что он родился и проживал то ли в Суеват-Пауле, то ли в Визжае, заявил, что этот чум являлся сакральным местом Манси. Якобы на этом месте они проводили обряды жертвоприношения. На тот же вопрос Мансиец ответил, что это просто чум. Но как вводится в просто чум от Мансица, никто не поверил. Ведь в данной теме народность у всех вызывает подозрения. Подозрения, подогретые теми же СМИ, которые задавали вопрос о чуме. Далее начали появляться более кровожадные истории. От того, что на этих жердях свежевали лосей, плавно переходили к тому, что не лосей, а людей. Гора ведь называется, гора мертвецов. Логика просматривается. Погиб или был убит на этом месте шаман, ехавший на упряжке. Потому его отнесли в лес. А это подобие памятника с рогами и его личным хореям. И еще масса смысловых галлюцинаций и просто гадких больных фантазий, сложенных в посты, видеоролики, статьи, передачи, сериалы. Все, что окружает народы Севера в этом мире, священно. Культовыми предметами являются все – лес, вода, земля, горы, звери и т.д. Имеет данный уклад жизни свое научное определение – политеизм, включающий в себя множество культов. Тотемизм – одна из ранних форм религии, суть которой составляет вера в существование особого рода мистической связи между какой-либо группой людей, род племя. У манси – это мось и пор, имеющие своих тотемных протериальных животных. Пор – медведь. Мось, гусь, зайчиха или бабочка – определенным видом животных или растений, реже явлениями природы и неодушевленными предметами. Как пример, убила молнией – значит, это кара нумиторума за грехи при посредничестве мирсуснехума – небесного надзирателя, неодушевленные тотемные столбы, менквы, прочие деревянные идолы. Та же золотая баба – колта-секва. Все вышеперечисленное относить можно к тотемизму. К тотемизму относятся и современные фигурки фаншуй, лягушки, будды и прочие. Существует также погребальный культ, родовые и семейные культы, шаманские и, относительно чума на склоне, промысловый культ. Широко распространено у народов севера почитание лося. Лось – символ достатка и благополучия. Относительно его тотемного символа рога – это символ удачной охоты на данного зверя. Тоже относительно рогов оленя. На данном видео на жилищах Манси и перед жилищами можно видеть рога оленей. Для заклания оленей в поселках было отведено отдельное место, где попало, такие действия не проводили. Вокруг тайга на запах крови может явиться любой хищный зверь. Процитирую один пример промыслового культа. Хорошо посидеть вечером у костра. Старик, отец Нюры, знает много интересных историй. Он старый охотник и много повидал. Сыновей у него не было. Он научил Нюру охотиться. А теперь и внучка Лида знает, что такое ружье. Вот он берет нож и вырезает из дерева фигурку человечка без рук. Этот дух будет помогать ему добывать зверя. Зверь хитрый, и одному охотнику с ним не справиться. На одежду духу годится только ухо медведя или лося. Это самые почитаемые звери. Шапкой послужит околосердечная сумка лося с жиром. Она давно приготовлена старым охотником. На пояс ему старик вешает носы и челюсти добытых животных. Фигурку он будет хранить на жерди, в чуме. Завтра старик собирается идти на охоту. Охотник берет фигурку, снимает с шапки каплю жира и бросает в костер очаг. Фигурку надо еще окурить дымом чаги березового нароста. Только после этого можно просить духа об удаче в промысле. И то надо пообещать ему что-нибудь. Жир – лакомое блюдо. Его любит и дух. Самое же приятное – сделать ему новую шапку. На этот раз охота была удачной. Большого лося добыл охотник. После свежевания зверя самое время покормить духа. Для этого надо положить его под самые вкусные части зверя – голову и потроха. Очень вкусна также свежая кровь. Нужно намазать рот духа кровью и напомнить ему при этом о помощи в будущей охоте. То есть становится понятно, что рога лося на эту верхушку водрузил охотник, как тотемный знак того зверя, за которым он охотился. Промысловый культовый тотем на удачную охоту. Шаманы и человеческие жертвы тут совершенно ни при чем. Не зная культуры народа, не интересуясь подробностей культовой жизни, хотя бы поверхностно, информаторы складывают далекое от истины положение вещей, что несомненно уводит истину в данном деле в дебри инсинуаций о народностях, проживающих в тех местах. Невежество – причина возникновения вымыслов. Но есть люди, знающие все тонкость, намеренно вводящие интересующуюся публику в подобные заблуждения. Причина всему – деньги. Обратим внимание на то, в каком месте поставлен чум. Март месяц. В некоторых местах по склону глубина снега достигает двух метров, а под жердями его практически нет. Из-под снега виднеется трава. Все это свидетельствует о том, что данное сооружение строил тот, кто хорошо знал склон, знал его рельеф, знал зоны снегозадержания в этом месте. Немного поодаль – зона со множеством мелкой березы для поддержания очага. Шесть-семь жердей использовались как стойки чума, а стальные сухие жерди шли в этот самый очаг. Подобных чумов у промысловиков по тайге на промысловых путиках могло быть заготовлено с десяток, потому как охота могла длиться неделю. Протяженность маршрута путиков у промысловика могла составлять десятки, а то и сотни километров. Да что слова! Давайте посмотрим, как это работало. Заодно увидим, как использовался пресловутый хорей погибшего шамана. Здесь охотникам манси убежищем служит огромное поваленное дерево с вывернутой из земли корневой системой. Обратите внимание, на чем подвешен чайник – на хорей. Только здесь его и есть чем утереть, под что подсунуть, потому он коротковат. Вот в этом сюжете все довольно наглядно. Охотник, жерди, хорей, чаек, уютная теплая обстановка, в ожидании зверя. И все это создано при помощи жердей, куска брезента в течение 10-15 минут. Сцена, конечно, постановочная, но отснята на реальных угодьях. Еще, вероятно, данный чум был известен местным жителям и мог послужить местом укрытия в непогоду, либо если путник не успел до темна перевалить через перевал, либо через хребет. Они и по сей день переваливают именно в этом месте. Почему прокурор Иванов ни слова не сказал об этом чуме в уголовном деле? Потому что на поисках был Степан Куриков, который объяснил Иванову, что это, кому принадлежит, как используется. Иванов реагировал. Всех охотников манси опросили на предмет охоты в местах близ перевала. Вероятно, отправной точкой для этих допросов-опросов и послужило данное охотничье строение. В общем, думаю, миф о кровавом культовом чуме разрушен. Теперь мы знаем больше, чем остальные.